Содержание Опознание антихристовой прелести Инок Епифаний Житие Епифания Сведения о Епифании очень скудны. Они извлекаются почти только из его автобиографических материалов, а он хоть и писал автобиографию, о событиях в своей жизни сказал немало. Обычный источник сведений о сторонниках старой веры, документы собора 1666-67 гг. в этом случае не дает ничего существенного. Товарищи его по пустозерскому заключению в своих произведениях упоминают о нем всегда очень почтительно, но без подробностей. Житие Епифания, составленное в старообрядческом центре Навыгу в 30-е годы XVIII века, опирается в основном на автобиографию его. Некоторые новые подробности, вероятно, из позднего предания. Старообрядческая традиция вообще выказывает к Епифанию исключительное уважение. Знак его — предание апустозерской казни 1682 года. Оно утверждает, что останки Епифания не были найдены после того, как огонь догорел, и что свидетели видели из сруба пламенем отца Епифания на воздух вознесенно вверх к небеси. Житие и подвези чудного отца инока Епифания. Русский отдел Государственной публичной библиотеки, 1962 год. Смотри также Борсков, страницы 392-393. Мирское имя, время и место рождения Епифания неизвестны. Из его указаний следует, что он ушел в Соловецкий монастырь в 1645 году. Семь лет был там послушником. В 1652 году принял постриг. В 1657 году ушел из монастыря в пустыню. Епифаний около семи лет прожил с иноком Кириллом на Суне-реке, потом перешел к иноку Корнилию на реку Водлу. С Водлой оба инока ушли на Кятк-озеро, где Епифаний пожил года два. В 1666 или 1667 году он со своими изобличительными книгами явился в Москву. Смотри Борсков, страницы 381-391. По позднему житию Епифания в Москве он начал читать свои книги вслух на Соборной площади, а царю подал челобитную с такими словами. «О царю! Веру свою христианскую в России проклятым Никоном потерял еси! А ныне ищешь веры по чужим землям, а келефры ищешь!» Цитируется по Панырко, Кирилло-Епифаневский «Житийный цикл», Труды отдела древнерусской литературы, том 29, Ленинград, 1974 год, страница 155. Из произведения Епифания «Кроме жития» сохранилась автобиографическая записка. В составе сочинений Инока Авраамия, смотри материалы, том 7, страница с 53 по 63, подготовленные им в 1665-66 годах, и маленькое письмо частного значения. Житие Епифания разделено на две части. Обе они известны в списках и в двух автографах, причем только в пустозерском сборнике «Заволоко», по нему здесь приводится текст, сведены автографы обеих частей. Кроме того, известен автограф первой части в так называемом пустозерском сборнике «Дружинино» и автограф второй части отдельно. Второй части в разных списках предпосланы разные обращения к Афанасию, Симеону, Михаилу и Иеремии. Датировка этапов работы над житием весьма гипотетична. Предполагается, что писать свое житие Епифания решила сразу после первой казни в 1667 году. Текст первой части в начальном виде сложился к 1671 году, полностью же житие было закончено приблизительно к 1676 году. Смотри пустозерский сборник, страницы со 194 по 204. В сборнике «Заволока» первая часть следует сразу за окончанием жития Аввакума, то есть за призывом, обращенным к Епифанию, написать рабу Христову о событиях своей жизни. «Но не позазрите скудаумию моему и простоте моей, понеже грамотике и философии не учился, и не желаю сего и не ищу, но сего ищу, как обыми Христа милостиво сотворите себе и людям, и Богородицу и святых его. А что скажу вам просто, и вы, Бога ради, собой исправьте со Христом, а меня грешного, простите и благословите, и помолитесь о мне, ко Христу и Богородице и святым его. Аминь». «Родился я в деревне, и как скончались отец мой и мать моя, я с грешной Идох в оград некий, зело велик и многолюден, оград благочестивый и христианский, и прибых в нем седмь лет, и прииди ми помысл взыскати пути спасения, и Идох ко всемилостивому спасу, во святую обитель Соловецкую, ко преподобным отцем нашим Зосиме и Саватию». Святые Зосима и Савати — основатели Соловецкого монастыря, середина пятнадцатого века. «И таму ми благодать Христова поспешила, отцы святие приняли мя с радостью, а иным отказали, и сподобил мя Христос и Богородице, и святие его, быть у них в послушании седмь лет, незазорно пред Богом и неукорно пред человеке. Вси мя за послушание любиша». «И посем святый отец наш, Архиморит Илья и прочие отцы, возложили на мя святый иноческий образ, и в том иноческом образе сподобил мя Бог быть у них в послушании пять лет, и всего двенадцать лет был у них. И как грех ради наших попустил Бог на престол патриаршеский, наскочите Никону, предотече Антихристову, он же окаянно и вскоре посадил на печатный двор врага Божия Арсения, жидовины и грека, еретика, бывшего у нас в Соловецком монастыре в заточении. И тот Арсен, жидовины и грек, быв у нас в Соловках, сам про себя сказал отцу своему духовному, мартирию священно-иноку, что он в трех землях был, и трою отрекался Христа, ища мудрости бесовские от врагов Божиих. И с Сим Арсением, Отметником и со врагом Христовым, Никон, враг же Христов, на чаши они, враги Божии, в печатные книги сейте плевелы еретические. «Проклятый я! И с теми злыми плевелами те книги новые на чаши посылайте во всю русскую землю, на плач и на рыдание церквам Божиим, и на погибель душам человеческим!» Тогда у нас в Соловецком монастыре святи отцы и братья на чаши тужите и плакайте горько, и глагол эти сицы. «Братья, братья, увы, увы, горе, горе!» Пала вера Христова, як уже и в прочих землях, в земли русской, двема врагами Христовыми, Никоном и Арсеном. Паче же всех, прежреченный мартирий священный инок, обливавшийся горькими многими слезами, возвещая трикратное отречение Арсеньева от Христа, Бога нашего, оберегая детей своих духовных и прочую братью от Арсения, отступника и еретика, тогда и Ассу многогрешной со святыми отцы, тужа и плача, прибыл с ними время некое. И от той от тоски и печали, посоветую и по благословению старца Келейного и отца духовного, в зем книги и иная нужная, потребная, пустынная, и благословил меня старец образом Пречистой Богородицы со младенцем Иисус Христом, Медяным, Вальяшным, и изыдух от святаго монастыря милости у Христа просите себе и людям в дальнюю пустыню, на Суну реку, на Виданьский остров, от Соловков четыреста верст, а от великого озера Онега двенадцать верст. Вальяшный, вальячный, подалю, значит, чеканные работы. И там, обретах старца именем Кирилла, чудно и славно житием, пребывающая в молитвах и во псалмех, и в посте, и милостынетворящая велику сиротам и вдовицу. Держаше бы той старецу себе в пустыне, толчью и мелницу на нужную потребу себе, а иное все отдаваше требующим. Христа ради. И той мя старец принял к себе в пустыню с великою радостью и удержа мяу себе, Христа ради. И бе со старцем в келии, живяше бес, зеволюд, много бы старцу пакости, творяше во сне и наяве, некогда бы той старец Кирилла из Идии, стоя пустыни в Александров монастырь, духовной ради потребы ко отцем духовным, и приказал свою пустыню назирать и отцу своему родному и патию, и зятю своему Ивану в деревне живущем, девяностоть верст от его пустыни. А в келью мою рече не ходите, оберегая их старец от беса сицы рек. Зять же его Иван соблудился женою своею и не обмывся взем соседа своего именем Ивана же, а всем сказанам жена его последи и идяше пустыни дозреть. И не послуша старцева наказания внидыша в келье его и возлегаша спать. Без же Ивана Поганова до смерти удавил и власы долгие кудрявые со главы содрал и надул его якоб бочку великую, а другого Ивана вынес из кельи в сене и выломил ему руку. И то Иван живой спал в келье в сенех день до ночи. И как наполнявшися сутки он же пробудился якоб пьян и рукой своей не владея приползи к Ивану удавленному хотя чтобы его разбудите и узри его удавлено отек шанадута и ужасися зело едва из кельи исползи на брюхи и на колено и кой как приползи во другую странно приимную келью и тут полсуток с умом собирался и по семь сволокся в карбас и пустился на низ по реке и принеси его вода в деревню Каипатию тестью Ивана удавленного он же взем людей и иди в пустыню и в келью старцевую и взяше зятя своего и понесаша и треснула кожа на Иване удавленном бебо надул его бескрепко и туго зело и истече крови много в келье они же ужем связаши ему брюхо и на древе несоши его в карбас якобочку и везена погост и в яму в четыре доски положиша така и погребуша сиями сиями поведа старец Кирилла Иван Безрук Иван Лукин который того удавленного носил и погребал и после того та келья стояша пуста а старец Кирилла в странно приимной келье живяша и послаша меня старец в ту келью жить и где же без живет азже грешный старцу реков отче святый помази ми во святых своих молитвах да не сотворит ми дьявол пакости и речем и старец иди отче Христос с тобою и Богородице и святи его да я с грешной в молитвах буду помогать и тебе или ка Бог помощи подаст и благослови мя в келью идти азже со благословением старцевом идох в келью и ту и где же без живет инача сердце мое трепетатися во мне кости и тело дрожати и власа на главе моей восстали и нападе на мя ужас вели газело азже грешный положил книги на налой а образ вольяшной медианы причистая Богородицы с Иисусом Христом поставил в киоте и благодаря Бога и Богородицу и святых его всех и на помощь призывати их себе да не дадут мя поругания бесу и много всем до куки было всяко простите мя Бога ради по всем кодило нарядил и погодил образы и книги и келью и сене и ино и начал вечерню петь и псалмы и каноны и поклоны и иное правило по преданию старца келейного и продолжи иного до полунощи и больше сие было до крещения Христова за два дни и утомяся довольно и возлег а починуте и живоносным крестом Христовым оградил себя Триш призывая Христа и Богородицу и святаго агела хранителя моего да сохранит мя и оборонит от беса силою Христовую и обе сведухся в сон и спах до заутренней мирно и тихо ни страха ни духа бесовского не ощутил и благодатью Христовую и образом вальяшным медянам причистая Богородица изгнан быть бес из кельи то я посем и старец Кирилла прииди ко мне в келью тужите и жил я в той келье у старца сорок недель не видали мы беса ни во сне ни наяве а как я вальяшный медяный образ причистая Богородица из кельи от старца Кирилла вынес во свою пустыню и во свою келью да и сам вышел от него так бес и опять к нему в келью пришел жить с ним старец же Кирилла не бояся беса живет с бесом терпит от него всякую обиду и пакости во сне и наяве а всем мне сам старец Кирилла последи сказал в духовне оживя я у старца в келье по его благословению на том же острову от его кельи полверсты строил себе кельицу малую безмолвия ради уединения пяти стенках меж углы одна с локтем сажен а другая пол сажене поперек а вдоль с первую малая книг ради правила белая а другая рукоделие ради покоя и когда совершил кельицу помощью Христовой покрыл и стенки вытесал и опечек сделал и образ вальяжной медяной причистой Богородицы с Иисусом внес и поставил на белой стенке и помолясь ему свету Христу и Богородице свету и реку к образу сице ну свет мой Христос и Богородица храни образ свой и кельицу мою и твою и поклоняйся ему идох ко старцу в пустыню и прибых у него два дни труда ради мелничного и на третий день идох во свою пустыню и узрих издалече лицу мою яко главню стоящую и вострепета во мне сердце мое и потекоша от очей моих слезы на землю и нападе на мя печаль великая и не могах с того места ни камош двигнутися от горькие печали и ночах вопите к Богородице зря на небо и на келью яко на главню взирая сице вопя о пресвятая госпоже владычице моя Богородица по что презрела и си бедное мое моление и прошение отринула и приказа моего не послушала келейце мое я и своя не сохранила но и образа своего не пощадила все все ныне мне бедному и грешному где работати и славу воздати христу сыну твоему свету нашему и богу и тебе свету где мне милости просите у христа и у тебе и бремя греховное отрисати я же от юности моей накопишися где быть и безмолвию по преданию святых отец где рукоделию быть и от того питатися по христову словеси святых отец где старца келейного преданное правило наполняти и иная подобная сим и воздохнув на небо зря милости прося у христа и у богородицы и идах келия горелой а около келии приготовлено было на сенежка лесу много то все пригорело а у кельи кровля по потолок вся сгорела и около кельи чисто все огонь полизал а же грешный воздохня от печали в нидох в келью огорелую о чудо неизреченная христовы и причистые богородицы в кельи чисто и бело все убережено сохранено огонь в келью не смело в нити а образ на стене стоит причистая богородицы яко солнце сияя показамися и обратимися печаль в радость и воздех руцы мои на небо хвалу и благодарение воздая христу и богородице и падах предообразом на землю лицем и помолясь поклонами и молитвами да поможет ми бог паки келицу построить и помощи христову и причистая богородица у кельицы верь нарубил и покрыл и стены и углы огорелые досками обил и сенечки построил а старец кирилл и печь склал каменную соглину и благодатью христовую келия моя совсем стала готова и по малых днях в зему старца кирилла благословения и идух во свою келью и во свою пустыню милости просите у христа и богородицы и святых его себе и людям и по двух неделях на чашу ко мне в келью беси приходите по ночам устрашающими а и давляше не дающими а починуте и того было немало время аж же грешный много осем моляхся христу и богородицы да избавят мя от бесов беси же таки что день то пущи устрашают мя и давят аж же прилежнее притекаю и молюсь христу и богородицы да избавят мя от бесов и некогда после правила моего с великую боязнью возлег о починуте моляся прилежно богородицы и обе сведохся в сон и отворишися сенные двери а в келейце моей стало светло в полунощи и паки келейные двери отворишися и внедыши в келью ко мне два беса и поглядели на меня и скоро вспять возвратилися и келью мою затворили и невесть кама исчезавши азже помышляю часо ради беси не давили меня и не мучили и смотрю по кельце моей туды и суды а в келье светло а я лежу на левом боку и возрех на правую руку и правой руке на мышце моей лежит образ вальяшной медяной причистой богородицы азже грешной левую рукою хотел его взять а ну и нету а в келье стало и темно и икона стоит на стене по старому а сердце мое наполнено великой радости и веселья христова азже прослави хосем христа и богородицу и от того часа близ к году не видал не слыхал бесов ни во сне ни наяве и паки некогда после правила моего мнит меся в полунощи или и далее возлегшими опочинуте от труда и абе сведухся в сон тонок и приидыша ко мне в келью два беса один наг а другой в кафтане и взем доску мою на ней же почиваю и начашу мне качати яко младенца и недодяху ми опочинуте играющего и и много сего было у них аж осердясь на них восстался одрама его скоро и вземь беса нагого поперек посреди его он же перегнулся яко мясище некое бесовское и на чах его бите о лавку о конечек и вопиюще сице к высоте небесней великим голосом господи помази ми пречистая богородица помази ми святый ангеле мой хранителю помази ми иммунитами ся в то время кабы потолок келейной открывается и прихожанями сила божия оттуда на беса ежемучите его а другой бес прямо дверей стоит в велице ужасе и хочет вон бежать из келей да не может нозя бы его прилепишися к мосту келейному и мучиться тянет нозя свои от земли оторвать и хочет да не может и сего ради бежать и нелзе ему аз же велегласного пию ко господу повышереченному и сего было время немало и не вем как бес из рук моих исчезнул аз же возбнухся яко от сна зила устал бьющий беса аруцы мои от мясища бесовского мокры и после того больше году мнитмися не бывали беси ко мне в келью и посих в некое время до покрова за две недели после правила моего возлегшими по обычаю моему на месте моем обычном на голой доске а голова к образу причистой богородицы от образа пяди три или две и ищем и не уснувшую отворишися двери сенные скоро зило и пылко да и кельяные двери скоро скоро зило отворишися и вскочил ко мне в келью бес яко лютый и злой разбойник и ухватил меня и согнул вдвое и жал мя крепко и туго зило невозможными ни дышать ни пищать только смерть и еле еле на великую силу пропищал в тосках сице николае помази ми так он меня и покинул и не вем куды делся аж же грешный собравшийся с одушею моею и со слезами на чах глаголоте с великою печалью к образу вальяжному причистой богородицы сице о пресвятая владычица моя богородица по что мя презираешь и не брежешь и меня бедного и грешного я ведь на христа света и на тебя света надеюсь мир оставил и вся я же в мире и монастырь оставил и идух в пустыню работать и христу и тебе и всю мою надежу во всем возложил на христа и на тебя видишь ли владычица моя богородица в мале ведь разбойник от злодей меня не погубил а ты не бережешь и меня богородица свет моя не покинь меня бедно горабат твоего обороняй меня от злодеев тех и иная подобная сим и от печали твоя великая наиде на мя сон и вижу себя сидящая посреди келейца моей на скамейке на ней же рукоделие мое временем делу а богородица от образа прииди яко чистая девица и наклоняясь лицем ко мне а в руках у себя беса мучит кой меня мучил аж же зря на богородицу дивлюся в сердце мое великие радости наполнено чтоб богородица злодея моего мучит и дадим и богородица беса уже мертвого в мои руки аж же взему богородицы из рук беса мертвого и ночах его мучите в руках моих глаголища сицы о злодей мой меня мучил а и сам пропал и бросил его в окно на улицу он же и оживее восстал на ноги свои якопьян и речем и без сицы уже я опять к тебе не буду иду на вытергу бебо вытерга волость велика там и есть и аз рех ему не ходи на вытергу иди там где людей нету он же якосонный побрел от кельи прочь аж же якосна убудихся и обретахся вместо печали великой радости и прославих Христа и Богородицу света оживяя в пустыне сподобил меня Бог питатесе от рукоделия а иное боголюбцы приносили Христа ради я у них приемал яка от руки Христовой прося им милостыни у Христа и Богородицы и святых его а что Христос пришлет и паче потребуемые я рабы своими и астопаки отдавал требующим Христа ради и о всех сих слава Христу и Богородице и святым его всем вовеки аминь а в пустыне жить и без рукоделия невозможно понеже находит уныние и печали тоска велика добро в пустыне псалмы молитва рукоделия и чтения так о Христе Иисусе зело красное весело жить и о пустыне моя прекрасная и во сто семьдесят третьем году после великой дни вскоре от труда рукодельного и правилного возлег на дре моем опочинуте и обе сведухся в сон тонок и скоро отвориш от двери сенные и в ниде бес в сене аж же идух в сене к дьяволу и хащу его рукою моею живоносным крестом христовым оградите он же побежал от меня аж же яку за разбойником за бесом гонюся а ухватил его поперек и согнул его вдвое и ночах его осенную стену бити а сам воплю великим голосом к высоте небесной глаголище сицы господи помази мне богородица помази мне айгеле мой святый помази и мнит как из рук моих выскочил и ушел аж грешный яку от сна вострепенул зело устал умучился бес бьющий и скоро нападен а мя уныние печаль велик и бых яку изумлен до часа десятого и болше того дни и после обеда от печали тоя великие возлег о починуте в келии и обе бысть шум велик и дым в келию мою в ниде аж востах скоро садра и дох шума видеть и узрех в келии моей огонь велик зело дышит съел у меня дров шесть сажен да карбас да и нову лесу немало а пламом вверх дышит сажней на пять и хочет келью мою полизать и скоро и сурово аж же видит беду скорую наносимую от злодея моего от разбойника от беса и кинулся скоро скоро к богородице в келью и воздех руки мои на высоту небесную и завопел великим голосом к образу альяшному меденому причистой богородице сити глаголюще о пресвятая владычица моя богородица помази ми рабу твоему избави мя от напасти сия наносимая мед злодея моего от разбойника сохрани келейцу свою и мою от огня сего якош и прежде сего сохраняла еси и ударился о землю трою перед образом и изыдох из кельи о чудо преславное о диво великое о милость великая и скорая христова и пречистая богородица ветер бовстал дуть и отвратил пламя огненное от келей моей и благодатью христовую и пречистая богородица заступлением прибысть келия моя сохранена от огня и ничем же не врежена о всех сих слава христу и богородице что же по сих невозможа боди явол пакости сотворить ими келия моей сожещи он же злодей инако покусися насадил боми в келью червей множество много глаголь мых мравей да не позазрите ми отцы святии и братья всяко плот не похвалится пред богом первое послание апостола Павла к коринфянам глава первая стих двадцать девятый и на чашу у меня те черви мураши тайные уды я стезло горько и больно до слез аж же многогрешный варом их стал варить они же ми ядиху тайные уды айнов ничего не ядят ни рук ни ног ни иного чего токма тайные уды аж же давить их стал руками и ногами а они прокопаша стену кельи мы я и идяху ко мне в келью и идяху ми тайные уды ажи келью мою землею осыпал и затолок крепко и туго а они не вем како и землю и стену келью прокопаша и ядяху ми тайные уды и гнездо себе сделали под печью и оттуда из хожаху ко мне и яда хуми тайные уды и аз гнездо их кашнице носил в воду а они больше того наносят всякого порошья туда и того у меня было труда с ними много что не делаю они у меня кусают за тайные уды много помышлял мешок шить на тайные уды да не шил так мучился а иное помышлял келью переставить не дадя хубоми ни обедать ни рукоделие делать ни правила правите много жды бы правила по книге на улице у креста большого говорил где не стану в келье а они за тайные уды кусают горько и больно и то и напасть и бесовские было больше трех месяцев и напоследи уже сел обедать а тайные уды крепко закутал а они же не вем как достигли и укусили и слезы из-за очей моих потекоша а же восстах от обеда не до обеда стало и воздев руцы мои и возопил к образу вальяшному причистой богородицы глаголюще сице о пресвятая владычица моя богородица избавим от напастей сия бесовские и ударился трою о землю и больше со слезами и от того часа перестали у меня мураши тайных удов кусати и ясти да и сами по малу малу вси исчезаша и невесть кому дешася и о всех сих слава Христу и Богородице простите меня отцы святии и братья согрешил я много ведь я мурашей тех передавил а иных огнем пережег а иных варом переварил а иных в землю закопал а иных в воду множество много кашницую переносил и перетопил в воде калик это себе труда того суетного сотворил муки той принял бездельный хотел было окаянный своею суетную немощную человеческую силу и промыслом келю из себя очистите от проказа бесовские давил да огнем сожигал да вода носил оно никак косилую человеческую сего невозможно сотворить а сего и на разум тогда не попало что было вопете осем ко Христу и Богородице и святым его видите ли отцы святии и братья калика немощна сила человеческая и худаго и худаго и малого червя и ничтожим мнимого без благодати духа святаго невозможно одолеть не только мы звери или беса или человека но и худаго и ничтожим мнимого всякого дела без помощи Божией невозможно исправить посем простите мя отцы святии и братья в слове и в деле и в помышлении благословите и помолитесь о мне грешном Христу и Богородице и святым его а я грешный должен о вас помолитесь о чтущих и о слушающих и о приписующих сие будет на вас благодать Христова и милость и причистая Богородице и святых его всех и на домях ваших вовеки веком аминь часть вторая в пустозерском сборнике заволока между первой и второй частями жития эпифания помещено сочинение вакуума снискания и собрания о божестве и отваре обращение вакуума к чтущим и слышащим за слово и за свидетельство Иисус Христова юзди к темничной многогрешной инок Епифаний возлюбленному моему Христе Иисусе чаду и брату посетившему мя некогда в темнице Афанасию за милость и любовь Христову по плоти родившего Отца Твоего воистину милостивого и боголюбивого мир Ти и Отцу Твоему Христолюбивому и всему благодатному Дому Вашему и благословения и милость и благодать от Бога Отца и Господа Иисуса Христа О имени Господне послан Ти крест Христов Кедровый И ты чада моя любимая приими его Господа ради с любовью Христовую и почитай его честно и поклоняйся ему яко самому Христу или яко образу Христову Есть писано во Святом Писании яко Христос в кресте а крест во Христе и ты рабе Христов почитай крест Христов яко самого Христа и поклоняйся ему яко самому Христу или яко образу Христову с верою теплую сердечную и проси у Христа Бога его же хочешь и по воле его святей и даст и милость и благословение и в будущем веке во веки Аминь да послана ти чада моя любимая о Христе Иисусе жития моего часть малая вот о тебе и другая часть жития моего бедного и грешного и страдания моего темничного горького Христа Иисуса ради сладкого и ты чада моя любимая Афанасия прими его с любовью Христовую Господа ради и сложи его с прежнюю частью жития моего вместо и зри на него яко на мене бедного старца и прочитай его с любовью Господнюю и аще что обрящиши на пользу души своей и ты чада осем прослави Христа Бога а меня грешного не забывай во святых своих молитвах да милостив ми будет Господь Бог Аз грешный за милость и любовь Христову отца твоего родившего тебя и за твое ко мне темничное посещение прошу вам милости у Христа Бога и ли Господь мне помощи подавает да молю тебя о Христе Иисусе чадо моя любимая отца твоего родившего тебя и воспитавшего тебя во всем его слушай и почитай его с любовью Христовую так же и ты почтен будешь и от своих чад паче почтен будешь и от Бога всем веке и в будущем вовеки аминь посем паки мирти чада моя любимая и отцу твоему и братья твоей и всему дому вашему и благословение и милость и благодать от Бога Отца нашего Иисуса Христа и от меня грешного старца раба его аз ныне уже чадо сижу в темнице и сполу мертв жив погребен землей як во гробе и ожидаю исходу души моей с часу на час ну чада слушай же жития моего грешного да молю тебя Христе Иисусе не позазри простоте моей понеж аз грамотики и философии от юности моей я не учился и не искал сего и ныне не ищу того но сего ищу как оба мих Христа Иисуса милостиво сотворить о себе и людям и что обрящишь и просто и неисправлено и ты собою исправ со Христом Иисусом а меня грешного прости и благослови и помолись о мне Христу Богу и Богородице и святым его Чудо о кресте Христа Бога и Спаса нашего Мнитмися чадо моей братья мой любимый Афанасий во 172 году в 1664 году сидящий Боми в келии в пустыне моей Виданской приехал ко мне в пустыню зимой христианин на лошади а на дровнях у него брусье изготовлено на болший крест и прииди к моей кельице с великим опасением и со страхом Божиим мнями оживуща в пустыне яко чудно и свята мужа и приступя к оконцу моему сотвори молитву сицы Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас ас жрек аминь и речами христианин Отче святые господине прислан ас к тебе Богом и привез тебе хлеб до четверика ржи и денег у меня возьми или как хочешь и а сделай мне Бога ради крест Христов ас же грешный рек ему сица рабе Божий которым ты образом прислан ко мне грешному в пустыню и долечили от моей пустыни живеши и речами христианин зимою господине сорок верст а летом и больше за болотами живу и за порогами страшными великими непроходимыми от тебе имею у себе жену и чада и деревню пашенную и по лесам хожу звери ловлю всякие и птицы и некогда бы отче святый ходящий по лесам и по обычаю моему ищущий уми зверей и птиц на лов мой и уже много времени не только могу ловить и но ни лисицы ни куницы ни зайца ни тетерева и просто рещи никакого животна и нападе на мя печаль великое уныние горькое понеж как и почал по лесовате не бывало такая на меня беда и прииди минаум тогда отче святый сие есть у нас близ наше я деревни остров зелок красен и велик и на том острове скоты наши ходят и многие люди говорят достойно где на сем острове быть и пустыни или монастырю и церкви а хотя бы где ныне какой боголюбец крест христов поставил и то где зело добро и и все слово поди на сердце мое и запали огнем божественным душу мою и сердце мое и всю утробу мою и вся уды моя да поставлю крест христов на том острове на славу христу богу нашему и на поклонение православным христианам и разведах очи мои на небо и прикрестил лице мое христовым знамением и реках сице господи иисусе христе сыне божий помилуй мя грешного дай милов днесь какой не буди и асти грешный на сем острове имя рек поставлю крест на славу тебе свету и на поклонение православным христианам и когда дал обещание Богу зря на небо и как сведох очи мои с небес на землю и ночах очи моима обзирать около себе всюду и всюду зря лова каковами люба посланного от Бога о скорого услышания Христа Бога света нашего о дивное милосердие Христова о чудо несказанное его же ни отцы ни деды наши не слыхали не видали вижу скоро издалеча барана великого и скоро идах к нему славя Бога баран же мил меся дея аз грешный в зем барана зарога девяся неизреченной милости божьей и сведах барана в деревню мою с радостью великую девяся скорому услышанию Христову и милости спас и поведах сие чудо Божие великое жене моей и чадом моим и всем соседям моим и вси прославиша Бога о сем чудеси Ипаки речеми христианин не дивно бы ми было отче святый аще бы ми послал Бог оленю или соболя или лисицу дорогую или ин зверь то бо их дом и жилище бебо лесу на все страны посту верст есть и больше тут оживут все звери и птицы а жилищ человеческих ни деревень ни слуху нету да прости мя грешного отче святый согрешил я окаянный по малу малу день от дне неделя от недели месяц от месяца и уже конечне отложил обещание мое о кресте ко Христу Богу нашему и по сей время господине уже два годы минуло обещанию моему и ныне отче воедино дне от труда деревенского в нидох в хижу мою и возлег о починуте и скоро отворившися двери избы мои я и в ниде ко мне в избу муж светолепен весь бел и ризы на нем белый и ста предо мною мне же лежащую и речем ему что светолепный сице чел человечи что забыл если обещание свое ешь о кресте христове о жереках ему отче святый не умею креста сделать и речем ему что и и на суну реку на виданский остров там а в пустыне соловецкой старец живет именем епифаний он тебе сделает крест и не видим бысть муж той светолепной аз же воспрянух яка от сна и взем бревно и внесах в избу мою и посуша обрусил его и привезах господине днесь к тебе в пустыню сотвори милость со мною христа ради и любовь духовную возьми у меня хлеб до четвери кржи да и денег или как хочешь а сделай мне крест христов исполни мое обещание к тебе аз послан богом аз же рек ему да есть ли от вашей деревни ближе мая пустыня грамотные люди и речем и христианин есть господине от нас шесть верст погост там живут поп да дьяк да к ним не послан я но к тебе в пустыню ехал сорок верст аз же грешный прослави хасем христа бога всем у христианина хлеб до четверика ржи а денег не взял и при поясахся поясом моим и взем топор в руки иную снасть подобную кресту и делал креста два дни и слова вырезал на кресте и покрыл его и помощью христовую вся построила нем и по обычаю моему помоляся со христианином христу и кресту христову и расписав кровлю у креста и иная вся указав ему и разобрав крест положихом его честно надровни и с миром о христе Иисусе отпустил христианина в путь его он же радуясь озело о получении креста христова идяше к домове своему в путь свой а всех сих слава христу и богородице и святым его о преподобнем ефросине и живо андамскую пустыню забежат никоньянские ереси и скончатся там о христе Иисусе мне он грешному друг был любимый аз у него в пустыне год жил во единой кельи и правило с ним вместе говорили зело христолюбив человек был безмолвия вельми любил некогда по мне грешному в пустыне моей виданской сидящую боми в безмолвии прииди ко мне в пустыню странный старец именем ворлам и речем и умиленным глазом и слезным сице отче эпифаний друг наш брат и отец евросин святый приставися и ныне дивные чудеса творит благодатью духа святаго аз у него больше году жил укрывался от никоньян и ереси чудный муж житием был христа бога зело любил и безмолвия сице речем и брат аз же грешный от того времени начал тужить и скорбеть и в сердце моем глаголя как избуду муки вечное и получу царство небесное господи господи владыка вседержителю очистим от всякие скверны плоти и духа и будими правители наставник и вождь ко спасению моему и спасим грешно гороба твоего ими же весе судьбами так уж и богородице и святому отделу хранителю моему и преподобного ефросина в помощь призывали всех святых да помолятся мне ко христу иисусу свету ежбами избытие муки вечное и улучите царство со святыми его и всем помыслим много дней припроводил моляся всяко богу да избуду мук и обрящу рай со святыми в будущем весе то 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 таки и думаю сидя и ходя и на одре моем лежа и правила говоря молитвы и каноны и псалмы и поклоны и рукоделие делая молюсь иногда умом иногда языком да избуду муки вечной и улучшу царство вечное со святыми и некогда боми после канонов и после молитв и поклонов ночных мнитмися в полунощи возлегшими опочинуте от трудов на одре моем и сведохся би в сон мал и вижу в келейце моей сердечными очема моим огроб а в огробе лежит старец Ефросин друг мой любимый и сердечный мертв аж жерю в огроб на Ефросин и дивлюся помышляя в себе как обретися в келии моей друг мой гроб его а погребен он во андамской пустыне а ныне обретися в виданской пустыне у меня и в келии моей что хочет быть и се и зерю на него прилежно инача преподобный Ефросин по малу малу оживати и оживе и восста от гроба ажи грешный с великою радостью объем его рукам амаима и ночах лобызати и целовати его с любовью христовую и глаголоти о свет мой друг мой любимый Ефросинушка веду вас что ты давно умер приставился на он свет а ныне вижу тяпаки ожил ты скажи мне свет мой бога ради как там царство небесное где святые и праведные и преподобные и все святые водворяются и царствуют и живут как на оном свете там да и грешникам как и уготована мука та горкая и лютая огни червь и смола и всякая горесть и беда скажи мне Христа ради Ефросинушка поряду вся боюсь а с грешной муки вечные и беды тамошные преподобный же Ефросин светлым лицем и веселым зрением воззрен амя и речем и тихим и любовным и смиренным глазом сице братья мои дружи мой любимый Епифаний молись от и прилежно при чистой Богородице то всех бед ты сбудишь и получишь и радость и не вем как святые из рук моих изыди и не видим бысть аж грешный убудихся яко от сна а сердце мое наполнено великие радости яко бог показами друга моего любимого и брата и отца преподобного старца Ефросина и учения святаго от уст его слышите сподобил мя еже повелеми молитесь прилежно при чистой богородице а всех сих слава христу богу свету и богородице матери его истинной и святому ангелу хранителю моему и преподобному Ефросину и всем святым вовеки аминь чудо при чистой богородице там уже в веданьской пустыне по вышереченному по обычаю моему после правила моего возлег на одр мой опочинуте и скоро прискочиша беси келии моей и зашумели гром козелой от вориша сенные двери да и келийные пыл козело от вориша и вскочил ко мне в келью бес яка злой и лютый разбойник и ухватил меня за горло и начать давить ажи грешный завопел к богородице сице богородице богородице помази ми он же исчез и не вем кому делся ажи осем прославих христа бога и богородицу яка отгнаша от меня разбойника злодея дьявола а иное чудо дивное и преславное причистая богородице сказа мне грешному преподобный старец мой келейный священно инок мартирий укрепляя меня дабы держался оскрепко канонного святаго правила и кондаки и икосы говорил бы на всяк день причистой богородице неизменно без лености речебо миссице чада есть писано в отечнике соловецкий инок мартирий пересказал епифанию повесть о ватопецком монастыре греческий монастырь на афоне такая повесть обнаруживается в двух рукописях библиотеки соловецкого монастыря содержащих жития святых отечник или потерик сборник житий повесть опубликована по рукописи в пустозерском сборнике страницы 249 250 бе во стране некий монастырь некий а в нем мнися живяху зело христолюбивы и богородицу крепко и прилежно почитаху и моляша сей всегда верно и прилежно и бе у них в том монастыре устав таков ешь на заутренние в церкви причистой богородицы кондаки и икосы по вся дни говорят а концы воспевают всестоящие во церкви ешь есть сице аллилуйя и паки радуйся невеста неневестная возглас из канона богородицы и некогда вот то я обители игумен посла брата на службу монастырскую старец же взем благословение от отца и идяша на службу благодаря богу и труждаяся там от день до вечера и прииди к монастырю уж поздно и врата монастырские заперты и речи в себе старец что сотворю аще начну во врата ударять и стукать то тем стуканьем моим всю братью соблажню и смущу и вратарей и стражей тем оскорблю и опечалую и раздражу и труд мой тем погублю ежеднесь приобретых и мзды лишусь от креста бога и богородицы лучшими братью не смутите и стражей не возбудите но самому нужится бога ради приятия и помоляяся старец христу и богородице и прижався к ограде монастырской возлегши благодаря бога так и уснул а игда начав монастыре к заутренне благовестите старец же скоро восстай прижався к оградице монастырской моляшися с верою сердечную теплую прилежно бебу церковь близ ограды и все ему слышать что поют церкви и гда начали говорить и кандаки и икосы и концы воспевать и аллилуйя и радуйся невеста не невестная а старец вне монастыря стоя за стеною так уже концы возглашает аллилуйя радуйся невеста не невестная и гда последний конец икоса возгласившего церкви радуйся невеста не невестная И старец за стеной стоя, тоже рече, радуйся, невеста неневестная, и ста пред ним причистая Богородица, и рече ему, радуйся и ты, старче, вот о тебе златица. Старец же прием златицу от руки Пресвятые Богородицы и поклонись ей, она же и невидима бысть. Он же возре на златицу, лежащую на руце его, и возрадовайся зело, и удивися дивам великим, бебо златица красна зело, яко от огня от нея светяшеся. И скоро-скоро старец потече ко вратам монастырьским и возопи глазом великим. Вратницы, вратницы, отверзите ми врата скоро, Богородица ми златицу даде чудную. Они же отвориши ему врата. Старец же бежав от церковь к игумену и ко братьям всей, и ста посреди церкви и рече вели им глазом, отцы, святые и братья, зрите на благословение чудное, причистые Богородицы. И скоро все отцы, стекошася ко старцу, и узриша ту чудную и красную златицу, и дивяся много красоте, и я, и прославиша вси Христа Бога и Богородицу. Старец же, поведа им вся вышереченная, отцы же паки прославиша Бога и Богородицу, и рассужение старцева, и терпение его зело похвалиша. И повеле игумен, звоните вовся, и певше молебно, Христу Богу и Богородице много, и ту красную златицу, прицепиша ко образу местному Пресвятые Богородицы, на славу Христу Спасу, и на похвалу Богородице, и на воспоминания дивного и преславного чудеси и я, во веки веком. Аминь. И паки речемий, преподобный старец священно-инок Мартирий. Ну, Чадо, вот о тебе сказано, преславное чудо Пречистое Богородице, и ты внимай себе умом, и канонов говорите, не ленися. Иисусов канон говори на всяк день, а Акафиста канон Богородице, применяя, по дню смотря, а Кандаки и Икос на всяк день, на воду прошед, да Аггелу-хранителю канон, да иные каноны, елика можешь и вместите, вмести, Чадо. Акафиста канон Богородице, то есть, петь Акафист, хвалебную молитву Богородице, то канон Богородице. Воду прошед, фрагмент молитвенного текста, вспоминающего о прохождении евреев под водительством Моисея через Красное море при бегстве из египетского плена. И псалтырь так уж на всяк день пой, трудися, чадо, где крепко и верно и твердо, да воон им вец и добро будет вовеки. Аминь. А говори, чадо, каноны, и Кандаки, и Икосы, и псалмы, и всякое правило неспешно, чтобы глаголимые тобою и ум твой разумел, и славил бы Бога осих. Осицевое правило и Богу приятно и любезно, и душам нашим спасительно. А ежечадо у нас в Соловецком монастыре по всем келиям предано всем братьям, умеющим грамоте, каноны, и Кандаки, и Икосы при чистой Богородице, говорите, еще от святаго отца нашего Зосимы Чудотворца и по нем от игуменов, по обычаю вышереченного оного монастыря, воспоминая преславное чудо при святые Богородице. Егда, говорят, каноны, и Кандаки, и Икосы, умеющие грамоте, а неумеющие, тут уж стоят с молитвою Иисусовою, а концы вкупе, вси, возглашают сицы, аллилуйя и паки, радуйся, невеста неневестная. И так, о чадо, у нас в Соловецком монастыре во всякой келии от начала и до дни сдержится, а же грешный старцу поклонился до земного лица за поучение его святое. Ну, чадо, моя любимая Афанасия, внимай себе умом крепко, что мне грешному старец приказал, то и асти приказывая о Христе Иисусе, тому слава вовеки. Аминь. И на чудо пречистой Богородице. Но не позазри, чадо мое, Бог ради, малодушию моему. Писано есть. Всяка плоть не похвалится пред Богом. Игда нас, новая мучителя Никонияня, взяли из темниц и за святу веру Христову пред всем народом пустозерским, отсекоша нам руки и отрезаша языки, и с теми горкими и лютыми ранами паки отведаша нас в старые темницы, Когожда во свою. Ох! Ох! горе, горе тех дней! Аж же, грешный, внидух во свою темницу, и возгореся сердце мое во мне, и вся внутренняя моя огнем великим. Аж же, падах на землю и бысть весь в поту, и начал умирать, и три на кона умирал, да не умер. Душа моя из тела моего не вышла. На кон, подалю, раз. Слово северное. Так аж стал тужить глаголя, что будет, смерти нету, а лучше сего времени к исходу души на что. Бог сподобил причаститеся тело Христова и крови, и кровь мою помощью Христовую пролил за старую веру его святую, и за люди его, и за церкви его святые. Благодарю тебя, Господи, яко сподобил мя и си пострадать, и за вся сия, и кровь мою излиять. Возьми же свет, мой истинный Христос, скоро душу мою от тела моего. Не могу терпеть и болезней лютых и горьких. И вижу, что нету ми смерти. И аз, восстав со земли, на лавку лег ниц, а руку мою сеченую повесил на землю, помышляя в себе сице. Пускай кровь-то выйдет из меня вся, так я и умру. И много крови вышло, и в темнице стало мокро, и стражей сено на кровь наслали. И пять дней точил кровь из тела моего, дабы ми от того смерть пришла. А точа кровь, вопел много ко Господу на высоту небесную глаголя. Господи, Господи, возьми душу мою от меня. Не могу терпеть и болезней горьких. Помилуй меня бедного и грешного раба твоего. Возьми душу мою от тела моего. И вижу, что не даст мне Бог в смерти. И аз, грешный, бил челом Симеону Десятнику, да отмоет мне от руки засушенной кровавая. Он же отмыл от руки моей я запекшуюся кровь. И во имя Христова, моляся Богу, помазай мне раны те, серую и левую, Нутреннюю и обезами, волную мою руку платом со слезами, И изыди из темницы плача, видя мя тоскующая горка. Ох, о горе, горе дней тех, аз же грешный, в темнице един, Валяяся по земли на брюхе и на спине и на боках, И всяко превращаясь от великие болезни и от горькие тоски, Всяко вопел ко Господу, да возьмя душу мою. Так же и Богородицы, и всем святы молякся, Да помолиться о мне, ко Господу бы взял душу мою от меня Господь. И много сего было моления и вопля. Простите мя грешного, отцы, святые и братья, согрешил аз окаянный. От болезни великие и от тоски горки, Нача глагол отесицы, о горе тебе, окаянний Епифани, Христос, Сын Божий тебя, вопиющий и молящийся, Не слушает ни Богородица, ни святий и вовси. А ты, святый отец наш Илья, Архиморит Соловецкий, Был ты у меня в пустыне Виданьской. Явился мне и велел мне книги писать на обличение царю И на обращение его ко истинной вере Христове, святей старой. Я с книги писал ко спасению цареву и всего мира, И снес их ко царю, а ныне мя царь утомил и умучил зело, И язвы наложил горькие, и кровью мя обогрил, И в темницу повел я мя ринуть и немилостиво. А ты мне ныне в сицевой беде и в скорби, И в болезни лютой немало не поможешь, И ох, о горе мне бедному, один погибаю. Не помогает мне никто ныне, ни Христос, ни Богородица, Не свети его в си. И много тосковал, валяясь по земли, И всполос на лавку и лег на спине, Руку сеченную положил на сердце мое, И наидя на мя яко сон, И слышу Богородица руками своими, Больную мою руку осезает, И приста рука моя болеть, И от сердца моего отиде тоска, И радость на мя наиде, А причистая руками своими, Над моею рукой яко играет, И мнитмися, Кабы Богородица к руке моей И персты приложила, И велика радость наиде на мя тогда, Аз же грешный хотех рукою моей Удержать руку Богородичну, И не мог удержать, Уиде, Бо, Аз же грешный яко от сна убудихся. Лежу по старому на спине, А рука моя на сердце моем лежит, Платом обязана по старому, Аз же лежа помышляю, Что себе бысти надо мною, И на чах осизати Левую моею рукою, Правую мою руку сеченную, Ища в ней перстов, А на перстов нету, А рука не болит, А сердце радуется, Аз же грешный прославих Осем Христа Бога, Света нашего, И Богородицу, Матерь Его истинную. Сие чудо было В седьмый день после мучения, И мало-помалу. Рука моя исцеле от ран, И делаю ныне всякое рукоделие По-прежнему, Помощью Христовой и Пречистой Богородицы, В славу Христу Богу. Аминь. Да ища ти чада мое, И братья мой любимые, За любовь к Христову Побеседую о языках моих. Егда мы были на Москве, В Кремле-городе, На угрешском подворье Никольском. Тогда много к нам приходило Людей от царя И от сонмища Никоньянска. Звали нас, И нудили много всяко Веру Никоньянску, И мы их не послушали. И тогда Вакума Протопопа И Никифора Протопопа, Ухватиша скоро, И самчаша с Москвы В Братошино, Тридцать верст от Москвы. И последи их, Скоро прискочил к нам Голова Стрелецкая Со стрельцами, Василий Бухвостов, Яко злой и лютый разбойник, Да воздаст ему Господь По делам его. И ухватили нас, Священника Лазаря и меня, Под руки, И помчали скоро, Скоро, И зело немилостиво И безбожно, И примчали На болото. Болотная площадь Недалеко от Кремля За Москвой рекой. И посадя нас на плаху И отрезаше нам языки, И паки ухватише нас, Яко звери, Люти, Люти, Сурови И помчаше нас, Так аж скоро, Скоро. Мы же от болезни И от ран горьких Из немогухом Не можем бежать И с ними. И они ухватили Извозчика, И посадиша нас На телегу И паки Помчаше нас Скоро, И потом На ямские телеги Посадиша нас И свезоша нас В братошина. Тогда на пути Измене грешного В мале души Не вытрясли на телегах. Бебо тогда Люто зело И тяжко болезнь была. Ох, Ох, Горе, Горе дней тех! И поставили нас В братошине На дворы. Тогда Аз грешный Внидох на печь От болезни И от тоски Горькие И печали Великие И возлег на печь И ночах Помышлять В себе Сице. Горе мне Бедному Как жить? Говорить Стало Нечем Языка Нету. Кабы я Жил В монастыре Или в пустыне Так бы у меня Язык был. Прости Имя Господи Иисусе Христе Сыне Божий Согрешил Пред Тобою Светом И Пред Богородицею И Пред Всеми Святыми Пошел К Москве Из пустыни Хотел Царя Спасти И Царя Не Спас А себя Вредил Языка Не Стало И Нужного Мол Ведь Нечем Горе Как До Конца Доживать И Воздохнул Ко Господа Из Глубины Сердца Моего И Восстав Сошел С печи И Сел На Лавке И Печалуюся О Языке Моем О Скорого Услышания Света Нашего Язык Искорения И Доиди До Зубов Моих Аз Же Возрадовахся Сем Зело И Начах Глаголоти Языком Моим Ясно Славя Бога Тогда Вакум Протопоп То чудо Услышав Скоро Ко Мне Прибежа Плача И Радуяся И Воспели Мы С ним Вкупе Достойно Есть И Слава И Ныне И Все Поряду До Конца По Обычаю Повседневные Молитвы Достойно Есть Якова Истинному Блажетитя Богородицу Слава И Ныне Или Обозначение Возгласа Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И Ныне И Присные Вовеки Веков Аминь Или Название Тропарей И По Трех Днях Повезоша Нас В Заточение В Пустозерье Всех Четверых Вкупе И В Пустозерье Посадиша Нас В Темницах И По Двух Годях Приехал К нам От Новых Мучителей Никоньян Полуголова Иван Елагин Со Стрельцами И По Три Дни Нудил Нас Всяко От Врещися Святые Веры Христовы Старой И Приступите К Новой Вере Никоньян И Мы Его Не Послушали И Он Велел По Наказу Нам Языки Резать И Паки И Руки Сечь И Зарю Священнику И Скорень И Язык Отрезаша И Руку По Запястье Отсекаша Потом Приступиши Ко Мне Грешному Палач С Ножем И С Клещами Хощет Гортань Мою Отворяти Язык Мой Резати Аж Грешный Тогда Воздохнул Из Глубины Сердца Моего Умиленно Зря На Небо Реков Сицы Господи Помози Мей От Дивного И Скорого Услушания Света Нашего Христа Бога На Иди Бо Намя Тогда Яко Сон И Не Слыхал Как Палач Язык Мой Вырезал Только Вмале Вмале Ощутив Яко Во сне Что Палач Ми Отрезал Язык А На Москве Как Первый Язык Мой Палач Отрезал Тогда Яко Лютая Змея Укусила И Всю Утробу Мою Защемила И До Вологды Тогда У Меня От Той Болезни Кровь Шла Задним Проходом И Потом Положиш Руку Мою Правую На Плаху И От Сек Уши Четыре Перста Аж Взем Персты Мои И Положил В Зепь Зепь Подалю Карман И Отведыш О Нас По Темницам Аж Ж Грешные В Нидах Тогда Во Свою Темницу И Трой Умирал И Пять Дней Кровь Из Руки Моей Я Точил Смерти Просил У Христа Бога И Не Дадим Ся Смерть Но Пришед Ко Псалом первый, стих первый. Игда дойдет до сего места, возрадуется язык по правде Твоей. Псалом 50, стих 16. Тогда, ас многогрешный, воздохну из глубины сердца моего, и слезишка иногда из глазишек появится, и с теми слезами погляжу умиленно на крест и на образ Христов и рекуситься ко Господу. Господи, кому во мне возрадовайтесь? У меня и языка нету. Чем возрадуюся? И паки. Господи, устни мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Псалом 50, стихи 17, 18. Что ми, Господи, бедному и уста моя отверзать? Чем мне Тебе свету и хвалу воздати, а у меня во устах и языка нету? И паки возведу очи мои на образ Христов, и воздохну и реку с печалью, Господи, что ся бысть надо мною бедным? А Псалтырь, говоря, дойду до сего места. Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную меня есть, дося не подвижу, сего ради возвеселисья сердце мое и возрадовуся язык мой. Псалом 15, стихи 8, 9. Аж же тогда умиленно возведу очи мои ко Господу, зря на крест и образ его и реку, Господи, свет мой, куды язык мой ты дел? Ныне сердце мое не веселится, но плачет, и язык мой не радуется, и нету его во устах моих. И паки, вопроси отца твоего, и возвестят тебе старца твоя и реку тти. Второзаконие, глава 32, стих 7. Господи, чем мне бедному вопросить, а у меня и языка нету, и иная подобная сему обретающие во псалме. И аз, умиленно погляжу на образ Христов и воздохну и реку Господь, дай мне язык бедному, на славу тебе свету, а мне грешному на спасение. И сего у меня было дело больше двух недель, всяко молякся Христу Богу и Богородице и всем святым, да даст мне Господь язык. И некогда боми, возлегшу на дре моем опочинуте, и вижу себя на некоем поле велике, и свет лезело ему же конца несть. И дивлюсь о красоте и величеству поля того, и вижу. А левую страну меня на воздухе, воздух имеется в виду церковный плат, Лежат два мои языка, московской и пустоозерской, мало повыше меня. Московской не сам украсен, но бледноват, а пустоозерской взяло краснешник, аж же грешный. Простер руку мою левую, и взем рукою моею с воздуха пустоозерской мой красный язык, И положил его на правую мою руку, и зырю на него прилежно. Он же на руке моей ворошиц живешенек. Аж же, дивяся много красоте его и живости его, и на чах его обеими руками моими превращать и чудяся ему. И справя его в руках моих, резаным местом к резаному ж месту, к коренью язычному, и деже прежде бе, И положил его руками моими во уста мои, он же и прилну к коренью, и деже прежде был отражение матерня. Аж же возрадовахся и возбнух, як от сна, и дивлюся сему видению, глаголив себе Господи, Что се хощет быти! И от того времени скоро помалу-малу доиди язык мой до зубов моих, И бысть полон и велик, як уж отражение матери моей я, и в монастыре, и в пустыне бе. И слин нелепых и непотребных не стало в аустах моих, И потребен мебе стал язык на всякую службу, к ядению и к молитве, И к апсалмам, и ко всякому чтению святых книг. «Есть язык мой Богом данный ми новый, короче старого, и на толще старого, и шире во все страны, И по смете есть со старой, и осемный не веселюся, а Господи сердцем моим и душею моею. И языком новым моим радуйся, садовидом пророком, и молюся, и славлю и величаю, и пою, и хвалю, и хвалу воздаю Христу Иисусу, Спасителю моему свету, давшему ми новый язык, елика он ми, Свет Бог, Спаситель мой, помощи ми подавает, И научает мя на славу и хвалу ему, Господу Богу нашему, а мне, бедному и грешному, на спасение». Ипаки, садовидом святым вкупе реку, благословен Господь Бог Израилев, творя и чудеса един. Близко Псалом 71, стихи 18-19 Тому слава вовеки веком. Аминь. Воистину, чадо мое и братья, мой любимый Афанасий, утешает нас, бедных, гонимых рабов своих, в нужах, и в напастях, и в бедах, и в печалях, и в болезнях наших всяких, Христос Сын Божий. Яко отец чадолюбивый чад своих, так и Бог утешает молящих Сыму Свету с верою теплую, не оставляет их во всяком горе, утешает всяком. Некогда боми грешному в темнице сей, яко во гробе сидящем, прииди на мя печаль велика, и возмутиша всю внутреннюю мою, и начагла голоти в себе сицы. Что себе творится надо мною, бедным? Монастырь оставил, в пустыне не жил. А каликами в пустыне Христос и Богородица чудных показа Бога знамений? И томя не удержа тама. Пошел к Москве, хотел царя отвратить от погибели его, злые ереси некальянские хотел от него отлучить и спасти его, А ныне царь пущий и старого погибает, християн зле всяко мучат за истинную и святую старую крестовую веру. А я ныне в темнице, яко во гробе, сижу жив, землею погребен, всякую нужу терплю темничную, Дым горкой глотаю глаза дымом и копоти, и всякую грязью выяло. Одна темница, то и церковь, то и трапеза, то и заход. А клопы живо хотят съесть и червям не хотят оставить. А не ведаю, есть ли то на ползу и спасение бедной и грешной души моей, И приятно ли то, и угодно ли то Богу свету нашему, сия вся моя страдание. Ащи бы ведал, что есть на пользу и на спасение бедной и грешной души моей, И Христу Богу приятно мое бедное страдание, То бы с радостью терпел вся сия о Христе Иисусе. И возгореся сердце мое и вся внутренняя моя. Ажи грешный воздех руцы мои на высоту небесную, И завопел ко Господу Богу «О Господи Иисусе Христе, Сыне Божий сотворивый небо и землю, Солнце и месяце, звезды, и всю тварь видимую и невидимую, Услыши мя грешно гроба твоего, вопиющего ти, И вими и межевеся судбами, Годно ли ти свету течения моя сие, И потребен ли ти сей путь мой? И есть ли на спасение ми бедному и грешному рабу твоему Вся сия страдание моя бедная, И иная подобная сим? И ударихся три на кона о землю, И много после сего поклонов было, И со слезишками, и Богородицей, и всем святым моляхся, Да явит ми Господь, Годно ли ему свету страдание моя бедная сие, И есть ли на спасение души моей грешной? Сие было 179-м, 1671-м году, В Великий пост, тогда хлеба не ел, Две недели, три дни. И уже изнемог от поста, И от труда поклонного и молитвенного, И возлег на земли, на рогозине, На ней же поклоны тварях. И скоро наиди на мя сон мал, И вижу сердечныма очима моима, Темничное оконце мое, На все страны широко встал, И свет велик ко мне в темницу сияет, Аж же зрю прилежно на той великий свет, И начатой свет огустевати, И сотворись из того света воздушного, Лице, яко человеческое, Очи и нос и борода, Подобно образу нерукотворенному Спасову, И речемий той образ сица, Твой сей путь не скорби. И пакетой образ, Разлияся в свет, И невидим бысть, Аж же отворил очи мои телесные, И поглядел на оконце мое темничное, А оконце по старому, Як уже и преже бысть, Аж же рекох. Слава тебе, Господи! По множеству болезней моих В сердце моем утешение Твоя Возвеселиша душу мою. Псалом 93, стих 19. И той образ глазом своим Отгнал от меня тьму молодушия. От того времени стал терпеть И с радостью всякую нужу темничную, Благодаря Бога чая, И ожидая будущее, Грядущее радости, Обещанное Богом, Терпящим его ради Всяку скорбь и болезнь в весе сем. О всех сих славу, Христу Богу, Свету нашему, Во веки веком. Аминь. Да простите меня, Господия моя, Игда темничное то сиденье, В нечесом оскорбит мя И досадит, И опечалит горка, И аз окаянный, Не мога тая скорби терпеть, Стану о монастыре И о пустыне прилежно тужите, А себя укоря теситься, Ну, окаянный, На обещании в Соловецком монастыре В попы ставили, И ты не стал, И в монастыре нежил, И пустыню оставил, Терпи же ныне окаянно, И всякую беду, И горесть, И досаду темничную, И иная подобная сим из реку, Укоряя себя, И темничное сиденье уничижая. И последи сего Ми не проходят так, По пущениям Божиим Бесами ругаются И досажают тогда. И в имя Господи и братья моя, Во всяком малодушии, В слове и в деле, И в помышлении простить, И благословите, И молитесья о мне грешнем, Христу Богу и Богородице, И святым Его. Аминь. Чудо о глазах моих, Креста ради Христова. Егда послали к нам Никонияня новые мучители С Москвы в Пустоозерье Полуголову Ивана Елагина Со стрельцами. Он же, приехав к нам И, взяв нас из темницы, Поставил нас пред собою И наказ стал прочитать. Там у них писано Величество Царева, И после деписано У них Сица. Веруете ли вы В символе веры В Духа Святаго Неистинного? И тремя персты Креститесь, Охощите ли По нынешнему Изволу Цареву? Аще приимите Сии две тайны, И царь вас Вельми пожалует. И мы Отвещали ему Противу наказу Сице. Мы веруем И в Духа Святаго Господа Истинного И Животворящего, А тремя персты Креститесь, Не хотим, Нечестиво то. И по три дни Нудили нас Всяко сии Две отступные Вещи принять, И мы их Не послушали. И они нам Зато по наказу Отрезавши Языки И руки Отсекаша. Лазарю Священнику По запястья Феодору Дьякону Поперек Долоне Мне бедному Четыре перста Осемь костей. И посем Отведоши Нас Бедных В старой темнице. Ох, ох, Увы, увы, Дней тех. И обрубишь Около темниц наших С трубы И осыпашь В темницах Землею И тако Погребыша Нас Живых В землю С горкими И лютыми Язвами И оставиша Нам по единому Оконцу Куды нужная Пища Приимати И дровишек Приняти. И от того Времени Господи Содирал С них Руками Моими И уже Зило Изнемогши Очи Мои И не видел По книге Говорить И я Грешный Осем Опечалился Зило И уныл И тужил Немало Времени И Некогда Вуми Возлегшу На Одре Моем И Рекох Себе Ну Окаяние Эпифания Ел ты Много Пил Ты Много Спал Ты Много А Правили Келейном Не родил Ленился И не Плакал Пред Богом Изволи Свои Я Все Ныне Плач И Неволе Слепоты Свои Я Ныне Пришло Тебе Время Феофила Старца Он Плакал Тридцать Лет Над Корчагою Писан О нем В Потерике Печерском По Печерскому Потерику Инок Феофил Собирал Свои Слезы В сосуд Чтобы Предстать С ним Перед Богом Но Ангел Сообщил Феофилу Что Богу Угодны Только Те Слезы Которые Феофил Пролил От Сердца Не Помня О Сосуде Смотри Киево-Печерский Потерик Слово Тридцать Второе Памятники Литературы Древней Руси Двенадцатый Век Москва Тысяча Девятьсот Восьмидесятый Год Страница Пятьсот Семьдесят Первая Но он Феофил Был Заготовую Трапезу В монастыре А тебе Окаянному И дров В печь Положить Слепому Нелзе Аинага Подобно Сему Реков Себе Из глубины Сердечная Со слезишками Аиной Ко Господу Реков Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Мя Грешного По благодати Спаси Мя А не Подолгу Ими Жвеси Судьбами Не имею Во пред Тобою Благосотворенное Мною Ничтож Но Спаси Мя Ради Пречистая Богородица И святаго Аггела Хранителя Моего И всех Святых Твоих А иное Кое-что Поговорил К Богородице И к Аггелу И ко всем Святым Со Воздыханием И со Слезишками Да Помолится О мне Бедном И грешном Свету Нашему Христу Иисусу И так Лежа Плача И усну И скоро Вижу Сердечным Очими Моима Кабы Сотник К темнице Моей Пришел К оконцу И принес Много крестов Больших И малых Отесаны Большая Щепа Обита С них Оглавлены Якобы Те тут Креста Многим И кладя Ши Их На оконце Моя Темничная И речеми Сотник Сице Старчи Сделай Мне Крестов Христовых Много Надобно Мне И озряков Ему С печалью Уже Господине Нельзя Мне Ныне Крестов Делать Не вижу Осей Рука Больна Сечина Отошло Ныне От меня Рукоделие То И речеми Сотник Делай Бога Ради Делай Христос Тебе Поможет И не Видим Бысть Аз же Грешный Убудихся Яку От сна И рекох Себе Что Себудет Видение А глаза Таким У меня Болят По-старому И гноем Заплывают Я С руками Гной Содираю Сачей Моих С печалью Великую На силу Великую Гляжу И По-семь В третий День Прииде К темнице Мои Сотник Той же Яве В день И Принесем И древо Кедровое На кресты И Кляпичек И Долотечка Малинка Прежних Моих Снастей Крестовых Вести Принесе Будет Тебя Столка Христос Тебе Поможет И Аз Рек Ему Благослови Же И Ты Мене Бога Ради Кресты Делать Да И Помолимся О Мне Он Же Речем Да Благословит Бог Тя Кресты Делать И Помолюсь О Тебе И И Дет Темница Моя По Обычаю Благочина С Прощением Поклоняся Аз Же Грешный Превращай В Руках Моих Древо Кедровое Кляпичек И Долотеечка Глаголя Сица Господи Господи Иисусе Христе Истинный Боже Наш Что Се Будет Рука Болна И Очень Не Видит А Нудит Мя И Благословляют Раби Твои Их Ради Веры Великие И Прочих Рабов Твоих Желающих Креста Твоего Святаго На Поклонение Себе Помозими Господи Грешному Рабу Твоему Их Ради Молитв И С Началом Помолясь Христу Богу Свету И Богородице Матери Его Истинной И Святому Агелу Хранителю Моему И Всем Святым И Начал Крест Делать О Чудо Великое Христа Бога Света Нашего О Скорого Милосердия Спаса Нашего Христа О Дивнего Исцеления Чей Моих Бедных Креста Ради Христова Быть Очи Мои В том Часе Безболезненный И Светлый Зело А рука Моя Стала Потребна На службу Кресту Христову Слава Христу Богу Свету Нашему А всех Сих Во веки Веком Аминь И Игда Поможет Не Господь Крест Сделать Малый Или Большой Поклонный Или Воротовый Поклонный Большой Крест Воротовый Носится На шее И Аз Его Положу Или Поставлю На обычном Месте Честно И Поклонюсь Ему И Проговорю Ему Тропарь Спаси Господи Люди Своя И Кандак Вознес Ися На Крест Посем Песнь Шестую Кресту Плоти Преквождение Крест Душам Слава И Свет Вечный Слава Господи Кресту Твоему Честному Крест Врагом Губитель Крест Злочестивым Язвы И Пленения И Верным Держава Благочестивым Хранитель И Бесом Отгонитель Слава Крест Страсть Пагуба Крест Помыслом Злым Отгнания Крест Сокрушение Языческо Искусительно И Духовом Показась Ловительства И Ныне Крест Воздвижется И Падают Духов Воздушных Чинове Крест Снисходит И Нечестивее Все Ужасаются Яко Молнию Видящей Крестную Силу Посем Молитва Кресту Да Воскреснет Бог И Разыдутся Врази Его И Добежат От Лица Его Ненавидящие Его Яко Исчезает Дым Да И 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 Воск От Лица Огню Так А Да Погибнут Беси От Лица Любящих Бога И Знаменующихся Крестным Знамением И Да Возвеселимся Рекущ Радуйся Кресте Господень Прогоняй Бесы Силою На Тебе Пропятого Господа Нашего Иисуса Христа Во Ат Сошедшего И Поправшего Силу Дьяволю И Давшего Нам Крест Свой Честный На Прогнание Всякого Врага И Супостата О Пречестный И Животворящий Кресте Господень Помогай Нам Со Пресвятой Госпожою Богородицею Со Всеми Святыми Небесными Силами Всегда И Ныне И Присно И Во Веки Веком Аминь Пасем Кресту Твоему Поклоняемся Владыко И Святое Воскресение Твое Славим Триж И Поклоны Три Великие Таш Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Спаси Господи Помилуй Раб Своих И Дежа Будет Сей Крест Твой Честный Носящих И Держащих И Поклоняющих Сыму Молящихся Тебе Свету И Дом То И Место То И Дежа Будет Крест Твой Сей Святый Отгони От Ник Всяк Дух Нечист Лукав Бесов Его И Злых Человек И Всякое Действо Сатанина И Всего Бесов Его И Злых Человек И Избави Господи От Всякого Раскола Церковного И От Всякие Службы Еретические И От Всякие Скорби Гнева И Нужды И Печали И От Всякие Болезни Душевные И Телесные И Прости Им Господи Всякое Согрешение Волное И Неволное И Спаси Их Свет Наш И Молитвами Их Святыми И Мне Грешно Гороба Твоего Спаси Дай Богородице И Агелом Хранителем И Всем Святым О том же Помолюся Поклон Таш Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Со Страхом И Любовью Приступаю Ти Христе Поклон Земной Страхом Убо Греха Ради Любовью Ж Спасения Ради Поклон Земной И Приступя Ко Кресту Со Страхом Божиим Возьму Его Рукою И Целую В Подножие Глаголи Сицы Осени Меня Господи Устай Язык Благодатию Духа Твоего Святаго Силою Креста Твоего Святаго На Славу Тебе Свету И На Спасение Бедной И Грешной Души Моей Таш Лице И Очи Да Всегда Зрю К Тебе Свету Таш Уши Да Слышу И Разумею По Воле Твоей Святей Таш Главу И Ум Да Всегда Угодное Тебе Свет Утворят Таш К Сердцу Приложу Крест И Реку Сице С Умилением Господи Благодатью Духа Твоего Святаго Силою Креста Твоего Святаго Зажги И Запали Сердце Мое Любовью Твоею И Всю Внутреннюю Мою Да Всегда Горит К Тебе Свету И Очисти Мя Господи От Вся К Скверны Плоти И Духа И Спаси Мя Таш Поцелуй Его Пак И Реку Так Ожи Всех Рабов Твоих Носящих И Держащих И Любящих Тя Света Очи И Спаси И Держащих Положу Его На То же Место И Реку Верую Господи Яко Ты И Христос Сын Божий Распны Ся На Честнем Кресте И Воскрес И Поклоняюсь Тебе Свету И Честному Кресту Твоему И Воскресенью И Пречистой Богородице И Святым Аггелом Хранителем Нашим И Всем Святым Твоим И Поклон Земной Великий Или Два Таш Слава И Ныне Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Благослови Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молитв Ради Пречистой Ти Матери Силою Честного И Животворящего Креста И Святых Небесных Сил Бесплотных И Святых Аггел Хранителей Наших И Святаго Пророка И Предтеча Крестителя Ивана И Святых Славных И Всехвалных Апостол И Иже Во Святых Отец Наших Николы Архиепископа Мерликийских Чудотворца И Филиппа Митрополита Московского Всея Руси Чудотворца И Преподобных И Богоносных Отец Наших Зосима И Саватия И Германа И Или Архимарита И Иринарха И Гумена Соловецких Чудотворцев И Святаго И Мерек Его же Есть День И Всех Святых Твоих Помилуй Спаси Нас Яко Блак И Человек Любец Господи Помилуй Триш Сие Кресту Совершение Кресту Совершение Переработка И Соединение Разных Молитв А Игда Чадо Моя Любимая Афанасия Делаю Аз Кресты Те Прилежные Утомлюся Делая Их Доволна И Возлягу Опочинуте На Одре Моем И Усну Игда Первый Сон Отъедет От Мене Аз Жележу На Одре Моем Уже Не Спя Тогда Ми Чудные Глассы Бывают Повелевают Мив Остать И Делать И Кресты Сице От Вюду К темничному Моему Оконцу Приниче Яко Юноша Некий Доброгласный Чудным И Умиленным И Светлым Глассом Сотворит Мимолитву Сице Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Аж Жреку Аминь И Восстану И Того Дни Зеломи Поспешно Бывает В Рукоделии Крестов Да и Сему Ас Чадо Моя Афанасия Много Дивлюся Делаю Ас Сего Рукоделия Двадцать Пять Лет Или Мнит Меся Блис И Тридесяти Лет А Ни Которую Снастью Ни Руки Ни Ноги Ни 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 Соблюдает Мя Благодать Святаго Духа И Доднесь Окоянного Искушением Ас Живостану Тогда С печалью И Очищуся От Искушения По Преданию Старческому И того Дни Крестов Не Делаю Укоряя Себя Сице Недостоин Ты Окоянный Сего Святаго Рукоделия Делати Крестов От Рукоделия Крестов Только Имовал Ас Денег Четыре Денги Разве Хлеба И Рыбы И Нагонужных Телесных А то Все Отдавал Христа Ради Яще Кто Принесет Месь За Труды От Крестов Хлеба Или И На Что Яда Мое И Нужное Тело Моему Я Сприим У него Во имя Христова И Положу Ту Милостыню Предообразом Христовым И Пречистая Богородице И Прошу Милости У Христа Бога И Богородице Приносящему Рабу Христову И Чадом Его И Всему Дому Его Да Умножит Ему Христос Бог Вместо Сих Стариц И Благословит Его Во Вся Дни Живота Его И Весь Дом Его И Досподобит И Господь И В Будущем Вец Благословения Во Веки Веком Аминь Ну Чадо Мое Афанасия И Братья Мой Любимый За Любовь Христову Сказано Тебе Житие Мое Бедное И Грешное Да Сказано Тебе И Тайна Моя О Рукодели Крестовом И Аще Хощеше И Ты Твори Так Аже Да И Всем Тоже Говорю Рабом Господнем Любящим Христа Иисуса Тому Слава Ныне И Присной Во Веки Веком Аминь Да Молю Вас О Христе Иисусе Не Позазрите Господа Ради Простоте Моей Чадо Моей И Братья Моя И Отцы И Все Раби Христовы Чтущие И Слышащие Сия Вся Но Простите Мя Грешного В слове И В деле И В Помышлении И Благословите И Молитесь Амя А Вас Бог Простит Всем Вец И В Будущем Аминь А Сие От Пчелы Книги О Терпении Пчела Древнерусский Сборник Кратких Изречений Блажен Человек Иже Терпит Досаждения И Таит Прекословия Многие Грехи Рассыпают Книголюбец Мало Пищи Приемлет Понеже Стоит Межи Смерти И Бессмерти От Книги Маргарита В Начале Речи Бог Сотворим Человека По образу Нашему И По Подобию Толк Не По Телесному Начертанию Но Властный Сан А По Подобию Еж Добродетельми Уподоблятся Богу Сотворившему Человека Аминь Епифаний Цитирует То же Слово О Вочеловечении Господнем Иоанна Златоуста И Сборника Произведений Златоуста Маргарит Которая Цитирует Во Введению К Своему Житию Авваку Поп Лазарь Лазарь Челобитная Царю Алексею Михайловичу Лазарь Поп Из города Романово Появился В Москве Во время Никонова Патриаршества И проявил себя Противником Реформ Реформ За что Был Сослан Сибирь Время Высылки Его Неясно По Субботину Материалы Тон Первой Страницы 431 После Никоновых Соборов 50-х Годов Робинсон Он указывает Дату Ссылки 14 Июля 1661 Года Робинсон Страница 281 Отправленный В Тобольск Лазарь Продолжал Там Свою Проповедь О его Пребывании В столице Сибири Сохранился Недоброжелательный Отзыв Юрия Крижанича Ученого Серба Писателя Тоже Туда Сосланного Крижанич Уверяет Что Лазарь Был Буйн Склонен К самообольщению Что Ему В улице Бывах Утисны И Люди Его Под руки Водиша Когда Сам Не Можешь И До Дома Прийти Материалы Том 1 Страница 28 Пьянство Порог Совершенно Невозможный Для ревнителя Церковного Благочестия В то Время Может быть Крижанич Не Распознал Проповеднической Экзальтации Лазаря Способного Судя по его Сочинениям Достигать Апостольского Опьянения Но Впрочем Кроме Реплики Крижанича Никаких Других Свидетельств Об образе Жизни Лазаря Нет Незадолго До собора 1666 Года Лазарь Был С группой Прочих Сыльных Отправлен В Пустозерск За неистовое Прикословие Едва Доехав До Пустозерска Он Вынужден Был Поворотиться В Москву Куда Его Вызвали Для Соборного Суда Челобитная Представленная Лазарем Разбиралась На соборе Еще До его Приезда В ноябре 1666 Года Как проходила Передача Челобитной Неясно Разбор Челобитной Лазаря Произведенный Симеоном Полоцким Вошел В книгу Жезл Правления Изданную В 1667 Году Лазарь Нашел Разбор Неудовлетворительным А слова Свои В нем Искаженными Сразу По приезде В Пустозерск В феврале 1668 Года Он Сказал За собой Государева Слово И дело То есть Сообщил О своем Желании Высказаться По делу Государственной Важности Этим Высказыванием И были Две Челобитные Царю И Патриарху Отсылка И передача Челобитных Задержались В связи с тем Что Лазарь Не хотел Допустить К их чтению Никого Кроме Самих Высоких Адресатов Он считал Свои послания Тайными И крайне важными Судя по письму Диакона Федора На мизень Обе Челобитные Отсылались Уже В 1669 Году К тому Времени Царем До которого Дошло Слово И дело Лазаря Было Велено Взять С Лазаря Сказку О слове И деле Челобитные В списках Часто И называются Сказками Смотри Борсков Страницы С 317 И по 319 Из всех Пустозерских Писателей Лазарь Самый Неизощренный Слог Его Несколько Темен Там Где он Старается Высказаться По вопросам Особенно Таинственным И мистическим Это Впрочем Не мешало Челобитным Лазаря Пользоваться Вниманием Старообрядческой Рукописной Традиции В образе Мыслей Лазаря Поражает Полнота И последовательность С которой Он дает Символическую Интерпретацию Всему В мире Не признавая Иных Значений Кроме Священных Свитки Поданные Лазарем Царю И обе Его Челобитные Опубликованы Суботиным Материалы Том 4 И Борсковым Борсков Страницы С 53 По 67 Челобитную Царю Со Значительными Сокращениями Всего В ней 30 Глав Печатаем По изданию Суботина Сокращаем Рассуждения Лазаря О Никоновых Реформах И Толкования На Апокалипсис В которых Нет Конкретных Высказываний О текущем Времени В некоторых Списках Челобитной Предшествует Предисловие Объясняющее Обстоятельства Писания Выше Изложенные Борсков Страницы 318 319 Великий Апостол Павел Глаголит Да не Спраздница Крест Христов Первое Послание Апостола Павла Коринфянам Глава Первая Стих Семнадцатый Великий Апостол Павел Говорит Да не Опустошится Крест Христов Святый Григорий Богослов Глаголит Да не Истощится Крест Христов Истощанное Есть Креста Христова И Знамени Совершенного Образа Его Святой Григорий Богослов Говорит Да не Истощится Крест Христов Истощается Крест Христов И Изображение Его Священной Сущности Царю Благородну По что Новие Учители Истощили Крест Христов Одих же Павел Апостол Плача Глаголит Враги Враги Наричат Креста Христова Яко Испразнили Истощили Крест Христов Еже Есть Совершенный Образ Его Изменили Благородный Царь Ради Чего Новые Учителя Истощили Крест Христов О них Апостол Павел Плача Говорит Называет Их Врагами Креста Христова Ибо Они Опустошили Истощили Крест Христов То есть Исказили Его Совершенный Образ Ипаки Глаголит Мне Речи Не Буди Хвалитеся Токма О Кресте Господне И Еще Он Говорит Я не стану Хвалиться Ничем Только Крестом Господнем Послание Апостола Павла К Галатам Глава Шестая Стих Четырнадцатый На нем Же Страдав Уби Страсти Того Уба И мы Известно Держимся Креста Господня Похвалы Всех На нем Пострадав Господь Уничтожил Страдания Того Ради И мы Храним Нерушимо Крест Господень Славу Всех Преднаписание Ко царю Благородному Предуведомление Благородному Царю Благочестивый Государь Царь Великий Князь Алексей Михайлович И Маши Власть Божия Сего Ради Божественное Сотворя Те Смеише Божия Есть Еже Грехи Оставлять И Зрение Божественного Сподоблять Благочестивый Государь Царь Великий Князь Алексей Михайлович Ты Обладаешь Властью Божьей И Потому Смеешь Творить Божественные Дела Божьи Жи Дела Это Грехи Прощать Божьей И Божьей Божьей От От Вся 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 Церковная Слово И Царево Тайное О Присуществе Святые Троицы Вся Вся Сверх Существенности Святой Троицы Единородный Образ Отеч Образ Присносущая Его Образ Рабий Приемлет От Неискусобрачная Матери Исшет Неприложение Претерпе Ежебобе Прибысть Бог Сы Истинен И Еженебе Прият Человек Быв Зачеловечися Единородный Сын Образ Отца Образ Вечности Его Принимает Образ Раба Родившись От Матери Неиспытавший Брака Неизменения Претерпел Ибо Он Остался Тем Которым Был Всегда То есть Богом Истинным И чем Не был То Воспринял Вочеловечившись Сделался Человеком Невосхищением Непщего Быть Равен Богу Но Себе Умолил Зрак Рабий Приим Правление Жадержа Пречистых Сил Ощи Вояс Лях Скоти Их Возлежит И Пеленами Повится И Прочая Сил Утаився Елика Примирных И Елика На Земли Во Человечище Юна Из Адама Отроча Смешение Родися Сын И Верным Дастся Будущему Веку И Не Через Возвышение Своё Полагал Быть Равным Богу Но Себя Унизил Принял Вид Раба Но Управляет Божественными Силами Даже И В Хлеву В Корыте Для Скота Лёжа В Пеленке Завёрнутой А другие Силы Скрывая Как Надмирные Так И Земные Вочеловечился Младенцем От рода Адамова Родился Сын Соединения Награда Верным В Грядущие Времена Сей Есть Князь Нарицается И Велика Совета Ангел Он Именуется Князем И Ангелом Великого Совета Сей Есть Крепок Един В Троице Славимый С Прибытием Бог И Жадержай Областью Всю Тварь И Предведай Вся Прежде Бытия Он Крепок Един В Троице Восхваляемый Бог Держащий Власть Над всем Сотворенным Миром И Предвидящий Все Заранее О Восстании Великого Князя Михаила Пророк Даниил Во время Оно Рече Восстать И Мать Михаил Князь Великий Настояй Над Сынами Людей Твоих И Во то Время Сказал Пророк Восстанет Михаил Князь Великий Стоящий Над Сынами Народа Твоего Книга Пророка Даниила Глава 12 Стих 1 Образ Михаила Под влиянием Книги Даниила Вошел В особенно Распространенную В России Расширенную Редакцию Откровения Мефодия Потарского В ней Царь Михаил Выступает В роли Последнего Царя Пытающего Соутвердить Справедливость Побеждающего Внешнего Врага И в момент Кончины Мира Вручающего Свое Царство Богу Смотри Тихонравов Памятники Отреченной Русской Литературы Москва 1863 год Том 1 Страница 263 И другие А всем Много Писать И ныне Тем Уба Выставляет Приченному И Поставляет Во главу Правление И власть Божественную Вручает Отцу Твоему Государеву Благочестивому Царю И великому Князю Михаилу Федоровичу Всея Великия Руси И прочих Язык Самодержества Об этом Много Ныне Надо Писать Так По Пророчеству Поднимает И ставит Во главу Правление И власть Божественную Вручает Отцу Твоему Государь Благочестивому Царю И великому Князю Михаилу Федоровичу Всей Великой России И прочих Народов Самодержества Сим же так О бывшем Паке Вставляет Сын Божий Ко Просвещению Разума И во Славу Царства Его Столпа Правоверия Нового Страдальца Исповедника Святейшего Патриарха Филарета Никитича И вручает Ему Престол Соборная Великая Церковь И еще Возводит Сын Божий Ради Просвещения Разума И во Славу Царства Его Отца Его Государева Опору Правоверия Нового Страдальца За Христа Пострадавшего Святейшего Патриарха Филарета Никитича И вручает Ему Престол Соборной Великой Церкви Сей Убоистинный Пастырь Подтверди Прежде Бывший Святый Поместный Собор И же Бысть В лето Семь тысяч Пятьдесят Пятом Году При Царе Иване Васильевиче Этот Великий Пастырь Подтвердил Решение Прежде Бывшего Сто Главого Поместного Собора Который Был В Семь тысяч Пятьдесят Пятом Тысяча Пятьсот Пятьдесят Первый То есть Семь тысяч Пятьдесят Девятый При Царе Иване Васильиче Сей Уба Святый Пастырь Собор Не Осуди Извержа Иону Митрополита Сарского И Подонского И же Не Крести Совершенно Белорусцев И Новоявльшиеся Ереси Белорусские И Лятские И Латынские До Конца Исторжа И Вся Предание Отеческое Управе И Книги Плевельные Позже А Православное Утверди И С миром Скончайся И Приложися К Отцем Своим Этот Святой Пастырь Осудил Соборно И Лишил Чина Иону Митрополита Сарского И Подонского Который Не Крестил Как Подобало Белорусов И От Новоявленные Ереси Белорусские Польские Латинские До Конца И Сторг И Всеотеческие Установления Стал Хранить И Соблюдать И Книги Сорный Сжег А Православие Утвердил И С миром Скончался И Отошел К Отцам Своим Патриарх Филарет Осудил Митрополита Иону За то Что тот Допускал Переход Католиков В Православие Без Перекрещивания На Соборе 1620 Года Созванном По этому Вопросу Требование Перекрещивания Было Подтверждено Но иона Не был Извергнут Из сана Макарий История Русской Церкви Санкт-Петербург 1882 Год Том 11 Страницы С 23 По 30 От сих Убокорени Произведы Тя Бог И предаст Тебе Власть Свою Самодержество Великой Руси И прочих Язык Век Века Жезл Правости Жезл Царствия Твоего И от этого Корня Произвел Тебя Бог И дал Тебе Власть Свою Самодержество Великой России И прочих Народов Век Века Жезл Справедливости Жезл Царствия Твоего Сего Ради Исповемся Имени Твоему Великому Яко Страшно И Свято Есть И Честь Царства Суд Любит Сего Ради Исповедуемся Имени Твоему Великому Ибо Оно Страшно И Свято Честь Царство Суд Любит Суд И Правду У нас Ты Сотвори Яко Правда И Судьба уготования престола твоего. Обрящится рука твоя всем врагом твоим, десница твоя обрящит вся ненавидящая тебе, яко положишь их, яко печь огненную во время царства твоего. Сотвори над нами справедливый суд, ибо правда и справедливость — удел твоей власти. Твоя рука достигнет всех врагов твоих, достигнет всех ненавидящих тебя, и вергнешь их, как в печь огненную, во время царствования твоего. Подобно есть царство небесное неводу, вержену в море и от всякого руду собравшу, ежигда извлекоша и на край, и седши избраша добрые в сосуды, а злые извергаша вон. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 47-48. Подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. И когда вытащили его на берег и усевшись, хорошее собрали в сосуды, а худое выкинули вон. Подобает и тебе, царю благочестивому, избрать догматы отеческие, а ложные отбросить. Об очной ставке Царю благородный, имеешь и власть Божию, суди, якоб Бог, не обинуясь, а лица человеческа. Царь благородный, ты имеешь власть Божию, суди, как Бог, беспристрастно, невзирая на лица. Повели, государь, дать неочную ставку со властьми и с новолюбными книжниками, кто из них похочет, в тех их вышеписанных богохулных ересях, перед кем ты, государь, изволишь от своего синклита. Повели, государь, дать неочную ставку со властями и с книжниками-новолюбцами, кто из них захочет стоять, за те их вышеписанные богохульные ереси, перед теми, кого ты, государь, назначишь из своего совета. А с веры, государь, очные ставки, да повелит твоя божественная царская власть, идти нам на общую правду, на Божию судьбу. Предо всем царством самовластно взыти на огонь во извещение истины, и доявлено будет благочестие Отец твоих, и отымется всякое сомнение от душа благочестивых, и соединится Святая Церковь, и единогласно дославится Всесвятый Дух. А с веры, государь, очные ставки, да повелит твоя божественная царская власть, идти нам на общее испытание, на Божий суд, перед всем царством самовольно взойти на костер во имя истины, доявлено будет благочестие отцов твоих, и отпадет всякое сомнение от душ благочестивых, и соединится Святая Церковь, и единогласно дославится Всесвятой Дух. О лживых архиереях и о прелестных учителях, и калика от них злая сотворишися, и о клятве их бесовской, як они, что же клятва их. О лживых архиереях и об учителях-совратителях, и о том, сколько от них зла совершилось, и о бесовском их проклятии, и о том, что проклятие их ничего не значит. Царя Константина Великого мало было во арианство не свели, и на убийство священно-мученика Петра наустиша, а правоверных ганиша и кляша. И ничто же успе клятва их верным. Царя было обольстиша, и собором исправиша, они же зле погибыша. Царя Константина Великого чуть было не совратили в арианство, и на убийство священно-мученика Петра толкнули. А правоверных гнали и проклинали, но проклятие их не повредило верным. Царя было обольстили, но собором исправили. Обольстители же погибли злой погибелью. Список царей, соблазненных в ересь лживыми учителями, приводимый Лазарем в этой главке, тенденциозен. Расстановка сил в ряде случаев представлена Лазарем, искажена даже по отношению к концепциям хронографа. Константин Великий отличался веротерпимостью и не подвергал гонению христиан. Священно-мученик Петр Александрийский принял мучения от Максимиана Галерия. Константин не имел отношения к его смерти. Спор с Арием против идеи тварности Христа вел не Петр, а другой епископ Александрийский Александр. Спор начался в 318 году, но по хронографу епископ Петр успел отлучить Ария еще до начала полемики. Арий был осужден на Первом Вселенском Соборе в 325 году, собранном при участии Константина Великого. Сам Константин до конца жизни проявлял некоторую склонность к рианству. Царя Феодосия Великого, лживие учители прелестным учением о воскресении мертвых, поколебаша и нагонения праведным подвигаша. Царя Феодосия Великого лживые учителя с облазнительным учением о воскресении мертвых поколебали и подвигли нагонения праведных. И Ащене бы обратился на молитву, и тем извещение от Бога прият и спасен бысть. И он не спасся бы, если бы не обратился к молитве и не получил бы благодаря ей извещение от Бога. И паке Македоний патриарх с товарищи в духовборство было привели его и собором исправися. И снова Македоний патриарх с товарищами чуть было не преклонили его к духовборству, собор укрепил его. Македоний. Македоний. Константинопольский епископ 355-359 годы развивал идею тварности Святого Духа. Македонианство – одна из ересей, для борьбы с которой император Феодосий Великий созвал Второй Вселенский Собор. 381 год. Константинопольский Собор, среди прочего, разработал формулировку учения о воскресении мертвых и о жизни будущего века, вошедшую в символ веры. Царя Анастасия, патриарх Севир, с товарищи, в прелесть, не зложиша, и собор свой собрали, а святые, Четвертый Вселенский Собор, святых отец, 630 проклинаша, и всех держащих предания их. И что у баклятвы их бесовская, успе, святым отцем и верным. Царя Анастасия, патриарх Севир, с товарищами, совратили, и собор свой собрали, а святой Вселенский Четвертый Собор, 630 святых отцов, прокляли, а также и всех, кто придерживался его решений. Но повредили ли проклятия их бесовские святым отцам и верным? Ничто же есть царя прельстиша и сами зле погибыша, клятва их на горшее осуждение быстим. Нет, царя прельстили и сами приняли злую погибель, и эти проклятия лишь усугубили тяжесть их осуждения. Император Анастасий Дикорос, 491-518 годы, по хронографу мерзкий злочастивый еретик, проклявший Четвертый Халкидонский Собор. Вселенский Собор в Халкидоне, 451 год, был созван для борьбы против Евтихиевой Ереси, монофизитства. Патриарх Антиохийский Севир отверг решение Собора. Севир был осужден на Константинопольском Соборе в 518 году. Царя Лва и Савринина зли ученицы дьяволи по десяти лет их царства его от благочестия от Торгаша и гонения великоподвижия на верных. Царя Льва и Савринина по прошествии десяти лет царствования его злые дьяволовы ученики отторгли от благочестия и он начал великое гонение на верных. Император Лев и Савринин соправитель Константина Капронима царствовал с 717 по 741 год. Выступал против почитания икон. И царя Ираклия Божественного и Патриарха Сергия епископ зловерен прельсти така и скончастася гонения же на правоверных неподвигуша и того ради святыми поминаеми еста. И царя Ираклия Божественного и Патриарха Сергия зловерный епископ обольстил. Так они и скончались, но гонений на правоверных не вели и потому поминаются как святые. Ираклий 610-641 годы победитель персов, освободивший из плена крест животворящее древо, по хронографу был прилечен в ересь единовольную монофизитство Афанасием патриархом Яковицким и Сергием патриархом Царьградским. Хронограф страница 306 Царя Василия Македонина с сыном его Лвом Премудрым епископ некий смутив и того ради лев сидел в темнице много, всему история свидетельствует. Царя Василия Македонина с сыном его Лвом Премудрым епископ некий смутил и потому лев сидел в темнице долго, об этом история свидетельствует. По хронографу, страница 352, Волхв Сантаврин интриговал против льва Премудрого, не доверявшего ему, и оклеветал его перед отцом императором Василием Македониным. В 867-868 годы лев был брошен в темницу, позже отец пожалел его и простил. И ты, государь, не во всем вере наволюбцам, ей-ей глаголю садовидам, яко несть во устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортаньих, языки своими льщаху, суди им Божие и прочее. И ты, государь, не верь во всем наволюбцам, ей-ей говорю с Давидом, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортаньих открытый гроб, языком своим льстят, осуди их Божие и прочее. Псалом 5 стихи 10-11. И паки глаголит, положи на небеси уста своя, и язык их прийде по земли. Сего ради обратятся люди и сема, и дни исполнь обрящутся в них. И еще говорит, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, и потому туда обращают люди взоры свои и видят их в благополучии. Аще глаголах повем тако, се ради сынов твоих, ему же обещахся. Не пщевах разуметь, и се труд есть предо мною донди же, вниду восветила Божия, и, разумею, последняя их. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в Освятилище Божие и не уразумел конца их. Псалом 72 стихи 9-10 и с 15 по 17. А чем пространнее пишет евреин Филон Философ? Об этом подробнее пишет иудей Филон Философ. Евреин Филон Философ. Очевидно, Филон Александрийский. Приблизительно 20-й год до нашей эры, 50-й год нашей эры. Представитель еврейского эллинизма, толкователь Ветхого Завета. Не ясно, почему Лазарь упоминает его здесь. О исправлении книг церковных в Великой Руси. О исправлении книг церковных в Великой России. Князь Василий Иванович, когда книги исправи и святые церкви умери, и того ради Великая Руси, какова дара благодати Божия, сподоблена бысть. Князь Василий Иванович, когда книги исправил и внес мир в Цветую Церковь, и того ради, какого дара Божьей благодати удостоилась тогда Великая Россия. Упоминается исправление книг, которым руководил Максим Грек. «Сыну его, царю Ивану Васильевичу, покори Бог царство Казанское и Сибирское с прочими языки, и оттоли царско-божественная власть учинися, и патриаршерский престол имена Вася». Сыну его, царю Ивану Васильевичу, Бог покорил царство Казанское и Сибирское с прочими народами, и с того времени установилась царская божественная власть, и возник патриарший престол. И к извечению благочестия святая Риза Сына Божия, преславная от нечестивого, царя и многие святые божественные иконы Спасовы, и причистые госпожи Девы Богородицы, многие святые мощи святых и иконы, явившиеся и чудотворях у многое, и сего множества ради, невозможно нынче описать и подробно. И свидетельствуя об утверждении благочестия, явилась святая Риза Сына Божьего от нечестивого царя, и многие святые божественные иконы Спаса, и причистые госпожи Девы Богородицы, и многие святые мощи святых и иконы, явились и стали творить чудеса, и всего этого было так много, что и описать подробно невозможно. Патриаршество было утверждено в России в 1589 году. С конца 16-го, и особенно интенсивно в первой половине 17-го века, иерархами греческих церквей в Россию перевозится множество реликвий, мощей, икон и прочего. В ответ из России на поддержание греческих церквей идут огромные денежные пожертвования. Получение Ризы Господней от Шаха Аббаса, 1625 год. Макарий. История русской церкви. Том 11. Страницы 63 по 66. О изменении книг и благолепоты церковная и чинов. Об изменении книг, благолепия церковного и порядка. Богу, попустившему за наше согрешение, Тебе, царю благородному бывшему на брани, Злый пастырь, быв во овчей коже волк, Никон Патриарх, Измени святые чин, Изврати книги, И благолепоты святые церкви опровержа, И нелепые раздоры и чины Во святую церковь внесе от разных ересей, И гонения великоученицы его Правоверным творят и донесь. Бог попустил за наше согрешение. Когда ты, царь благородный, был в походе, Никон Патриарх, Злой пастырь, Волк в овечьей шкуре, Изменил святой порядок, Извратил книги, Благолепие святой церкви нарушил, И нелепые раздоры и беспорядки Во святую церковь внес из разных ересей, И правоверные терпят до ныне От учеников его великое гонение. Что же от всего в Великой Руси сотворися? Ничто же добра быть! Что же из-за этого в Великой России произошло? Ничего хорошего! Но токмо кровопролитие и рати, Морове Велиции, Междоусобные брани и пожары великие, Громы страшные, И каменья с небеси нисходящие, Человецы побивающие во обличении отступником, Изменяющим предания святых отец. Но только кровопролитие и сражения, Моры великие, Междоусобные битвы и пожары великие, Громы страшные, И камни, Падающие с небес, Людей побивающие во обличении отступником, Нарушающим установление святых отцов. А церковное раздражение повсюду, И народу вселюдску тягота великое, А пребывающим в законах отеческих гонение великое, И повсюду церковные раздоры, И всему народу тягость великая, А сохраняющим законы отеческие гонение великое. «Многое убо святая места ученицы Никонова разориша, И не покоряющихся ложному учению их, Многих злою смертью Мариша, А иных в дальние ссылки заточиша, В темницах за Мариша, А иных огню придаша». Итак, вот многие святые места ученики Никонова разорили, И многих тех, кто не покорялся ложному их учению, Злой смертью уморили, А иных в дальние ссылки заточили, И в темницах заморили, А иных огню предали. «И тебя, благочестивого царя, Лжею своею на гнев подвигуша, Отеческие книги и благо лепоту обругаша, И прочее от них правоверным, Ох, ох, и, увы, сотворися!» «И в тебе, благочестивом царе, Ложью своею вызвали гнев, Над отеческими книгами и благолепием надругались, И еще многое другое пришлось, Ох, ох, и, увы, Вытерпеть от них правоверным!» «О сих молим тебя, царю благородный, Дашь нам суд праведен, А мы, богомольцы твои, Во святую церковь ничто же вносим Или износим, Вся преданная нам законом И пророки, и евангелисты приемлем, И чествуем, и лобызаем, И никто же сих дали ищем, И предел вечных не прилагаем, Я же положиша, отцы наши!» «Тебе шаботи и глаголище, Но дух, и же от Бога Отца!» «Молим тебя, царь благородный, Соверши праведный суд над ними, А мы, богомольцы твои, Во святую церковь ничего не привносим И не износим, Но все завещанное нам заветом И пророками, и евангелистами Принимаем и чествуем, И лобызаем, и ничего другого не ищем, И не изменяем тех вечных пределов, Которые положили отцы наши, Ибо не они определяли, Но дух святой, От Бога Отца исходящий!» О простоте сердца, И о простыне душа, И лже-пророце, О простосердечии, Простодушии, И о лже-пророке! «Провиди, Сын Божий, Чистоту царского сердца твоего, И простыню душа, Блажене, чисте и сердцем, И о котии Бога узрят!» «Провидел, Сын Божий, Чистоту царского сердца твоего, И простосердечия, Блаженны, чисты и сердцем, Ибо они увидят Бога!» Евангелие от Матфея, Глава 5, стих 8. «Всякая душа проста благословенна, И, ходя и просто, Ходит во уповании вечного живота. Всякая чистая душа благословенна, И ходящая прямыми путями, Ходит в надежде на жизнь вечную. «Надеющийся на Бога, Як гора Сион не подвижется вовеки» «Надеющийся на Бога, Как гора Сион не сдвинется вовеки» Псалом 124, стих 1. Не точно. «На Господа имея надежду не устрашиться и тогда, Ягда огнемся судите и мать, и мукою. Того ради поуступает на тебя, Як на Иова, Да чудно нечто покажет о тебе, И чудишася зверю, Его же исцеле язва ружная». Имеющий надежду на Бога не устрашиться И тогда, когда все будет судимо огнем и муками. Того ради допускается на тебя напасть, Как на Иова, Чтобы что-нибудь чудесное случилось с тобой. И по апокалипсису восхищались чудом, Когда у зверя исцелилась кровавая рана. Зверь, у которого исцелилась язва смертная. Апокалипсис, глава 13, стихи 3 и 12. Ружный, безобразный. «Посему подобайте от сих исцелитесь». Ириней святый глаголит, «Исправитесь раздельшемуся царству на мало время, Или единому от пророк, Антихристу умершу, Прелестно воскреснути в чин свой». Поэтому подобает тебе от этих исцелиться, Ириней святой говорит, Восстановится распавшееся царство на краткое время. Или один из пророков, Когда Антихрист умрет, Обманно воскреснет И восстанет в своем чине. «Того ради подобайте царю заповедать И благородным чадом своим, Да пребывают в законах отеческих Вовеки неотступно, А пророка прелестного В свой чин да не возводят, Да не горше, что постражут. «Того ради подобает тебе царю Требовать от благородных детей твоих, Чтобы держались они отеческих законов Вовеки неотступно, А пророку ложному пусть власти Не дают, чтобы не было Горшего страдания». Осем летописном лжепророке Глаголит Иван Богослов, «Яко чудеса и мать творите, И огонь с высоты свидет, Хотя всех вести в погибель». Об этом в летописях, Описанном лжепророке, Говорит Иван Богослов, «Что чудеса будет творить, И огонь с неба не заведет, Желая всех ввести в погибель». Здесь комментируется Апокалипсис, Глава 13, стих 14. «И таковая бы, видевши, Не прельстился, Взирали бы на Писание Ивана Богослова, И симбы утверждалися, Ащи ли на ино, Что взирати будут, Соблазняться и погибнут? Тогда сущие во Иудеи Добежат на горы». Горы глаголит Писание Пророк и апостол. «И чтобы увидевшие такое Не обольстились, Нужно им помнить Писание Ивана Богослова И на них опираться. А если на иное, Что обопрутся, То соблазняться и погибнут. Тогда находящиеся в Иудее Пусть бегут на горы». Горами он называет Святое Писание Пророков и апостолов. Евангелие от Марка, Глава 13, стих 14. О Риме и Цареграде. Царьград, Новый Рим, Именовась от властей, Не ради чин и обычаев попешских, Но ради благочестия, веры И содержания законов отеческих. А ныне Рим заразная ереси По Писанию Вавилон и Египет, Игда в Риме духовный человек, Папа, восхитий, нося Царскую Божию власть, И от то ли антихристово Властительство есть в Риме, Сицебо и о Цареграде, Якобожие царские власти Не имеют. Царьград властители называли Новым Римом, Не из-за порядков и обычаев, Свойственных папству, Но из-за благочестия веры И соблюдения законов отеческих. А теперь Рим за разной ереси Стал, как названо в Писании, Вавилоном и Египтом. С тех пор, как в Риме Человек духовного чина, Папа, Захватил себе царскую Божию власть, Господство антихристово Утвердилось в Риме. То же и о Цареграде, Можно сказать, Ибо Божьей царской власти Не имеют. Наш глагол Может благочестия ради Великая Русия Новый Рим Именоватися, Яко главный папин чин, Еже есть Святый клобук Первого святаго Папы Селиверста, Сотворен Святым Царем Константином Появлению, В Русию Послан бысть В Великий Новгород, К архиепископу Василию При Патриархии Цареграде Филофеи. А ныне, Государь, Наши власти И то Божие Изменили дарования, И то их Неявная ли Плутость. Наше слово. Благодаря своему Благочестию Великая Россия Может именоваться Новым Римом, Ибо главный Знак папской власти Святой клобук Первого святого Папы Сильвестра, Сделанный Святым Царем Константином После явленного Ему чуда, Был послан В Россию Великий Новгород, К архиепископу Василию При Патриархии Цареградском Филофеи. А ныне, Государь, Наши власти И этот Божий дар Изменили. Неявная ли Это их Плутня? О Изгублении Божественные Царские Власти. О Погублении Божественной Царской Власти. В окрестных Царствах Болгары, Угры и Прочие Таковии, Игда В законах Отеческих Неоступно Прибываху, Тогда Божественную Царскую Власть Над собой Имееху, И окрестным Языком Вобраниях Страшни И Храбри Бееху. Игда Даже в законах Отеческих Соблудиша, И того Ради Божественную Царскую Власть Изгубиша, Тем Ныне Окрестным Нечестивым Языком В Порабощении Выше. В окрестных Царствах Болгары, Венгры и Прочие Народы, Покуда Отеческих Законов Твердо Держались, Божественную Царскую Власть Над собой Имели, И в Битвах Храбры Были, И страшны Соседним Народом, Когда же От Отеческих Законов Уклонились, Тем Царскую Божественную Власть Погубили, И к Соседним Нечестивым Народам В Рабство Попали. О Российском же Царстве Глаголит Пророк Иезекииль, Воздвигнет Господь Руку Свою На Князя. О Российском же Царстве Говорит Пророк Иезекииль, И поднимет Господь Руку Свою На Князя. У Иезекииля Рука Господня Простерта На Страну, То есть Стране Посланы Голод И Бедствия. Глава 14 Стих 13 И ты, Государь, Чти Историю Еллинскую. И ты, Государь, Читай Летописец Еллинский. Имеется Ввиду Эллинский Летописец Свод, Включающий И Священную Историю. От Ноевых Детей От Внучаты До Пророков И Апостолов И Се У Разумееши. От Ноевых Детей Внучаты До Пророков И Апостолов И Тогда Поймешь. Царю Глаголет Хвосты Непо Непоступно Пребываху Оттого И Благородный Летописец Ириней Но Изменение От Временных На Нетленное И Лучшее. Подобает Нам Боятеся Вторые Смерти, О ней же Глаголит Сын Божий. Не Убойтеся От Убивающих Тело, Душу Немогущим Убите, Убойтеся, Паче Имущего Власть По Смерти Сей И Душу И Тело Воврещи В Дебрь Огненную. Евангелие От Матфея Глава Десятая Стих Двадцать Восьмой Неточная Цитата Царь Благородный, Не обманывая Душу Твою, Пишу К Тебе Не ради Суетных Почести И Не страха Смерти, Которой Ты Угрожаешь. Нет, Нет. Это Тобой Наносимая Нам Смерть Не Смерть Вовсе, Но Изменение Из Временного Внетленное И Лучшее. Подобает Не бояться Второй Смерти, О ней Говорит Сын Божий, Не бойтесь Убивающих Тело, Душу Жи Немогущих Убить, Бойтесь Больше Того, Кто Имеет Власть После Этой Смерти, Вергнуть И Душу И Тело В Гиенну, Да, Говорю Вам, Этого Бойтесь. Царю Благородный По Что Сего Не Боишися? Как О Книге И Все Предания Святых Отец И Благолепоту Святые Церкви Измените Попустил Еси О Студных И Мерзких Архиереев И Ереев Клятвы Боишися, Яко Царь Ахав Вааловых Их же Клятва Нич Тоже Может, Яко же Выше Сего Песах Асем. Царь Благородный, Почему Сего Не Боишься? Как Ты Допустил Изменение Книг И Свято Отеческих Преданий И Благолепия Святой Церкви? А Боишься Проклятий Бестыдных И Мерзких Архиереев И Иреев Как Царь Ахав Боялся Проклятий Вааловых Жрецов? А Их Проклятие Ведь Бессильно Как Я Выше Писал О Том Мы Не Судим Тебе Царю Но Словеса Божия Из Святых Его Пишем К Тебе Те Имут Судитеся С Тобою В день Страшного Суда Игда Приидет Сын Божий Мы Не Осуждаем Тебя Царь Но Слова Божии Из Святых Его Пишем К Тебе Они Будут Судиться С Тобой В день Страшного Суда Когда Придет Сын Божий Глаголит Бо Аз Не Сужу Но Слово Я Же Глаголах Вам То Судите Вы И Мать Он Говорит Я Не Сужу Но Слово Которое Я Говорил Вам Будет Судить Вас Весьма Приблизительно Евангелие От Иоанна Глава 13 Стихи 47 48 Яко Живо Есть И Действенно И Острейше Паче Всякого Меча Обоюду Остро И Проходить Даже До Разделения Души Же И Духа Членов Же Мозгов И Судительно По Мышлениям И Мыслям Сердечным Послание Апостола Павла К Евреям Глава 4 Стих 12 Ибо Живо Свою За Вы Положите Яко Да Пребудет Вашего Благородия Божественная Царская Власть Вовеки Неизвратно И Непоколебимо И Да Управится Вами Закон Отец Ваших И Умирится Святая Церковь Воединство Я Я Я Я Грешный Ради Закона Отцов Твоих И Ради Вашего Великого Рода Если Бог Позволит Готов Не Только Темничные Муки Терпеть Но И Душу Свою За Вас Положить Да Пребудет Вашем Великом Роду Божественная Царская Власть Во Веки Неизвращенной И Непоколебимой Да Утвердится Вашей Властью Закон Отцов Ваших И Успокоится Святая Церковь Воссоединившись В Единство О Пьянстве Жены Я Ко Последнее Благочестивое Царство Твое Великая Русия О Пьянстве Жены Которая Есть Последнее Благочестивое Царство Твое Великая Россия Того Ради Богослов Глаголит И Прииди Один От Седмих Ангел И Мущих Седм Фиял Последних И Глагола Со Мною Глаголями Ведемя В Пусто Место Духом О Том Говорит Богослов И Пришел Один Из Семи Ангелов Имеющих Семь Чаш И Говоря Со Мною Сказал Мне И Повел Меня В Пустыню Духом Не Влез Бездушный Но Волон Пустыню Вышеписанную Пусту Жи Быти Глаголит Ю Духом Еже Есть Духовного Истинного Учения Опустеть Ей Мать Не Влез Бездушный Но В эту Пустыню Вышеписанную О ней Говорит Что Она Будет Пуста Духом То есть Опустеет Без Духовного Истинного Учения И Показами Жену Сидящую На Звере Червлением И Мущим Глав Седм И Рогов Десять И Жена Бе Пиана Кравми Святых И Кравми Свидетелей Иисусовы И На Челе Я Написана Тайна И Подивися Богослов Дивом Великим И Речи Ангелов Что Дивишися Апокалипсис Глава Семнадцатая Стихи С первого По шестой И Показал Мне Жену Сидящую На Звере Багряном Имеющим Семь Голов И Десять Рогов И Жена Была Пьяна Кровью Святых И Кровью Свидетелей Иисусов И На Челе Ее Написано Тайна И Подивился Богослов Удивлением Великим И Сказал Ангел Что Ты Дивишься Время Было Жене Сей И Стрезвитеся Изложите Гордость И Всяку Злобу И Плакатесе Пьянство Своего Яко Не Вином Пьяна Есть Но Кровью Християнскую И Кровью Свидетелей Иисусовых И Время Было Жене Протрезвиться Отбросить Гордость И Всякую Злобу И Оплакивать Пьянство Свое Ибо Не Вином Пьяна Но Кровью Христианской И Кровью Свидетелей Иисусовых Здесь Есть Терпение Святых И Же Соблюдают Заповеди Божия И Веру Иисусову Здесь Стойкость Святых Хранящих Заповеди Божия И Веру Иисусову Блажение Отныне Умирающие Господи Допочуют От Трудов Своих Ей Глаголит Дух Святый Апокалипсис Глава 14 Стих 13 И Прочее Блаженные Отныне Умирающие В Господе Они Упокоятся От Трудов Своих Да Говорит Дух Святый И Прочее Ксим же Дерзает И Сегла Голоте Царица Есмь И Вдова Несмь И Рыдания Неимам Видите Сверх Того Дерзает Она Так Говорит Царица Я Но Не Вдова И Не Увижу Горестей И Сего Ради Воедин День Приидут Язвы Ей Смерти Плач Глад И Огнем Сожжена Будет Я Крепок Господь Бог Судяй Апокалипсис Глава 18 Стихи Седьмого По Восьмой И Зато Однажды Нападут На Нее Болезни Смерти Плач Голод И Огнем Сожжена Будет Ибо Силен Господь В Суде Своем Ей Глаголит Богослов И От Ангела На Выцеше Тайны И Глаголит Ангел Прииди Дрекути Тайну Жены Зверя Носящего Ю И Зверь Его Же Видел Еси Бе И Несть Глава 17 Стихи Седьмой Восьмой Да Говорит Богослов И От Ангела Узнал Тайны И Говорит Ангел Приди Я Скажу Тебе Тайну Жены Зверя Носящего Ее Зверь Которого Ты Видел Был И Нет Его И Той Есть Осмый И Же Поседмих Будет И В Пагубу Идет И Того Ради Подобает Нам В законах Отеческих Крепко Стояти А Наследие Багря Народных Не Погубляти За Нецарство Твое Прочим Людям Не Останется Повыше Писанных А Ще И Смесится Море Скляное Со Огнем Глаголит Благочестие С Нечестивыми Догматы Всем Во Знамени Скончается Гнев Ярости Сына Божия И Гда Жесие Совершится И Глаголит Ангел Паде Паде Вавилон Великий И Вместо Святых Бысть В Жилище Бесом Глава Восемнадцатая Стих Второй И Тот Восьмой Который Явится После Семи И На Погибель Пойдет И Того Ради Подобает Нам Законов Отеческих Крепко Держаться И Наследие Багря Народных Не Губить Ибо Царство Твое Прочим Людям Не Останется По Выше Описанному Если И Смешается Море Стеклянное С Огнем То Есть Благочестие С Нечестивыми Догматами И Этим Знаменем Окончится Гнев Ярости Сына Божьего Когда Это Совершится И Говорит Ангел Пал Пал Вавилон Великий И Вместо Святых Бесы В нем Поселились И Прочее И Тогда Будет Царство Твое Именоватись По Писанию Вавилона Египет Яко Прибытии Мать Она Жена Обличенная В Солнце До Дни Вышеписанных Яко На нем Таинство Откровения Совершится И Тогда Будет Царство Твое Именоваться По Писанию Вавилон Египет И Прибывать В нем Будет Жена Обличенная В Солнце Благочестие Церкви До Дней Вышеписанных Когда В нем Таинство Откровения Совершится Себу Есть Последнее Падение Правоверия Сему Свидетель Иван Богослов Блажен Чты И Слыши Словеса Книги Его Это И Есть Последнее Падение Правоверия Сему Свидетель Богослов Блажен Читающий И Слышащий Слова Книги Его Богослов 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 Боя Богослов Оржево И о молчании, и о нерадении пастырей последних. Власти наши, облыгая тебя, великого государя, говорят тебе, будто мы одни стоим в книгах и в законе отеческом. Власти наши, духовные, обманывая тебя, великого государя, говорят тебе, будто мы одни стоим за книги и за закон отеческий. Ей-ей не одни. Есть в Великой Руси и сто тысяч готовых умреть и за законы отеческие. По писанию же и страха ради властельска прикровенны суть. Тогда и от разумевших подуться. Ей-ей не одни. Есть в Великой России и сто тысяч готовых умереть за законы отеческие. Как в Писании предсказано, и потому что боятся властей, они скрываются. Тогда, в последние времена, и понимающие погибнут. Ипполит глаголит. В та времена, разумеваяй, умолкнет. Ипполит говорит. В те времена, понимающий умолкнет. Аввакум. По чью в день печали моей я. Да взыду в люди пришельствия моего. За не смовки плода не сотворят. И не будет рода в виноградях. Солжет дело маслина. И поля не сотворят яди. А скудеша овца от пища. И не будет валов при яслях. Книга пророка Аввакума. Глава. Третья стихи. Шестнадцатый. Семнадцатый. Аввакум. Я должен быть спокоен день печали моей. Чтоб выйти к людям пришествия моего. Пусть даже смоквы не дадут плода. И не будет плодоносить виноград. Маслины изменят. И поля не сотворят пищи. И овцы лишатся корма. И не будет валов в стойлах. Толк. Почивание глаголит. Долготерпение Божие до времени последнего. За не же тогда человецы добра не сотворят. Толкование. Спокойствие означает долготерпение Божие до времени последнего. Так как люди тогда не будут творить добро. Род винограда глаголит приносящих добрый плод человецы. Их же мало будет. Плодородие винограда означает людей, приносящих хороший плод. Их мало будет. Солжет дело маслина. Милость и любовь глаголит иссякнет. Поля же не сотворят яди. Яков всюду человечества добродетели душевные и чистоты телесные не сотворят. Поля же не сотворят пищи. Значит, всюду люди добродетели и чистоты телесные не сотворят. Оскудеша овца от пищи. Оскудеют тогда люди и духовная пища, истинного учения и жертвы. И не будет пастырей при алтаре. И же бы душа своя за овца положить. Овцы лишатся корма, лишатся люди духовной пищи, истинного учения и жертвы. И не будет пастырей при алтарях, которые положили бы душу свою за овец своих. Волную млеко от стада емлющи, а о овцах не пекущися. Изыщу, глаголит Господь, кровь овец моих от рук их. Шерсти молоко от стада берущие, а об овцах не заботящиеся. Я взыщу, говорит Господь, кровь овец моих от рук их. О ле пастыри, пасовша себе, овец же моих не пасовша. Вопросившу Данилу, Господи, пошто себе бысть? И глаголит ангел. Даже избранные будут, даже разжигутся, даже убелятся. Даже явленные будут искусные до времени кончины. Увы вам, пастыри, пасли для себя, овец же моих не пасли. Вопросил Данилу, Господи, для чего так было? И говорит ангел, чтобы избранные были, чтобы разожглись, чтобы убелились, чтобы обнаружились выдержавшие испытания до окончания времени. О напрасной эмоции и терпении блаженного пастыря. Царю благородный, воспомяни прародителей своих, каликозлобления и беды, заточения под яша, правости ради душевной и закона. Я же от многих мало на среду ныне приведем. Царь Борис Годунов, егда самодержавства прият. И тогда прародителей твоих озлоби и в заточение распасла. Феодор Никитич, бысть заточен в сийском монастыре в темнице, а братья его един в поморе, а другие в перми, тут и скончастася. А егда бысть царем Григорий Растрига. И тогда Феодор Никитич свободу получил. И хотя его оболстите, Григорий Растрига посылает к нему думного своего дьяка Феодора Андронова, и говорил ему дьяк. Присладе к тебе, государь природный царевич, скинь ты, государь Феодор Никитич, черное платье. Тодя наложил на тебя изменник наш Борис Годунов. И приими, государь, светлую багреницу свою и буди со мною в царских палатах первым боярином. Он отвечал, скажи государю, природному царевичу, не волею де, государь, начинают, да волею совершают. Оль ли душевные крепости, и как он немало не поколебася, и бысть митрополит в Ростове. И после царя Василия Шуйского послан бысть от русских вельмош и людей к королю Джигеманту просить сына его Владислава на державу царства российского. И много тама озлобления под я правоверия ради и философа латынника препре, и дивишися душевне его крепости и разуму, и похвалиши его. И некогда хотеши его гладом заморити, и прибысть седмь дней неядой, и от труда изнемог седи. И сну малу нашедшую видит пред собою инока, стоящая светло лицем, и просверу влагающая вруца его глаголище «Не бойся, отче Филарете!» Вручает сын Божий державу царства российского сыну твоему Михаилу, ежи и бысть тебе же соборную русийскую церковь. Он же рече «Кто еси ты глаголями великогое, таковая и неначаемое, и явивыйся рече, аз есмь Антоний Сийский, и невидим бысть». Преподобный Антоний Сийский, русский подвижник первой половины шестнадцатого века, празднование седьмого декабря. Просвер же остал в руце его тепла, и, возбнув, благодари Богу, изъяде просверу, и от того времени прибысть во ослабе донди же соверши сереченное святым Антонием. «Кто в нынешних пастырях обрящится таков в страданиях? И как вот такого пастыря ныне ни во что поставили? А нынешние пастыри природные ли люди?» И лучший их поп был патриарх Иоасав, бывший архимандрит Троицы Сергиева монастыря, был возведен на патриарший престол на соборе 1667 года, то есть при участии двух греческих патриархов, которых Лазарь считает зависимыми от турецких властей и потому не вполне православными. Никон был в молодости попом, потом постригся в монахи. Такой путь к патриаршему престолу совершенно не является нарушением канонов. Лазарь выдвигает здесь преувеличенные требования. «А по правилам святых отец в мире бы в поп, к тому небысть попом не токмо архиереем, а ино не есть власть, в попы его турчанин ставил, и тот турский поставленник может ли быть и и поп? И таковых власти меж собой не видят. Како, како такови пастыри могут добре быть? Через правила святых отец чинно себя восхищают, не дверьми входят во святую церковь, но дерою влазят, якотатие, по Христову словеси, не входя и дверьми во двор овчий, но прилазя и инуди, то есть тать и разбойник, и прочее». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 1. Никто же, государь, прежних святых пастырей в Руси не был через правила святых отец, не нарушивали. А мы держим святые книги и закон прародителей твоих, и ничего во святую церковь не вносим, не износим. Что приняли, то и держим неизменно. И още мы, таковая держащая, и того ради мучимые смы, всяко и казними, в тесных темницах затворены, а хлеба дают нам по полутора фунта на сутки, да квасу нужного, ей-ей и псом больше сего метают, а соли не дают, а одежишка нет же, ходим срамно и наго. И о сем царю будут судитеся с тобою прародители твои и прежние цари и патриархи, кои те книги управили, к сим же и святие цы, кои те книги держали, и теми спасени быша, нетлением телес и чудесы прославишеса. Молим тебя, государь, сим книгам и ты поучайся, да спасешися. О явлении святаго пророка Ильи Везвитянина и о ругательстве, и о казни, и о молитве. Похвалитесь неполезными есть, вем яко скверен есмь, но закон чист, а с грешен есмь, но отцы и братья свят и суть. Пишет бо, яко царь Саул мерзок бе пред Богом, а ягда бе сопророки, дух святый сниди и на Саула. Такой ас отцы. И паки пишет, яко сила Божия, презирающих божественное мудрых и великих ослами обличи, валаамова волхва и царя Константина, ягда зотика мучаше. Эпизод обличения царя Константина ослом неизвестного происхождения. Аж же ничим же осла худший есмь, аще и грешен есмь, но верою правою раб есмь сына Божия. Един бы есть Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех. Весть, яко не лжу. В прошлых летах сего страдания моего обложен был оковый, июля в семнадцатый день был в печали велицы, яко и в день рождения моего ослабы не имею, и от печали хлеба не ядах, и лежащими в размышлении скорбящих, и сну малу намя нашедшу, и явися мне, святый пророк Илья, физвитянин, и речеми Лазаре, аз есмь с тобою, не бойся и не видим пысть. Аз же обретахся радости исполнен, железо же обретах себя спадша, и трижды замыках и спадаху, и после сего гладом маришами, а две недели и три дни в темнице, в чепи, и потом привезен бы их к Москве, и на патриарше дворе обложен бы их тяжкими железо на выю и на ногах, и с ног железо спадоша. И они смыкнула жиша, и сотник некий прииде в палату пьяный, бронил мя всяко, и ругайся, и ухватил меня за чепь, хотя мя аки пса по палате волочите, и божией силую чепь с меня спала, он же от иди посрамлен, и так о прибых седмиц двенадцать. И привязан бы железо на выю чепь, а на ногах кандалы, и прибых седмиц седьмь, размышляя о себе, что сотворю. И в ночь субботы пятые недели поста, помышлях бити челом тебе, государю-царю, чтобы ты меня пожаловал, велел жить в молчании, а книг бы отеческих у меня не отнимал. И сею мыслью и сну на мя пришедшу, и видях себя стоящая на месте в палате, обличанно в одежду иерейскую, белу, нову, и на голове моей видях голубь злат сидящ, крылами возбивая и трепеща, и круг себя видях стоящих властей русских многих, посохами своими опершихся. И, прихождаши ко мне, муж светел-стар, его же познавах быти, святаго пророка Илью Фезвитянина. И глаголоши ми, повелевай ми стояти в законах отеческих, несумненно, и обличати изменяющих закон, и милость Божию сказует ми быти. И власти стоящий круг меня един по-единому вси разыдашися и остах един. Той же святый муж мир дав ми и отыди, аж же обретахся радости наполнен и размышлях о видении, аще истина суть. И бысть утрення, и бе в той же темнице всажен священник, и в ту же ночь, видя мне то же видение, и той же святый старый муж воздвязает его и повелевает ему, говорите мне, чтобы я стоял неослабно, и милость Божию сказует ми быти. Поутренне он, Андрей, поведами, и сим уверихся, и пахи стоях неослабно и без боязни, и властей, изменяющих книги и закон обличах и поносих, и того ради они к тебе, государю-царю, клеветаша намя всяко ложной, обругаша мя чина и иерейска, не по правилам святых отец, а я, богомолец твой, аще и обруган есмь от иерейских властельми, но имею на себе благословение святейшего патриарха Филарета Никитича, а рукоположение варлама-метрополита ростовского, и держу их благословением чин священства, и что, государь, по их властелинской облышке принял я казнь, немилостивно язык клещами вытянули и обрезали закона ради отец твоих, и их молитвами дал ми Сын Божий ясно глаголоти появлению святаго и великого пророка Ильи Физвитянина. Того ради, аз грешный, молю в троице славимого с прибытием единого Бога и пресвятую всех царицу, госпожу, деву и богородицу, и святых бесплотных сил, и всех святых, да утвердится царская божественная власть, и Богом данных и благородных чад твоих, и вечные роды родом и вовеки неизвратно и немятежно и непоколебимо от всяких сопротивных прилог видимых и невидимых враг молитвами Богородицы и всех святых. Аминь. Юзник, темничный поп-лазарь, быв в заточении, в пустоозерской темнице сидя, писал своею рукою лето 7176-го года, месяца февраля. И у подлинного списка рука приложена сим образом. Юзник, поп-лазарь, писал сие не по преодоржимому слову человеческие мудрости, но в показании святаго духа и силы, и к сему списку руку приложил. Диакон Федор Диакон Федор пользовался особым уважением в старообрядческой среде, как ученый-книжник, разработавший солидную аргументацию в защиту старых обрядов, тщательно сопоставивший никоновские книги со старыми, печатными и рукописными, и выявивший принципы никоновой справы. Среди исследователей-историков Раскола Диакон Федор ценится своими повествованиями, подробными и толковыми о ключевых событиях эпохи, прежде всего о соборе 1666 года и о другом. Его свидетельства считаются солидными и достоверными. Единственное подробное исследование о Федоре неизвестного автора Диакон Федор, его сочинения и учения, православный собеседник, 1859 год, часть 2, Казань, 1859 год, страницы с 314 по 346, с 447 по 470. И дед, и отец Федора были попами. Отец служил в Димитровском уезде, в селе Колочеве. После чумы, в беспорядке ею вызванном, Федор оказался случайно записан крестьянским сыном в отчине боярина Адоевского, но как-то освободился от записи. Материалы, тон 1, страница 405. С 1659 года он служил дьяконом в Москве в Благовещенском соборе в Кремле. Можно предположить, что место свое он получил благодаря семейным связям. Тетка его по матери была замужем за священником царской церкви святой Евдокии в Кремле. Книжное образование Федор получал в Москве. Он почитал Спиридона Потемкина как своего учителя, но неизвестно был ли он связан с Потемкиным непосредственным общением. Круг познаний Федора не вполне ясен. Иногда высказывается мнение, будто он даже читал по-гречески Зиньковский страница 100. Это большая редкость для той эпохи. Ко времени собора у дьякона была жена Ксения Алексеевна и дети. После собора он их больше не видел, но поддерживал с ними связь. Дьякон Федор, несмотря на малый чин, уже в первой половине 60-х годов, был авторитетным лицом среди ревнителей старого благочестия. Он поддерживал отношения с такими крупными защитниками старой веры, как игумен феоктист и епископ Александр Вятский. При аресте в декабре 1665 года ему особо вменялось в вину письменное обращение к нему протопопа Аввакума. Сведения о жизни дьякона Федора, помимо тех, что даны в его произведениях, отыскиваются в относительно большом количестве в документах собора 1666-67 годов, материалы том 1. Сочинения Федора в основном опубликованы субботиным в специальном 6-м томе материалов для истории и раскола Москва 1881 год. Поскольку дьякон Федор высказывался по общезначимым для старообрядчества вопросам и тон его при этом был обычно спокойно объективным, лишенным тех ярко выраженных индивидуальных черт того пророческого пафоса, который отличал Аввакума, труды Федора усваивались как общее достояние. Главное его произведение «Ответ православных» было заверено подписью всех пустозерских отцов. Некоторые сочинения Федора распространялись анонимно, например, «Послание верным об Антихристе» и «Послание к Иоанну». При публикации во второй половине XIX века они оказались приписаны Аввакуму. Возможны и обратные случаи, когда авторитетным именем дьякона Федора обозначены произведения явно ему не принадлежащие, такие как «Мучение неких старец исповедник Петра и Евдокима». Перечень и описание произведений смотри Смирнов, страница шестьдесят третье семидесятая. Из произведений Федора здесь мы приводим только те фрагменты, в которых наиболее непосредственно выразился его взгляд на исторические события и на самого себя. Письмо дьякона Федора к семье протопопа Аввакума. Опубликовано Борсковым по автографу Федора. Борсков страница шестьдесят седьмой по семидесятую. Датируется первым сентября тысяча шестьсот шестьдесят девятого года. Послано на мизень. Письмо, написанное до казни семидесятого года, до заключения Марковны с сыновьями в земляную тюрьму, отражает обстоятельства самого легкого для узников периода в их заключении. Юзник темничный, грешний диакон Федор Иванов, многострадальный страстно терпится Настасье Марковне, радовайтесь о Господе и здравствуйте со всеблагодатным домом, с любезными чадой своими и с добропокорливыми домочадцы, буди на всех вас благословение Господа нашего Иисуса Христа отныне и до века. Аминь. Да спасите Христос, матушка Марковна, за любовь милосердия твоего, что пожаловала, прислала мне темничному юзнику, вкупе с батюшком протопопом, запасцу с лодомой, преже крупок овсяных, а ныне на ладье Иванове и богатее того сугубо яшные мучки и круп яшных и грешневых. Мы с батюшком из темницы ночью пособием Божиим и направлением святых ангел своих хранителей вышли к брату Алексию в дом и тут побеседовали с поликарпом вашим мизенцем. И запасу мне отец половину отделил крупы и муки, зато вам воздаст Христос Бог милость свою во он день, честна ваша милость во время нашей скудости. И почему у тебя Марковна запас куплен там и ты зачти себе денег моих что жена прислала? Да писал я к вам прежде сего в грамотке с тем же поликарпом придет чаю о покупке полпуда меду и о ином и още дорог мед и вы светы не купите да деньгами мне пришлите по земле аще Бог изволит и живы будем аще уморят нас где и вы нашим раздайте или Андрею сюда пришлите и при нас всякую посылку к лодаме присылайте пока мест живы тюрьмы нам сделали посажен от полу до потолоку головой достать до слава Христу истинному Лазарь отец писал царю письма другой год уже там и ныне велено у него с Москвы о тех письмах взять сказку и прислать к царю описал страшное и дерзновенно зело суда на еретиков просил да нечаемый дать суд праведен когда еретик еретика судит в правду ни-ни никогда босатана сатану не изгонит по словеси Христову две грамоты у него царю да асафу патриарху молчаливому потаковнику прелести сатанине и отец Аввакум посылает царю послание сотникам старым Аввакум посылает пятую челобитную царю Алексею Михайловичу сотник емлет у него чаю и ас пошлю а список вам послан с поликарпом вашим до показанных откровений отцу о царе и о себе мое Христе счинение отец тайны Христовы сам писал отец до конца несколько темные изложения мешает разобраться в этих важных сведениях для распространения на мизень отправлена пятая челобитная царю Аввакума и какое-то сочинение Федора о Христе по мнению Борского страница 323 это было послание ко всем православным об Антихристе Панырка выводит из текста мысль что первая часть пятой челобитной написана Федором а не самим Аввакумом Панырка дьякон Федор соавтор протопопа Аввакума Труды отдела древнерусской литературы том 31 Ленинград 1976 год страницы с 362 по 365 и по всем уже что отродится от рога того злага но без суда Божия и он нам ничего не может бедный сотворить злым рогом Федор как это следует из текста ниже называет царя Алексея рог символически означает силу крепость рог это не сам антихрист а его атрибут или предтеча в книге пророка Даниила и в апокалипсисе неоднократно упоминаются звери с рогами рога тут же толкуются как цари звери в традиции могут пониматься как антихрист молитесь вы все светы крепко нас сотворшему нас богу и напривели сие дело свое избравшему и правила и книга ответ наш о православных догматях с руками послано все с поликарпом и ты братец Иван породей о пользе церкви христовой опасно и сотвори так как отец приказал вам в Соловки пошли и к Москве верным и тут давай списывать верным человеком и же довольны будут и иных научите а списывали бы добрым письмом какое правило послано неясно также послан ответ православных дьякона Федора с подписями остальных узников Иван сын Аввакума а послание что к тебе писано братья Иоанне от меня и ты того в Соловки и не посылай руку мою судите как лучше и в книге все есть отступником бы не попало они руку мою знают и сам рог антихристов знает знает руку мою дела его так она речут речь идет о послании Иоанну дьякона Федора материалы том 6 страницы 60 по 72 здесь Федор толкует апокалипсис применительно к наступившему времени писания Федоровой руки попали к властям они были найдены при обыске у инока Авраами да и в Суздальском уезде был некто пустынник Михаил именем свят муж до моро еще приставился ныне тут и пустыня заведена над мощми его и тот глагол о нем пророчески до отступления еще задолго и до никона егда седена царства и пришедшие нецы и христолюбцы в пустыню ко святому Михаилу рабу божию и возвестише ему иной царь государь воцарился ныне после отца своего и Михаил речеем несть царь братья но рожок антихристов ежи и бысть ныне видим брань его на церковь христову и осем как были вы в нижнем сказа мне в монастыре страж мой темничный Артемий Суздалец да и впредь братья мои вы о христе ас глаголи вам да брать него не будет церкви и миру в том ему и пропасть в своем лукавстве не обратен Бог а в малое темнице к покрову приведут нас а посем вам мир и благословение матушки марковни и брату моему о господи Ивану Аввакумовичу с женою Нианилою и с дочкой Маргию и братьям моим о христе Прокопью и Афанасию Аввакумовичем Феодору и Луке о щине виде его и сестрам о грепении и Акелине и Аксинье Аввакумовном и труднице Христове вдовой сестре Фатинье Ерофиевне с сыном тоже благословение и Аксинье и Аксинье девице и новокрещенным сестрам тоже А Григориюшка Сказывают прочь отошел Мало ему жить скоро умрет и труд свой губит что не до конца терпит Худо то Аксинье 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 идет Горе Аксинье 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 Фрагменты Фрагменты послания печатаются здесь по изданию Субботина Материалы том 6 страницы с 90 по 261 Публикация готовилась Субботиным по нескольким спискам Автограф сочинения неизвестен Послание по существу представляет собой целую книгу и никак не может быть воспроизведено здесь полностью Первая часть послания посвящена догматическим спорам Аввакума и Федора Из нее извлекаем только описание событий исключая основное изложение споров Споры вкратце идут по вопросам о сущности Троицы Лазарь и Аввакум считают Троицу тресущной и проявляют склонность разделять Христа и Бога Сына несомненно еретическую Прение сущности Троицы в Пустозерске нельзя рассматривать просто как столкновение мнений еретических и мнения правильного представленного Федором Аввакум и Лазарь стремились к абсолютной ортодоксальности и достигали ее когда оставались в рамках книжной аргументации как во введению к житию Аввакума но когда спор шел устно при решительности высказываний свойственной и Аввакуму и Лазарю мнения их часто оказывались выходящими за рамки допустимого книга Федора послания Максиму как и книга обличений направленная Аввакумом против Федора интересный пример сложности возникающих при переводе устных высказываний в письменный текст Аввакум тоже ловит вообще очень осторожного Федора на выражениях не совсем соответствующих догматическим идеям вторым важнейшим пунктом спора был вопрос о схождении Христа в ад Аввакум полагал что после смерти на кресте Христос сошел в ад плотью а не только духом как считали Федор и Лазарь вопрос о сошествии в ад очень мало затронутый в священном писании мало разработанный богословски был камнем преткновения и в эпоху Лютера в Европе Паскаль страницы с 468 по 471 за более чем 10 лет в которые длился спор в Пустозерске Аввакум и Федор успели коснуться множество других сложных богословских вопросов геретические мнения Аввакума благодаря его личному авторитету имели некоторое время пылких последователей объединившихся в общину прикерженца но в целом старобрядческая традиция не придала значения идеям высказанным в этом многобурном споре противники же старобрядцев постоянно использовали еретические высказывания Аввакума как материал компрометирующий и его лично и все движение в защиту старой веры вообще компрометирующими кажутся и способы ведения спора стороны применяют друг другу средства борьбы по нынешним меркам недопустимые оба апеллируют к внешней силе жалуются друг на друга царю Аввакум привлекает на свою сторону стрельцов и прочее не оправдывая все это нужно впрочем иметь ввиду что в ту эпоху в отличие от нового времени идеи ценились выше чем личности и личные отношения идея мыслилась как объективно данная а личность считалась способной только приобщаться к ней или вредить ей вторая часть послания содержащая полемику против Никоновой реформы опущена нами целиком поскольку все основные пункты столкновений между старой и новообрядцами уже затрагивались во введении и в комментариях к произведениям Аввакума без сокращений приводится последняя историческая часть описывающая события раскола послание датируется концом 1678 началом 1679 года по упоминанию о присылке в Пустозерск захваченных в Соловках беглецов и о смерти епископа Александра Вятского 1678 год Смирнов страница 70 Исчастье 1 По церкви Христове юзник диакон Феодор благоверным братьям и сродникам моим по плоти и о Господе благодать вам и мир от пресвятые единосущные и нераздельные троицы единого трипостасного Бога а от имени юзника благословения вам о Христе Иисусе Преклоните уши со во глаголы уст моих Псалом 70 стих 1 Побеседую вам о Господе отчасти во славу имени его святому поучаетный пророк Давыд исповедайтеся Господи и призывайте имя его возвестите во языцах дела его воспойте и пойте ему поведите вся чудеса его хвалитеся во имя святое его да возвеселится сердце ищущих Господа в защите Господа и утвердитеся в защите лица его войну силич всегда Псалом 104 стихи с 1 по 4 понеже и сам Господь глаголит иным пророкам аз меня любящие люблю и взыскающие меня обрящут благодать никто же во взыская Господа оставлен бысть сравни книга притчи Соломоновых глава 8 стихи 17 35 добро братья прежде всего взыскате Бога и в пути его правое ходите и по воле его святой жить и прославляте чудное имя его детелни и словесни в жизни сей сам Христос сын Божий собою нам прописал образ жития сего начат Бо Иисус творите и учите пишет святый Лука евангелист так же по Христе и вси святие его шествовах уда ныне и ныне шествуют любящие его вседушни и душа своя полагающие по нем и по церкви его святой им же яс грешный подчахся отчасти последовати и не оставлен бых от Христа Бога моего но и о мне недостойним прославил имя святое свое в малом страдании моем дарованием дву язык по отрезании и деснице моей якоже благодати те заименитному Дамаскину и Максиму исповеднику и иными множайшими своими божественными пресещениями не по делам моим но по своему благоволению и милости человеколюбной по житию Иоанну Дамаскину отрубили руку наущением императора иконоборца льва и савра восьмой век Иоанн обратился к богоматери с молитвой и чудом рука срослась с уставом Максиму исповеднику врагу ереси монофилитов седьмой век по велениям императора Константина второго вырезали язык и отрубили руку и пак и богом руцы и язык ему составися хронограф страница 309 о явлении соловецких чудотворцев ведомоти писах асквам о том преже сего такое сочинение Федора неизвестно и потом обо явлении святых тех отец пред госпожинным постом пост с 1 по 15 августа по старому стилю в связи с праздником успения Божьей Матери взыди мина сердце о их великой лавре молите Бога тридневным постом и бдением ежебы три дни не ясти не пити и не спати дабы Христос Вседержитель Свет и избавил ее от мучителя того лукавого якоже весть своими судьбами и попросих у него спаса своего помощи и силы к такому труду аще годи ему будет тое желание сердца моего и послед ми благодать свою свыше и по всем прошении на утреннем словословии творящими поклоны за каноны и обе нападе на мя сон необычен и видих яко отверст покров темницы и с небес летящ на мя яко клуб некий светил зилой чист яко хрусталь солнцем смешен и от сего разум ас яко помощи ми хощет господь своею благодатью к тому делу и гда наста пост божия матери я скасахся тому труду и христос поможем и пресвятая богородица то дело совершить и в третий день посем бысть сумрак ас же в окон цезрю куря темницу свою и обе слышах в той час стрелба с неба трижды стрелила яко из великие самые пушки над соловецким монастырем место то знаем о мне и окно темницы мое я к той стране сделано а грому в той день не было и ветру но тихо бесть зело и ас помышлях всяко о том знамени что хочет быть и что сотворить спас господь обители своей и не разумех в то время и по семь мину пять месяцев и обитель взята бысть и разорена от врагов и сидящие в ней мнозе отцы и братья оружием изби избиени быше и заклане яко агнцы обе же повешенные за ребра обе же во льду мразом заморожени иные же инако казненные и замученные от царева воинства и сам в то время царь той мучитель от спаса поражен бысть в смерть молитвами тех страстотерпец новых еще же и великих он их трех мучениц благоверных жен молитвами сокрушен бысть смерть царя 29 января 1676 года через неделю после падения Соловецкой обороны рассматривалась сторонниками старой веры как наказание за казнь Морозовой Урусовой и Даниловой в Боровске и за разгром Соловецкого монастыря и они свет и сострадалицы наши в той же зиме затомлены горкою смертью от царя того жестосердого и в то время Божиим действием не как о висе христово раба избранная любезная моя мать и сестра о Господе благоверная болярня Феодосия за пять дней до представления своего а после сочто хасатом и речи и помолитесь о себе нужно где нам стало зело и горко а того ище аз неведах ежа они воины эти ямы глубокие посажены и по я прошению помолився о них аз дабы не попустил Христос выше меры искуситеся им разумех велику тягость некую наложену на них и и да блажен она мученица Феодосия по смерти своей вскоре предстал царева Адра Феодорова и мне грешному показано о том в видении тогда потом же и когда прииди нам весть яко Соловецкой монастырь взят бысть и разорен и аз грешный вельми оскорбився о том и правила отверг того дни и ночах сидя стужати Христу свету и отгорести с досадою глаголати яковскую попусти последнюю обитель разорите и оскверните и бия рукам освоима в перси и опостелю свою отзеланные жалости призрел мя и си господи глаголаши и не хочу уже впредь просите у тебе ни о чем ни псалмов петь и ток маедина создав имя помилуй имя глаголати буди воля твоя а прежнее прошение и забыл в то время ежепросих полезного спасения об обители той святой и ежетам о разделении междуусобная бысть того ас и неведах в последние годы осады защитники монастыря разделились на две партии одна из них возглавляемая старцем Геронтия призывала к строгому соблюдению монастырских правил и к прекращению военных действий вторая партия архимандрита Никанора стремилась продолжать сопротивление войскам воеводы Мещеринова Зиньковский страницы 336-337 И видя святый ангел мой хранитель смущен на мя зело окаянного и начат плакать и ходя окрест темницы мои я и ко мне преподать сквозь стены умил нам в день и глаз его слышу песнотворец никакой тонок и светел а лица его не видих понеже бесплотен есть и посем ужасно паден намят плача того и зазрех ас себе в том яко недобре пререкую господи и падах на землю пред Богом и ночах каетесь о том и хранитель мой свет ангел умолчи от сетования своего и того лето прислано к нам в пусто озерье в ссылку соловецкого монастыря десять человек трудников и от них уразумехом як великое нестроение крамола стало быть тама междоусобная и того ради предал Господь их в руки врагом да овых венчал а овых смирил и наказал того же монастыря чернец феоктист некто перекинулся к мещерскому Ивану в пол так Федор называет воеводу и указал тайное окно на стене и ту пусти врагов обстоящих и так предал им святую ту обитель свой враг и мерзость запустения стату на месте святом до времени своего да еще прежде сего после казни вскоре молил Христа света да явит ми будет ли николиянской прелести разрушения и конец потребления и показаны месицы о том на пустом месте стоит погреб зело велик яко пятнадцать сажен и глубок подобен аду и полон бысть погреб адской меду в сердцу и роздан уже весь в мир той лесный мед остался токмо един угол уже и на нем стоит яко на глине сам никон воединой свитке балахонной и на голове его колпаченк худо яко на кабацком ерышке и своими руками раздает мед той не в сосуде стоит тун но тако лежит яко глина и по тем с небес от бога гнев послася велик на всех людей тех кои приимали мед той от никона начат падать и свыше на них яко скалы черные со огнем и все люди возмутившися от того зело и все конец тому видению рассуждай всяк сам и потом паки еще просих у спаса своего о том же и показано носиться еще видях поле некое темно и жаб исполнено бысть и жабы те все и замроши и исхоши о к листве и бегают по них и топаю ногам и все конец тому а что будет не вем и посем ас оклятвах сумневахся и сетвах некогда в пост Филиппов отпех за утренню рано и повалихся на скамейку и начах размышлять и в себе глаголя что ся господи будет там и на москве клятвы все власти налагают на мя за старую веру и на прочих верных и где у нас между собою стали клятвы и свои друзи меня проклинают за несогласие с ними в вере же во многих догматях болше и никоньянских пустозерской казни 1670 год филиппов пост начинается 15 ноября так датируется начало клятв то есть утраты единства среди пустозерских отцов и гда размышляющими о сих всех аби внезапу глаз быст яко гром во узилище нашем и яко войско велико агелов или святых прииде не видих лиц и начаша согласно всегла голоте воедино слово яко мнозе ученицы у мастера псаломское оно слово аскверниша завет его разделиша от гнева лица его такой текст не обнаруживается в псалтыре и многожды се слова возглашах они и престаша и пакина чаша второе слово возглашать и посем псаломское же сие оное истину твоею потреби их псалом пятьдесят третий стих седьмой к богу вопияху напротивящихся истине божией и сию речь многожды же глаголах у соборни и посем ину небысь ничтоже и мне грешному дано гласы те слышите а не сказано ничтоже на кого они те слова паяху на никоньян ли или на нас или меня научах у внешних и внутренних противных врагов тою молитву употребляте и в недоумении бых великом о том и своим клевретом сказах о том и они обругали тою смех поставили они умилились они мало а распри со мною у них много было зело и брани и клятвы друг с другом о многих догматях великих сих и о тонах громных гласов пения в размышлении бых велицы и страсе дабы не пала на мя скою страну клятва праведная от властей новых всех и от своих другов союзников понеже на обе страны борьба вели стала у меня с ними а место не волны и книг многих людей добрых и писанию искусных взять негде и побеседовать не с кем а лаяние вражия отсюда летит и потом ягда прииде пост великий я с грешной наконец его молих бога моего три седмицы с горкими слезами и воздыханием и рыданием да явит господь сердцеведец нест ли моего коего блужения веры в спорных он их статьях и не подлежу ли ас клятве святых отец и не буду ли осужден от них и гда скончайся пост и плач приста и воссия свет радости воскресения Христова и в самый понедельник светлая неделя повечерни скончавшими необычное правило и возлег на постелю хотя спати и мало токма задремах и абе свыше яко некая чаша воды излиясь намя ажи дрогнух и воспрянух и сон отскочи от меня и абе в той час начат некто у оконца темничного молитву творит тихим голосом реча сица Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас ажи от вещах аминь и обратихся к оконцу видите хотя кто есть и видих яко молниен зрак блистается светил не кто и речеми ся благословен и си и паки речеми недостойному мирти святче Божий и посем не видим бысть а иного ни рече ни часов и имени своего не сказа кто есть ангел Божий прислан бысть или святый угодник Божий утешить имя бедного в скорби и печали моей по прошению моему и сказати ми яко аз юзник за истинную веру благословен есть от Бога и от святых его а не проклят и посем зело сердце мое исполнися радости и возрадовайся дух мой обозе спаси моем яко не презре Господь убога моления моего и ныне с одерзновением глаголю аз с апостолом аще Бог оправдаяй кто осуждаяй и Бог по нас кто наны послание апостола Павла к римлянам глава 8 стихи 31 33 34 тем же и проповедь моя о Христе Иисусе истинна суть и святым отцем церковным учителем ни противно ни в часом же а никоньянская клятва беззаконна есть и бесовска так же и другом моего вакуума протопопа неправедна есть и страстна Христос ему в том судья еженапрасно мя оболгая клевета многим верным братьям и соблазнил их своим новым мудрованием его же он им братьям посла от сели гневаяся намя и они бедные неразжевавши да и глотают уже и хвалят его мудровнее то богословно и свято называют а союзник мой отец аввакум клятву налагает намя за сия ежи ас воедино божество верую и три лица святые троицы во едином божестве исповедую по он их святых писанию и царюжей царевном писал намя диакон девы единобожество впал прельстился и ты чадо мое максиме вопроси добрых людей которые мне клятвы боятесе подобает святых ли он их всех или аввакум а может ли ариева клятва афанасия великого связать так уже и прочих кое благочестивое с нечестивыми прелись о вере и друг друга проклинали каждого за свое на первом вселенском соборе 325 года афанасий александрийский еще будучи диаконом обличал ересь ария после собора арии его сторонники боролись против афанасия клевеща на него императору азде уже быть таковое знамение от бога над ним протопопом за пустошную его клятву еженамя налагал вскоре было тогда потом разврате придуша беси к нему явно и связаш его як уже и он ага попа о нем же писано в житии святаго Симеона Столпника и же неправедно так уже клятву налагал на духовных детей в чуде святого Симеона о Пресвитере пролог сентябрь февраль Москва 1659 год под первым сентябрем днем праздника святого Симеона Столпника рассказано как Симеон исцелил священника заболевшего из-за того что он налагал несправедливые клятвы наказания слушая клеветников он же начат плакать и о том и бесси отступиши от него в то время а после паки тем же хвалится злом и к вам писа я же под правила свое мя положи порвенью и о сих всех спорных статьях соклевреты моими быть у меня книжица немало написана черная и белая уже и батку Аввакум удавал за любовь прочесть ас я же покинул бы противные споры и он в то время не восхотел взять и посем же некогда в полночь выходил ас из ямы вон окном як уже и он Аввакум в тын их посещал и прочих братьев вне ограды и то хожение мое не любо ему стало и сотнику сказал он сотник же Андрей именем враг быст мздоимец и намя гнев имел за некое обличение и в то время велел меня ухватить стрелцом в тыну нага суще и яша и начаша бить без милости двумя дубцы великими стоящего и все тело мое избиша ногое до крови аз возопи господи помилуй и посем связаш оруцы мои опако и к стене привязали и знабили на снегу часа с два а друзи мои зрящи мя и смеющися а стрелцы влезши в мою темницу по благословению протопопову и те книжицы и выписки мои похитиша и ему продаша и он из тех книжиц моих леска стри токмо выдрал лукавно и те лески послал на Русь братьям нашим перепорть описание мое ежебы меня обвинили а его бы учения оправдали а слуба ему тогда велел те книжицы все не портя послать к верным и он так и не восхотел по правде божией сотворите в тех книжках листов с полтораста быть написано о святей троице и о воплощении Христове и о сошествии ваат и о воскресении его и о сошествии святаго духа и о раю и святых душах и о церкви и о тайнах Христовых и о иных многих догматев и на никоньян и сия вся писание изгубил он у меня по зависти бесовской и по всем заковали окно мое решеткою и нужными бысть в то время и зело горка и в той горести утеши меня спас мой Христос явил меся нерукотворенным своим образом натыну стены противо самого окна моего темничного мне в то время главой на окне лежащих как верху и у царя на синях у благовещения в паперте написан над дверьми ажи возрадовахся и ащи бы не так о меня сохранял Христос давно бы ас убиен бых до смерти друзи мои ненавидят мя да ищеми бысть печаль вели после казни наше зде яко три дни лишитимися и правила обычного всего за не стужих си продолжения ради мучительского томительного бых в смущении велиться и попремногу отяготихся скорби от зельного томления яко разорен есмь и обруган от отступник и разлучен со всеми своими и вдавную страну заточен и обрезан два кратой языка и обсечен рукою и жив земли загребен яко во гробе и заключен и злою стражей огражен и гладом и наготой и всякую теснотой утомляем есмь и дымом повседневным горким чадом умерщвляем всегда и стенях зелок богу осем глаголя господи серчевечи всех и праведные судьи что будет посем твоя святая воля о нас бедных и проклинах день рождения моего якоже иов от зельной печали тоя и потом умилихся окаянный ас и падах на землю пред господем и плакахся глаголя буди воля господи твоя только не оставим и недостойно гроба твоего и паки обычное правило начать творите дописал ты чадом и максим ко мне глаголя давай де батюшка грамотки своя вакууму и он де к нам пришлет он де тебе нам возвещает о всем истинно а не ложно и ащ он вам праведно рассказует о всем праведный христос бог спасет его а всем всем возвещал ли он вам ежи что здесь писано моею рукою в четырех тетрадях гляни и още он не возвестил вам и на сказах вам сам отчасти веру и исповедание свое и ежи что бысть какое пресещение от господа или откровение мне грешному от божия матери заступление и я и брани прения мои соклевреты моими за что и то сказах вам воистину чистую совестью а в чужих баснях дитятка милая всяко бывает у кого с кем и брани не бывало а у кого с кем распря есть там они скоро верича до всякому слову писано есть всяк человек ложь псалом 115 стих 2 и когда же узриши мои руки писания тогда же уже несумненно тому вере а другов своих всех с ними же стражу знаю вас паче вас подвижники они и страстотерпцы великие и стражут от никоньян за церковные законы святых отец доблественни и терпение их и скорби всякие многолетные больше первых мучеников мницами воистину за та же вся и ас ними стражду умираю купно и ежеба новоприбывшие их оное мудрование неприятно мняться мне зело и та вся отлучают мя от них и теми раздражают мя вельми и воспаляют присно да буди воля господня воздаст бог господь кому жда по делам его и ежебо сеет человек то и пожнет и по вере своей всяком сду примет такову место окаянное неволное стало ни книг ни людей добрых и праведных свидетелей взять негде и распря рассудите нечем а своего мудрования просто положите не хочет никто а мое исповедание и свидетельство сие о Христе Иисусе давайте всякому верну прочитать и списывать из счастья третьей здесь выпущена больше вторая часть послания и половина третьей части повествующая о первых гонениях на защитников старой веры о русских духовных властях организующих гонения в третьей части множество исторических примеров борьбы властей духовных и светских с истинно верующими и тех еретиков лукавых царей и архиереев безумных немало бысть якоб сов бешеных и же овец христовых поядуше многих яковол целюти и даже прииде кончиня царю капрониму мучителю гордому тогда окаянный узнал правую веру святых отец и честные иконы похвалять и начал вопиябо со ужасом пред всеми потаковниками своими увы мне рече яко святых ради икон при устье гиенны стою осужден от вселед да почитается образ христов и причистое его матери и всех святых рассказ о смерти византийского императора Константина Капронима иконоборца мучителя христиан близок тексту хронографа страница 321 неволе уже исповеда окаяны правду узнал свое нечестие беззаконие но не во время при смерти бо откровенно бывают всякому дела его добрая и злая благочестивому и злочестивому живописуется в лицах вся по совести его и царь феофил иконоборец при смерти позна свое злочестие и часо ради хульная уста его раздражася и иулиян царь отступник и лютый мучитель позна при смерти часо ради прободен бысть копием от великомученика Христова Меркурия и вопияше всем глаголя яко Иисус Назарянин мя убивает и умрезли Император Юлиан Отступник Третий по Константине Великом попытался повернуть империю от христианства в сторону язычества По хронографу он восклицает получив рану от великомученика Меркурия победил еси галилеанине победил Хронограф страница 276 Такобой наш московский царь Алексей Михайлович прельщенный от Никона иеретика и отступника при смерти своей познание правду свою и законопреступления свое и отпадение от правой веры отеческие и вопияше великим гласом моляся новым преподобным учеником Соловецким о господи мои послушайте мя и ослабите мя понимала допокаюся предстоящие житу и сидящие вопросивши его глаголюще со ужасом кому ты царь государь молишься прилежно и умильно он же сказаем яко приходят ко мне старца Соловецкого монастыря и растирают вся кости моя и составы тела моего пилами на мелко и не быте мне живу от них пошлите гонца скорой велите войску отступить от монастыря их боляре же послаши гонца скорого по повелению цареву но в то время самые болезни его взят бысть монастырь и разорон и братья вся инцы и белцы побиени быша и разными муками и необычными замучены и Никанор преподобный архимандрит и многолетний старец и же и отец биему царю Алексею и той замучен ту разными муками во едином часе от стрелецкого головы Ивана Мещерского сатанина угодника и гонца он послал своего к царю на радость и чая себе великие почести ежа взял монастырь и пригубил всех живущих в нем гонцы же оба на пути сретостося из казаста друг другу чего ради послана и без пользы возвратившись каждого своя царь же потом скоро скончался недобре и по смерти его той же час гной злосмрадный изыди из него всеми телесными чувствами и затыкающих лопчатую бумагой не едва возмогуша погребести его в землю и потом прием державу царствия его царевич Федор Алексеевич и по наказанию отца своего повеля в Соловецкой обители понтократорове службе церковней по старым книгам быти за них же пострадаша до смерти архимандриты старцы и все трудницы Христовы и прочая вся держать и по чину и по уставу святых чудотворцев новопосланному архимандриту понтократор творец вседержитель патриарх патриарх Яким отступник отеческого благочестия паршивый пастырь не восхоте тому быти и приказал по-новому вся творите стыда ради своего патриарх Яким занял патриарший престол в 1674 году прежде архимандрит чудова монастыря понежено соборище том лучшей свадбысть всякие от царя ответы и лести и страхи и ласки и прещения и моления и обличения на новое блядя относил во время обругания моего когда стригышем с протопопом Аввакумом за единой литургией и в той час прежде стрижения и клятвы послах а с ним Иоакимом увещательное послание к царю Алексею о многих сокровенных тайнах церковных и о новых ересях на дванадести столбцах Челобитная Федора царю сохранилась смотри материалы том 6 страницы с 21 по 45 писано моею покойную рукою и запечатано крестом Христовым и наверху свитка того подписано бысть сице всего писания никому не распечатать и не прочести кроме самого царя и с ним писанием хочу вас судитеся с вами на страшном суде Христове и от того писания от царя ко мне ни единого вопроса ни ответа ни бысть ни блага ни зла умолче бо о всем якоже он и неимый одеяние брачно на себе и само осужен от совести своя неимый одеяние брачно на себе Евангелие от Матфея глава 22 стих 12 брачный пир здесь означает явление Христа на земле не обличенный в брачной одежды не способный воспринять веру чуждый христианство он исторгается туда где плач и скрежет зубовный там же стих 13 напоили боево никонияне пьяно христианскую кровью неповинную и своим прокислым вином прелести и ограбили душу его якотатии разбойницы церковнии снявши с него дорогую ризу православия отеческого и облекуши его во многошвенное своя и раздранное рубище нечестия многого боюсь бо едва не речет ли ему царь царствующих Христос Господь наш як и оному худоризному набраться связавши ему руцы и нози верзите его в отму кромешную ту будет плач и скрежет зубом той же сват лес ноль яким в то время архимандрит бысть в чудове монастыре и на соборе своем паче всех архиереов похвалялся за нашу кровь глаголи нам якда вам отрежут языки ваши заукорите тогда как уже станете говорить якда отсекут вам рук ту правую тогда как станете креститься яко же каяфа пророчествовал нам каяфа первосвященник на совете собранном в связи с волнениями в народе вызванными явлением Христа сказал что лучше смерть одного человека чем гибель всего народа таким образом прорече яко хотяше Иисус умрете за люди евангелие от иоанна глава 11 стихи 49 по 51 мы же от вещахом по единому им аще и главы наша отсечете за истинную веру святых отец наших не боимся мы того а языки нам силен Христос иные дати новая и по совершении соборища своего лукавого сбысь си его проречения на нас отрезаша нам трем по языку лазарю попу и эпифанию иноку по времени и мне феодору Христос же спаситель наш свет и праведный судья не оставил нас паки даде языки и слово нам по-прежнему мы же благодарим его творца своего о том чудном его даровании и писахом к Москве благоверным братьям во славу его и царю ведомо быть о том нецей христолюбивые братья Христа на чаша прославляти отступникам поносите за кровопролитие наше и новоутвержденные их нечести укорять с одерзновением архиереи желукавии Павел и Лорион и архимандрит Яким и прочие злии советницы их и новолюбцы посрамлены выше от них и умысляша инков на нашу кровь грешную лютейше первого сугубо ежи бы не бытьи живым нам и приидуше к царю и на чашу жалобу творите на тех братьев нашу о Христе благочестия поборников и на нас клеветали ему глаголюще развратники де государь изгнанные и осужденные от нас пишут к Москве людям многим и хвастают после казни будто им паки Христос дал языки иные и говорят по-прежнему ясно царь же речеем слышах и азотом ти же кровососы на чаша ратитеся и клятитеся перед царем и широкими ризами потрясате и колокольчиками яко сучки плясовые позвяковате и глаголите царю лесные глаголы никако государь тишайший не статное то дело еже Христу дать им языки после нашей клятвы ни государь лгут или мало им отрезали уже то и сего ради говорят пошли государь паки нарочно к ним врагом нашим и повели при всем народе до основания вырезать языки 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 у них и поруцей от сещи за Христова то их знамение крестное и мы в то время услышим и правду их узнаем даст ли им Христос Сын Божий языки те и как-то станут говорить паки и паки царь жречеем батки суть не устать казнить то да боюсь бога была им уже казнь и духовная ваша и наша Градская они же темные власти якоже жидовсти архиереи рекоша Пилату о Христе такое они и о нас кровь их на нас государь и на чадях наших слова народа требовавшего распять Христа в ответ на предложение Пилата пощадить его Евангелие от Матфея глава 27 стих 25 не подобает уже им противникам быть и живым к всему же иную злую казнь возвели наны в то же время они лукавые змии будто мы послание писали на Дон казаком и мир весь восколебали пустозерские отцы не были причастны к волнениям на Дону там почти сразу после собора 1667 года начали агитацию игумен до Сефей и инок Корнилий и тем они лесцы возмутили паче цареву душу наны ежебы чем пригнати нас к смерти царь же поверил им и послушай их и повелен о Москве тех рабов христовых хватати и в темнице и в темнице так и в темнице сажати и закраул предавати и мучите всяко к нам же в пустозерии посла полуголову полтева приказу Ивана Елагина и повеленам паки языки вырезать до основания последнего и по руце отсещи пригнав же скоро полуголова и сотвори нам таков при всем народе и к болезни ясв наших приложиша болезни и кранам раны нам прибавиша смертная ащи бы не господь помогал нам паки в то время лютое смертное невозможно бы нам уже и дыхать и приничать и праведный же судья и сердцеведец Христос истинный Бог наш хотя лестно их умышления посрамите и прелест некорьянскую и козни их обличите преславное сотвори о нас рабек своих и в том же часе показни той даде нам паки глаголоти ясно и раны вскоре исцели яко всем людям дивитеся и славите Бога о бывшем чудеси и исполнися слово Христово на нас евангелие От Марка, глава, шестнадцатая, стихи семнадцатый, восемнадцатый. Егда же полуголова по казни нашей ста на Москве, и прииди к царю, и сказа ему, вся бывшая о нас, царь же заповедай ему крепко, не возвещайте о том на Москве ни единому, а человек. Архиереум же тем кроволюбцам Якиму, сам царь, сказа, я же Бог сотвори над нами, они же окаянье слышавши и безгласне быша пред ним, и так осиявся, слышавшую и видевшую Акиму, паршимому пастырю. А обратитеся на старое правоверие отец своих невосхотевшу, и прочие таковы. Легчайбо ему в том отступлении и отчаянии, якоже июде предателю удавитеся, не же ко Христу обратитеся, за не же он не Бога ради и постригся, и не спасение ради души своей я, но телесно-го ради покоя и чести. Быв убо он холоп царев, служивый ростовской мелких дворян Савеловых родом, и бывшую ему на службе под Киевом. Жена же его без него начат прелюбодействовать и явно с блудниками. Там уже в полку товарища его начаша кощунетеся над ним глаголище, яко жена твоя удавит тебя, аще придешив дом свой к ней, за не иным уже и мать лучше тебе. Он же, не хотя служите царю своему и стыда ради того тайно, отъиде тама в Печерский монастырь и пострижися, понеже ведая, яко на Москве и во иных знакомых местях, не постригают здравых служивых людей по царской заповеди. Сего ради тама пострижися и пожив мало, и приступи своего обещания, и бежа к Москве, яко он и ученик сесоя великого, так и он от своего наставника, ища славы мира сего. Святой сесой великий, шестой век, подвязался в египетской пустыне. Празднование шестого июля. Эпизод с учеником неясен. Осем с казаном Андриян Киприянов. На карауле стоял у нас и на службе бывал с ним. И бояся сперва на Москве жить, дабы не растригли и не послали на службу. Сего ради нырнул к Никону в Новоево-Бесовской Иерусалим, и тут начал учиться грамоте, и напился ту фарисейского кваса. А до того не знал он писания, разве азбуки, ни церкви, ни чина церковного, и не разумел догмат святых отец наших древних, и ныне не знает, за нежне того ищет. И книг святых не прошлец и не читывал. Понеже человек был служивый и жил в глухой деревне, и заяца ловил, а у церкви вредка и велик день бывал. И у Никона, малопоживший, пронюхавший, яко Никону уже патриархом, не быть на Москве в старой чести и славе, сбежа от Никона и прииди близ Москвы в монастырь Андреевский к строителю Аврамию, и, подя к ногам его, да приимет его и опознает на Москве честным людям. Монастырь же той, наседавший в то время окольничий царев ближний Феодор Михайлович Ртищев и сестра его Анна, Никонова Манна, кравчая царицына. И той строитель Аврамий призвал его к окольничьему Феодору Ртищеву. И по всем того, и киму учинили казначеем в Симонове монастыре, и по мали перевели его в Келлари к спасу на новый. Тут же живе у Спаса отец Феодора Ртищева, Михайло Алексеевич, по обещанию. Келлари же, яким, нача псалтырь твердите, чайся игуменом быть по мали, Михайло же Ртищев, слыша от слуг тусущих часто псалтырь в руку его держаща, и чай его молитвенника в бытии велика, и царю похвали его, и сам он, яким, всегда являшись, пред царем во всяких ходах и походах и валяйся под ногами его. Царь же, разумея его, угодно быть и себе и приказай его испытать, и он ему, Михайлу Ртищеву, которой он держится верой, старая или новая. Михаил же исповедай его там у себя всем, и ким же сказай ему, аз де, государь, не знаю ни старая вера, ни новая, но что велят начальницы, то и готов творить и слушать их во всем. И Михаил сказа себе царю, и по всем поставили в чудо в монастырь, архимандритом на Павлово место, пришел вор на вора, а все на Бога, Павла же поставили митрополитом на крутицы, пасти ветры. И всех боя и елицы ставили при мне во власти, и пестрые, и черные с отречением, а щекой чернец отречется древнего благочестия церковного всего и примет новое все Никонова, того и поставит во власти Будена. Азбо, грешный Феодор Диакон, всему тому самозритель. Некогда бы почали ставить Симона Игумена, бывшего Александрова монастыря, свирского чудотворца, на Вологду, в архиепископы. Начал же он по обещанию, символ глаголоте, посреди церкви соборны, и когда рече в символе о Христе исповедание се, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, а не сотворенно, по старым книгам сицы, а в новых рожденно, не сотворенно, а за того и несть уже, и за тот святой Азьедин, его же Симон, по старому из рече в символе, не хоте его царь поставить и в архиепископы. Озрелся, стоя на Павла митрополита онога, и с яростью пыхнул рек ему, ты мне восхвалил его, не хочу его, Азь, и пойди с места своего. Павел же льстец, приподи к нему и рече ему, склятвую, никак о государь несть в нем того, но промолвился, и повеляша Симону паки символ глаголоте, он же справил речь ту по новому речению, царь же возвратись на место, и поставивший его в архиепископы. Таково у него держано любезно некорьянское умышление. Аз же той в символе старом, во всех славянских книгах святых неизменно от начала веры, и подобает ему нужно туда бытие и неотменно, понежебо противу ария еретика поставлен ту, яко рожен острый, от святых отец наших первого собора. Арии, бо тварь, глаголоши, сына Божия быти, сирич, создана от Бога Отца, святых же отцы, исповедыша, по писанию святому, рождена от Бога Отца, а не сотворена. Сия суть сила в Азе том содержится. О которые старцы, честные побози живущие, и писанию искусное зело, и в вере правой стоят, яко столпи крепко, и умреть и хотят заню. И таковых ныне не хотят ставить во власти, но и слышите, не могут тех. Быть убо старец честен, и боголюбив зело, и премудр, и писанию святых книг искусен вельми, умея бы сам греческий, и латынский язык до конца, и польский, и ученый бе человек, и вся дни живота своего над книгами просидел, и вина, и сикера, сирич, всякого питья пьянственного, отнюдь не пия от юности. Ими ему бе в мире Симеон, потемкиных дворян, честных породов, живы в Смоленске до Мору, после же Мору взят бысть к Москве, и мало пожив, и пострижися на Москве в Покровском монастыре убогом за Яузою, во иноцах Спиридон имя ему, окольничему оному Федору Ртищеву дядя бе по сродству Плотскому. По старым благочестии церковным велик поборник бысти зело, и на всех еретиков и отступников правая наша вера, паче же на римляны, и унияты, як лев рыкая. И в полше там у тех еретиков многих припре и посрами, и все езуиты и кардиналы римские бояхусе его, немогущие противиться глаголам уст его. И на Москве он, блаженный старец Спиридон, проси собора у царя Алексея часто на Никоньянскую пестрообразную прелесть и на новые книги его, хотя их обличите до конца, понеже, зная, откуду приидуша и что в себе принесуша. Старец Спиридон в своих трудах требовал созвать собор, видя в нем единственное средство для устранения еретических нововведений. Бороздин, страница 101. Царь же глагола ему слезтию «Будет собор, отче!» И так много время манили ему, ждущи смерти его, понеже ведущие его мужа мудро, и всякому нечестию обличителя велика, и якоза новые книги против ему никто же может стоять, а сам царь возлюбил уже их вседушно и старое возненавидел, и праведного собора на них не вздумал дати, и правдую рассудить, и не восхоте их. Некогда же присла царь Алексий к старцу Спиридону, его Феодора Ртищева, звать его митрополитом в Новград. И той окольничий глагола ему «Изволишь ли, дядюшка, на митрополию в Новград?» Там он и не церковь вдовствует, он же речей Мусице. «Феодор Михайлович, скажи царю, лучше бы аз на виселицу пойду с радостью, нежели на митрополию в новые книги. Каями будет польза в том, не хочу человеком угождать и тленным». Племянник же его Феодор речей ему «Воля твоя, иные таковые чести ищут и докупаются, а ты и даром взять и не хочешь». И с тем словом отиде. Старец же той не порадовался чести и славе их обещанной, не как он и окаянный Яким Келарь, бывший человекоугодник и блюдолис, но разуме уже лесть их и лукавство Спиридон отец и глаголище духом Сице. «Братья, не будет у них собора, донде же Спиридон жив. Ягда же изволит Бог скончатесими, по смерти моей в той же месяц воскипит у них собор скоро. Такобо и бысть пословеси его, и приставися он и богомудрый старец во сто семьдесят четвертом году во исходе ноября месяца, в тысяча шестьсот шестьдесят пятом году. А по мне присла царь Дьяка своего крестового Никиту Казанца с войны декабря в девятый день и повелел мне в дому взять и книги, и письма вся. Взяша же и менять ведыша во двор архиереев глаголемого Павла Онога Крутицкого с книгами келейными, а письма мои домовые и выписки из книг всякие и ставленную грамоту отнесаша вверх к царю, к тайным делам. Ставленная грамота, свидетельство архиерея о поставлении Федора в дьяконы». В то же время я отбысть и Никита Поп Суздальской с великую челобитную на новые книги. В то же время посла царь скоро грамоты своя ко всем пестрым властям, повелеем скоро на собор съехаться в Москву, и обеястекошася скоро. Мне же между съездом их многие поставки были, расспросы и ласкания, и уговоры от Павла того митрополита по приказу царевого двореева и в соборной церкви, и в патриаршей крестовой, дабы ас приложился к соборищу их и принял бы вся новые книги и ничего бы в них не хулил. И мне не восхотясь опоследовать и отступлению их. И в тех разговорах любезня с казами Павел Архиерей правду свою в крестовой патриаршей при боярине патриарша двора Ильи Аврамьевича Безобразови и предьяке Дионисии Дятловском, преся со мною, тихо, и к слову некоему, сказав речеми, и мы, диакони, знаем, яко старое благочестие церковное, все право и свято, и книги непорочны. Да нам бы царя оправить, того ради мы за новые книги стоим, утешая его, аж же потому его слову, все лукавое умышление разумех и рек ему, як уже хочете творите, самовласть не естье, добро угождате Христу Богу и Церковь Его оправдывате Святую Матерь нашу и православных пастырей, и я, и учителей, а не на лица зрете тленного царя и похоти его утешате. Вы тем лесным оправданием своим хочете угодите земному царю смертному, аж же церковным старым оправданием Святых Отец хащу угодите небесному царю, бессмертному, и посем пристал вещать имя ласкою. Жихас у него на дворе в Кремле пять седмиц, и видих вся тут бываемое коварство их. К нему бого двор собирахуся все архиереи, книжницы и старцы, як уже к Иоафе древле на Господа нашего Иисуса Христа, советующие, лукавя, как бы убить его, так уже и на нас у него, ему, боединому, Павлику и второму и Акиму, сказа царь тайну сердца своего. А они и прочих всех властей уже освоеваху и утверждаху в новинах всех стояти, а древнее предание все презирати и ни во что же вменяти, а не хулите бы явно при нас. Во прошахом же мы их всех купно, архиереов и всего собора их. Православны ли бы ша прежние цари наши московские, и великие князи, и святейшие патриархи, и митрополиты, и архиепископы, и епископы, и прочие все святители русские, и при них рукописные и печатные книги церковные, вся непорочны. Отвещаваху они все нам воедино слово, яко все прежние цари и великие князи, и все патриархи и святители православны быша, и при них рукописные и печатные книги, вся права и непорочны суть, их мы не хулим, так восказавали нам, яко правы старые книги, и не хулим их, они стоят за них, и вруц свои взять не хотят их, а они и хотят взять их, но не смеют и боятся начальных отступников, и так их зми лукавый опутал всех страхом земным и самолюбием века сего, и отторжи их от истины. Тая же зимы и года я вакуум взят паки бысти ссылки с мезеней к Москве на сонмище их, привезен и послан в Пафнутиев монастырь в соблюдение. Великий пост зимы тая, сам царь ко всем архиереям, ночью ходя на водворье их, и по сту рублей даяшие милостыри, и маляшие глаголя отцы честни, будете со мною и аз с вами. Они же обещав их все ему радостно, аж же в соблюдении отдан бег на Москве в Покровский монастырь по Павле, и в Аград часто в землю бег, и попасцы, обругашем с протопопом Аввакумом во един день, а Никиту попа, прежа нас остригавши за три дни, и предаша нас царю в руце, царь же посла нас трех в монастырь святаго Николы на Угреше, и там одержана застражив своею лютую в разных темницах, и сябысь над нами до пришествия греческих патриархов Паисия и Макария за пять месяцев. После дежа нашего обругания и послания на Угрешу, посла царь Павлу Митрополиту в почесть полторы тысячи сребра заков и труды его ежа подрудился над нами и по воле его устроил. Ков злой умысел лесть. По всем же продании у Павла того архиерея предателя попущением Божиим вселишеся бесим нозе в дому его, паче же в души его, и многим людям тварях упакости немало, их даже повели царь взять и нас с угреши и Аввакума посла шапаки впавнуть ей в монастырь. Никита же покорися одну же. Мне же Феодора предаша тому же Павлу архиерею под начал да увещает мяг свои прелести. Господь же сохрани мя. Феодор упускает подробности своего покаяния, бегства с семьей, поимки или возвращения. И в то время жих у него два месяца во дворе со старца его в особой горнице и видих сам, как у бесовых гоняху по вся вечер и певчих и подьяков его из-под клетов, над ними же он живящее сам и каменьем бросаху в них бесове. Он же окаянный отступник, не имея к Богу дерзновения и не может отгнать бесов от дому своего и призывах у многих шептунов, врачей и волхвов, дабы помогли ему и выгнали бы демонов из дому его. Хотя шебо бесами бесов изгнать без Божия помощи и невозможно. Мне же застыть сослад, сели по цареву слову, пакив Покровский монастырь вне Града, в то же время приидавши уже патриархи из греческой земли во 175 году. Бысь же у меня дядя мой поп Иван, за ним же бе меньшая сестра матери моей родная. Служил же той попу царя вверху у церкви преподобно мученицы Евдоки Книже сам царь приходил по вся дни и служил он по-новому все и любил то, а старых попечения не имел немало, в коем он поставлен в попы от Иосифа патриарха. Павлу же оному бесовскому митрополиту сына своего отдал в подиаке моего брата Наума и племянника своего отдаде в той же чин. Аз же в избранях ему часто яко о спасении своем и отчадях своих не родяше и о вере правой и о прелести новой не внимаше и зато он не любяше мя и понашаше и на великого государя надеяшеся он речи истинно обрети. Тетка же моя за ним Христова рабабе к ней жас приходих тайно посещение ради без него и истинно 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 древнерусская дядя. Застайший мя в дому своем пиян, тогда гоняшися за мною с ножем истинно 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 ажи убегах от него крыся. Игда же яд бы царевую рукою начали в дело сие господне и сидех некогда в приказе патриарше он же прииде ко мне истеткою старейшую сестрой матери моей ему же своя ченобе и увещевах у мяса слезами дабы аз повинулся великому государю и сказами дядя мой хотя трече тебя проклинати и народ наш бесчестие наведеши ажи рекохим не стужайте ми молю вы о том аз бесовский клятвы не боюсь и вам не будет бесчестия за то но похвала вечная и по семь год минул и некогда прииде он стрый мой поп иван бедный к павлу митрополиту на двор ко всеночные заутренне в четверток пятая неделя поста и своим в дому сказался я котам а поиде молитесь и детей посетите сына своего племянника и не пьян был в то время и приидев под клет павлов и деже подьяки его и бесове живяху племяннику же его иоанну пишущую в то время некие стихи папа иоанну 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 тихо он же попрече явно ему яко самому павлу митрополиту чесно уже государь буду тот час племянник же его то и услыша сиявся и ужасися яко дядя его глаголит и не весь с кем глаголит и посем изыди из храмины то я скоро на двор и заведоши его бесове в заход мотылный и снемше с него под пояску и удавиши его увы заход мотыльный нужник и свезоши его во убогий дом внащи той по повелению нового патриарха все бысть во время безбожного соборища их самого попустившу богу задавить его бесам сего ради да разумеют вернее и да не сообщаются с отступниками и да не ходят к заутренним их и ко всяким службам развращенно поэмам и да не молятся с ними запрещение ради святых правил мне же в то время заточено бывшему сергиеве монастыре сто семьдесят пятом году и когда взят оспаки в москву сказала мне о том тетка моя плачущаяся о погибели его того же года великий пост тоже показано быть воину некоему стоящую на страже часов в кремле у флоровских ворот видя он выйди над ней поутренне на воздусе сидящая сатану на престоле и греко-турских патриархов и русских властей сидящих окрест его и артемона голову стрелецкого предстоящая ту и прочих от царского чина над тем местом где же они все собирахуся сидящие утверждающие никонову прелесть и новые книги заводу его и на кровопролитие христианское наряжающиеся и устрояющие по нашептанию льстива газмия и же присно кровопролитию радуйся и воин той нача сказывать и то богом показанное видение явно всем людям и за сие сослан быть в ссылку без вести и все показа бог простых ради людей да разумеют все яко на соборе их лукавом совластями не христос сидел и не дух истинный учил их неправде всей но лукавый сатана богопротивный враг и человеко убийца и всякое дьявольское дело и действие без кровопролития не бывает христово же божественное дело и действие его любовью и советом благим бывают миром и тишиной исправляется и совершается так обо древле седм вселенских святых соборов и девять поместных бысть на разные ереси и иритики собирахуся и которые враги богопротивные выше архиереи и иереи и же Христа Сына Божия и Духа Святаго Господа истинного хулили и причистую Богородицу злословили и Христову Евангелию противилися и прочее Святое Писание многое развращали и святым иконам не покланилися и иные многие ереси вводили на погибель душам христианским их же святие отцы собор не обличивши святым писанием осудивши праведно и по святым правилам отлучивши их от церкви и не покаявшихся о ересях своих тех извергуша и прокляши их то им и казнь бе и по сем иных казни и мук небыстим ни единому понеже ибо во всех святых апостольских и отеческих правилах всякому грешному положено отлучение и извержение священным точью мирским же людям запрещение отлучения по вине смотря а извержение им несть но за великие вины им градские казни малые и великие указаны духовному же нашему чину епископам и призвитерам и точью а за великие извержения а градскими законами не повелено казните священного чина людей не токма великими смертными но и малыми не указано понеже двема казнями не казнится за единую вину никто же по святым правилам а щи еретик бы кто был но едина ему казнь церковная положена ежи есть извержение священства и посему святие отцы и благоверные цари на всех соборях своих праведных так и творили по правилам и единого явного уже еретика не замучили и не сожгли и не удавили и языка не отрезали и руки не отсекли ни единому и в землю живых не загребали никого же на соборах своих святых а кои еретические были соборище на верных и те оба зловерные цари и мучители мучительски все творили правоверных богхристиян не покоряющихся зловерию их новому тех всех мучили всякими муками до смерти и сожигали и удавляли их и языки резали им и руки отсекали и в ссылке ссылали тех рабов крестовых и гладом морили в темнице и по сим образцам разумей всяк верный благочестивых и злочестивых действов и отдел их познаваях по Христову словеси не может бо древо добро плод зол творите так уже и злое древо не может плод добр творите и вишть в коих дух святый действова тихий любовный праведный и в коих сатанин дух действова злобный кроволюбный злоковарственный тем же посему свидетельствую и московский собор сей и же бысть при царе Алексии не подобен святым о нем собором праведным но подобен есть всячески по делам своим злым он им еретическим лукавым соборищем учительским и же при царе Анастасии и при царе Константине Капрониме выше греческих и прочим таковым и собором его святым не подобает нарицате правоверным христианам нам но сонмище сатанино и християно убийственное византийский император Константин Капроним сторонник оконоборчества созвал в 754 году собор император Анастасий сторонник ереси монофизитов известен не созывом еретических соборов а борьбой с решениями Халкидонского собора 451 года и гречести и два патриарха на нем бывшая Паисий и Макар они оба сперва стали праведно судить о нас стоящих за старые книги повелел бы царь прежде всех поставить и пред ними клеврета нашего романовского попа Лазаря в то время он привезен из дальней ссылки пустозерья и власти русские воры два Павлика Ларион увещаша царя поставить его Лазаря прежде сего ради той где поп не московский был в дальних ссылках и нашего совета не весь ничто же и не боимся мы того поставлен же поп Лазарь пред всеми ими на сонмище царь же повелел ту стоять и балярину своему князю Петру Прозоровскому и голове Артемону Сергееву и по многих вопросах рекоша патриархи Лазарю по что не приемлюши новых книг он же отвеча сего ради не приемлю я ко всем древним книгам противны и просто приемте их не хочу молю вас крайних пастырей повелите мне идти на судьбу Божию во огонь и аще сгорю то правы новые книги аще же не сгорю то уба правы старые наши отеческие книги и же древле переведенные с ваших книг греческих неперепорченных патриархи же рекоша а больше сего судить мы не умеем и призвавши близ себе балярины и главу и повелеша толмачу своему Денису архимандриту глаголите им и царю то сказате древле уба ваши русские люди не прияли просто святаго крещения от наших греческих святителей но просили знамения евангелия христова положите на огонь и аще не сгорит тогда веруем и крестим савси и евангелия кладена бысть на огонь и не сгорела тогда русове вероваша и крестишеся легенда о трех крещениях руси вошла в хронографы в 17 веке первое крещение при апостоле Андрее первозванном второе в царьграде после упоминаемого здесь чуда с несгораемым евангелием третье при владимире и ныне такожде поп ваш лазарь без извещения не хочет приимать и новых книг но хочет идти на судьбу божию во огонь и не мы его к тому принуждали но сам он так и изволил все слова возгласили трижды всем а а больше сего мы судить не умеем скажите царю они же шедшие сказавшие ему вся царь же умолча русские власти все возмутившиеся и страх нападе на них от кого не чаяли сие изыде и слышавши патриархов приговор праведен и сказаша царю и всем им соотречением яка больше того судить мы не умеем и сим словом всех воров связали а лазаря отпустили свободно до божьей судьбы царь же седами месяцев думал о том положитеся на судьбу божию или не положитеся понеже совесть ему зазираше ведая сам яка бог праведен есть и есть неправды в нем по пророку и сперва нам веру праву дадей книги непорочны и как правду свою церковную даст поругать и схизматикам бог праведен есть и есть неправды в нем псалом 91 стих 16 схизматики раскольники и аще старую веру оправит бог единым попом пред всем царством и мне со всеми властьми срам будет и поношение от всего мира якуасы власти многих христиан всякого чина за старую веру разорили уже и изгнали и умертвили и пустынников попалили огнем по моему велению и как уже бог оправит наши новые книги не быть тому так и не хочу на божию правду уповать не по нас бог сотворит сия помыслив себе помазанник и прелестися и на господа не упова и к богу не приближися а наставника доброго не бысть у него тогда духовник боево Андрей враг христов бысть у неят и блудодей а иных советников душеполезных не допускал к себе но потаковников любил все же власти русские в те седем месяцев на чашек патриархам дары многих приносите златые и сребро и соболи и прочие дорогие вещи и стали той праведной суд их заминать элестию яко лукаве и лисове хвостами след свой а на толмача онага патриарша Дениса архимандрита трапезы многоценную готовляху и в домы своя призываху его и дарами наделяху его и ласкающий всяко ежеб он патриархов своих уговорил дабы по их хотению устроили вся и сотворили деяния соборные их и не разорили бы и царь де любит то толмач же той Денис и сам правого суда бояся понеже соборную церковь успенскую осквернил некогда блудом молодаго подьяка Никонова в пределе облудил подьяк же той нам знаем бе и прииди в разум и каясь о том согрешении своем и пострижися толмач же той до патриарша прихода за десять лет прииди к Москве от Афонские горы и русскому языку и обычаям всем на вычинбе и всем новым властям знаем до конца а патриархи те внове пришли и ничего не знали но что он им скажет то они знают тому и верят такого плута и приставили им нарочно каковы и сами и той Денис блудодей церковный развратил душа патриарха в тех глаголей мсице отцы святи заезжие вы люди зде аще так останете судить зде без помазания и вам чести большой и милости недовольной и даров не будет от великого государя и от всех властей так уже но сошлют вас в монастыре где як уже и нашего Максима грека святогорца и во свою землю не отпустят вас аще в задор станет дело как им надобно так и пущайте Максим грек втянувшись в русскую книжную работу и русские проблемы подвергся преследованием за неосторожные переводы за справу и за идеи не согласные с представлениями церковных и светских властей того времени он был дважды судим на церковных соборах 1525 и 1531 годов и заточен сначала в Волоколамске потом в Тверской отроч монастырь он получил свободу незадолго до смерти умер в 1556 году патриархи же послушали его и творить так остали а не спорили ничего то чью потакали а кто вопрошаше их о старом и о новом предании они же от вещеваху тем и так добро и так добро по всем же лазаря попа стригше а судьбу божию и забыли угождающий нашим отступникам и сказаше ему тут же как вырастут волосы у тебя лазаря буди опять поп и трижды сие слово рекли и сей суд смех есть и малым детям да нечего на них дивить все воровство в наших русских властях бысть а в них бы и была правда и в том им бог в суде я будет а меня перед ними и не поставили ни единожды и не видал их ас то чо вакуума протопопа и старца эпифания показали на рознь и по казни нашей поехали в свою землю с богатством великим и на пути ограбли небыше и все сокровище их неправедное погибе воедин час в то же время у единого патриарха и сын удавился с тоски яко велико богатство лишен бысть на москве божьевучи они торговали вином и табаком запрещение небысть им о том их даже приидыша во свою землю царь же греко-турской велел повесить их на виселице называя их изменниками и ворами понеже без его салтанова веления ушли тайно к нашему царю в Русь а наш царь Алексей не писал о них к турскому царю ежи бы отпустил их к нему но посылал по них тайно шиша милетия чернца гречанина и той подзавеет и той царь недобре сотворить им потаковников своих погубило на свое царство сугубую пагубу на виде душевную и телесную сирич развращения веры и воинств нахождения и смертное разорение от турского царя и от крымского и от прочих чтобы пригласить патриархов на русский собор царь послал на восток грека и радиакона милетия друга паисия лигорида милетий привез в москву патриаршие грамоты осуждающие никона как того хотел царь но подлинность подписи и печати на грамотах вызывала большие сомнения каптерев том 2 страница 293 и далее недостоверное известие о казни александрийского и антиохийского патриархов федор связывает с реальными русско-турецкими конфликтами 70-х годов началом их был захват в 1672 году Магометом 4 каменец Подольска поставивший под угрозу земли Украины пустозерские отцы особенно остро реагировали на такое событие поскольку видели в них наказание Руси за ересь такое же какое понесла Византия павшая под турецкой пятой Паскаль страница 502 Аще бы послал посланника своего к турскому царю с честью прося у него я же бы отпустил патриархов своих в Русь к нам церковного ради общего дела и салтан бы отпустил их и призвал бы их правдую и дал бы нам пред ними сникона мощную ставку и суд праведный его же хощет Бог о всех новых книгах и догматях завода его Никонова и тут бы вся истинная правда явилась и всякая бложь и прелесть новая обнажилась и потребилась от церкви Христовой и посем не было бы ни мятежа ни раздора ни междоусобной брани и патриархи бы вселенские не перевешены бы были и салтан бы турской не восставал и никакого гобы кровопролития не было у нас во всей русской земли и се уба вам благоверным людям буди ведома яко злая та сотворишися от лукавого и богомерзкого собора их и к большему еще злую горю грядет аще не обратятся на старое истинное правоверие и не покинут новых развратных книг тако глаголит дух святый Господь истинный аще не обратитеся оружие свое очистит лук свой напряже и уготовы его и в нем уготовы сосуды смертные и стрелы своя с горящими содела псалом седьмой стихи тринадцатый четырнадцатый и пати глаголит любя и неправду ненавидит свою душу а дождит на грешнике сети огню жупел и дух бурен часть чаши их якоп праведен Господь и правду возлюби правое виде лице его псалом десятый стихи с пятого по седьмой неточная цитата о казни божия новым отступникам и защитникам нечестия и догматов никонианских сонмище лукавствующих на них же возвратившися клятвы их статей о казни божия новым отступникам часто включается в рукописях в состав послания к сыну Максиму слыши как о казни бог свыше новых отступников кое сперва наложиша на нас беззаконную свою клятву петерим митрополит новгородский остриг нас сперва и же по асафе и патриархам бысть на москве ощен и не гонитель беноверу но потаковник прочим лукавым врагом бысть павлу и лариону у живага у него прогнило горло и вскоре умре от тоя лютые болезни а в мире побжебе и осав патриарх полимбия внутренним огнем вельми и без пристань не пия и ходя и не може утолить и жажды тоя и огня в себе загасите раздувся зело и так умре казанский митрополит лаврентий по смерти во смерти зело глаголит яко и по всему граду носитеся зловонию во смрадному и носы затыках у люди рязанский архиепископ Эларион отступник и льстец царев и лютый враг святые церкви и новином всем любитель паче прочих властей и у того окаянного прежде смерти ноги отсохли поофедрон яко неправо стоявша в вере и на шах у его на носилках многое время потом же и весь сух бысть яко трава прежде восторжения изше избысться на нем пророческо слово реченное да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие сиона да будут яко трава на здех я же прежде восторжения изше псалом сто двадцать восьмой стихи пятый шестой да будут как трава на кровли которая прежде нежели будет исторкнута засыхает и дамаскин иоанн в степени глаголит выну о ненавидящих сиона стихове степени песнопения составленные иоанном дамаскином и поющиеся на воскресных и праздничных утренях в этом песнопении иоанн дамаскин варьирует слова псалма сто двадцать восьмого посрамятся от господа яко трава бо огневи будут иссохшие паки ненавидящие сиона да будут уба преже восторжения яко трава сечет бог христос выя их усечением мук возненавидели они окаяннии святые сионские восточные церкви матери нашей правые догматы и поругали и попрали а возлюбили и поцеловали римскую блядь блудницу во федрон и приемлют счастью и слушают с любовью проклятых и листивых и я дедоскалов и от тех нечистых духов напиваются мутного питья яко свинья кабацкие борды борда подалю остатки от перегона хлебного вина идет над корм скота той же отступник ларион волк а не пастырь святых отец клятву недейственно помышлял и осмеял и проклятую на рек в новом своем соборном деянии и же в стоглаве царя Иоанна написаша богоизбранное они святители древние окрестном знамени сложения перстов аще кто не крестится и не благословляет двима персты як уже и Христос таковы да будет проклят и сия клятва праведная святых уронила его в сердце и не я же изше яко проклятая от Христа оная смоковница и умре зле на показания многим да не подражают но в развращенные вере их а кой святи и выше на том соборе филипп митрополит гурии в арсенофии казанские чудотворцы тех бог уже прославил давно в животе и по смерти исцеление подают всем и миром благоухают а новые толстобрюхие власти яко псы воняют и с нуждю их погребают того же их соборища лучший быв подражатель и никонов поборник первой паче всех московских попов барашевский поп Иван Факин растерзан удицею божию яко арий жив и чревом вся внутренняя его вон изыди и оттого тако и скончася по хронографу о смерти ария внезапу расседяся ему чрева и проходом излияся внутренняя его страница 274 грек Арсений еретик и же Никона в вере развратил и новые книги приводил той при смерти расседяся глаголит и умре зле Никонов отец духовный игумен Сретенского монастыря прежде смерти возбесися ума иступив и отдан бысть под начал в Покровский монастырь заяузаю строителю Кириллу и ту таков том умре Никонова же собора собеседник и названный сын его любезный епископ Полоцкий Калист сам себе удавил яко июда ини и мнозе Никоновы поборницы зле скончахуся разными наказаньми пачи жоный крутицкий митрополит наветник церковный его же дом бесом жилище бысть о кончине не вем а лгать я не хочу на отступника точию бо вемся о нем якобы смерти его повелением божиим принесаше его бесове и поставиша сде в пустозерье близ темницы моей я прямо лицу внощи и поде предо мной на землю вопияше глаголя Феодор Иванович прости мя господа ради мне 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 сидящую во время той молитвующую и возрев оснань и видев его рех ему о окаянье ныне ли же уже просишь прощения от нас жди праведного суда Христова то и надежда наша небесный царь даст нам на вас мучителей праведный суд помнишь ли ты говорил в крестовой и мы яко старое благочестие право все да нам бы царя своего править там ауба пред вселенную и царь будет ваш пособитель и тогда уже как-то правите его со всеми святыми нашими отцы скоро бож ждем воскресения мертвым и рех держащим его бесом отведите его и где же вам господь повеле и обе не видим бысть прежде же сего прошение некое белмени о нем и ради сего явленными есть посем же и царь скоро пожат бысть яко серпом смертным а злой же его кончине писано в мале выше сего здесь по смерти же цареве мину год и присланы быше к нам грамоты от юного царя Феодора велено нас в монастырь привесть от сели и в то время аз юзник Феодор моли господа моего света христа да явит ми отце его Алексей в каком месте он добродей наш пребывает по смерти да и мам что сказать на руси верным братьям о нем и просих седмицу и две и небысь ничтоже и паки еще просих два месяца уже просих всяко и не показано немало аз же грешный огорчихся и рех господи буди воля твоя и по семь вскоре прислан к нам паки сотник стремянный здесь в рукописях пропуск недавно опубликован фрагмент одного из списков послания к сыну Максиму частично восполняющий пропущенное приводим его по изданию описания страница сто третья но даже и в этой рукописи не достает части описания загробных мук царя Алексея Михайловича воздохнувшая от веща в той же двенадцать сажен глубины яко храменно тесно соделана и то он сидит скован до судного дне и по семь видих плач некий велик в дому цареве и се конец тому видению азже благодарих Христа Бога моего праведного судию всем яко не презре прошения моего избысться на них слово пророческое ров и зри и ископа и впадается в яму юже содела и обратится болезнь его и на голову его и наверх его неправда его снидет Псалом седьмой стихи шестнадцатый семнадцатый понеже бонас нищих они богатые цари и архиереи за законы отец наших мучили и казнили и проклинали и ямы нам копали и сами в них попали и скопаша пред лицом моим яму и впадавшеся в ню рече пророк Псалом пятьдесят шестой стих седьмой хотели уба нас поганую своею беззаконную клятву осудить и загнать и в ад но сами будут в ааде и есть уже а нас избавит господь от таковые погибели за молитв святых отец наших за них же страждем и за веру их и за книги их святые уже бы показал христос спаситель наш преславная своя знамение в смертных наших ранах исцеления и дарованием язык двократы они же во славах и вдовольство всяких живяху и прах не упаде на главы их и солнце не ожей и плотских человеки не прияша ран сего ради удержа их гордыни до конца одеявшися неправдой и нечестием своим по пророку и за льщение их положи им господь злая всегда разгордеть им и потом как обыше в запустение внезапу исчезавши и погибуша за беззаконие свое яка сония восстающего казни бо их сам христос свыше разными наказанными при кончине на объявление нечестия и отступления их да сбудутся писания пророка Давыда ежели глаголит атаковых грех уст их и слово уст их и яти будут в гордыне своей и от клятвы и лжи возвестятся в кончине во гневе кончины и не будут и прочее тако глаголит дух святый не быть им врагом во свете живых за не же отступили заблудили и погибли всего ради святитель Александр Вятский епископ и же прежде Коломенский быв попавли исповедники разумев все коварство и неправду соборящей их погибельного приехав свою область не служащие по новым книгам и сельским попом всем запрещаше и нецей попове боящейся страха царева и завещаше нецей царю о том нань истязания бысть ему он же страха божия пачу бояся и не послуша лукавого соборища их и отрекся новозакония их и остави епископию отъеде в монастырь свой на вычигду и каяся до смерти о прежнем своем поползновении заезжая сообщися с ними епископ Александр Вятский был противником никоновых реформ и на соборе 1666-67 годов пытался протестовать против них однако не обладая темпераментом борца он утомился от борьбы и признал некоторые соборные решения Зиньковский страница с 284-й по 286-ю Александр Вятский умер 17 декабря 1678-го года и Никон сам начальник злобы той проклинал собор их той и патриархов греческих называл алтынниками при царе и при всем сонми их и гда судиши его не извергыша посем не вем за что тем же и посему собор их страстный и бешеный бысть и кто не посмеется сему имея ум И своя ище к тем приложиша. И к сему уба плача реку пророче слово, подвижася и трепетно бысть земля, и основание гор сметошася и подвизашеся, якопрогневался на ня Бог, взыде дым гневом его. Псалом 17 стихи 8-9. Ипаки глаголит, за что тако бысть, понежа разделишася и не умилишася? Бы же сицево откровение мне юзнику о клятвах их беззаконных, по второй казни, зде в пост Филиппов, поутренней некогда в темнице сей, во скорбе к Богу зело, и размышляя в себе глаголок. Что си, Господи, будет мне грешному? Так, му, клятвы у них между себе и на нас, и зде клятвы спорные у нас. И абе внезапу, в частой, става узилище нашим, якополк велик с небесе невидимых лиц. И начаша глаголати вси воедино слово псаломскую речь сию, а скверниша завет, разделишася от гнева лица его. И глаз их яка громбысть, и глаголаша многожды речту, и посем начаша глаголати ину речь сию многожды. Истинною твоею потреби их. Псалом 53, стих 7. И то же, да то же, аз же, слышався я и дивихся. Мне же не рекуша, не чесожа, и от идаша тихо. Селик святых ангелов бысти учишем, а тем образом молите Бога на отступников клятвою. Но да стоит им плакать и рыдать и каяться о своем падении, заблуждении и прельщении, Аще хотят убежать и праведного и страшного суда Христова. И часть получите со святыми своими древними отцы во общем воскресении тогда. Древле ворече Бог угоднику своему Аврааму, Всяк благословляя тебя благословен, а проклиная тебя проклят. Весьма произвольно цитируется книга «Бытие», глава 12, стих 3. «И Давыд, пророк, глаголит о праведниках Божиих, Яко благословящие его наследят землю, клянущие же его потребятся». Псалом 36, стих 22. Так уже бой наших древних святых отец, греческих и русских, угодников Христовых, И нас, поборников их всяк, и же кто благословляя благословен есть, А проклиная проклят будет, по Христову словеси, и же рече жидом. «Им же босудом судите, осудитеся, и в ню же меру мерите, возмерится вам». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Еще писано в житии Симеона Столпника. «Священник некий, вязаше и проклинаше детей своих духовных, И попущением Божьим приидуше бесове к нему, И связавше его самого, и без ума бысть, И посемь святый Симеон исцели его, И наказа его вязать и решите правильне, а не по нахальству своему. Зри же всяк, як Бог праведен есть, И несть неправды в нем, И неправую клятву налагающим пастырем безумным Месть воздает, и изде, паче же в будущем веце. Дадя Бог Христос власть апостолам своим, И сперва вязати и решите по правде. От апостолов же прияша вси святии пастыри ту власть божественную, И аще кого они связаша, по правде то сотвориша, И по церковному уставу и обычаю. А мучительски никого не замучили нигде, Не токма верного, но и неверного, И еретика не убили и не задавили, И в темницах не уморили гладом. Но сами везде от таковых врагов Страдали за веру и правду, Подобящиеся своему владыце, Пастыре начальнику Христу, Яко он сам за нас пострадал, Нам оставль образ, Да последуем стопам его по апостолу Петру. Первое послание апостола Петра, Глава вторая, стих двадцать первый. И богослов Иоанн глаголит, Яко Христос по нас душу свою положи, И мы должны, если мы по брати, Души полагати. Первое послание апостола Иоанна, Глава десятая, стих шестнадцатый. Да яко же апостоли Христови, И все святые церковные учители Словом учили, а делом творили, А ложные пастыри, Злые наемники сатанины И душегубные волки, Нигде за Христа и за веру его и правду Страдать и не хотят, Понеже не того ради приходят, И во двор овчий не дверью входят, Но дырою влазят, Крадущие, яко тати и разбойницы, О них же сам Господь сказа нам рече. Не входя и дверьми во двор овчий, Прилази и нуде, Той тать есть и разбойник, И тать не приходит просто, Но разве да украдет, И убьет, и погубит? Евангелие от Иоанна, Глава 10, стихи 1 и 10. Так уже и злые архиереи Поставляются славы ради и чести И богатства мира сего, И гордостью надуваются, И святительскую властью величаются, И преобразуются в апостола Христова. И то не дивно есть, братья, И сам сатана преобразуется в ангела светло, Ему же они последуют своими делесы злыми. И сего ради попираем бесовскую их клятву. Церкви мои, а врата адова не одолеют. Евангелие от Матфея, Глава 16, стих 18. «Рече Господь! Ему же слава С обезначальным Его Отцем И Пресвятым Духом вовеки!» Аминь. О познании антихристовой прелести Этот трактат распространен В старообрядческих рукописных сборниках. Имя Федора введено в заголовок его, Например, «Писание страдальца Феодора Диакона О антихристовой прелести» И читается в конце в шифрованной подписи. Но иногда подпись бывает другой, Исаак или двойной, Федор Андрей. Смотри описание, страницы 206 и 214. Трактат известен в двух редакциях. Одна здесь приводимая и считается Авторской, Пустозерской, созданной Федором. Вторая, несколько более обширная, Создана в XVIII веке В старообрядческом центре на Выгу, Возможно, главой общины Андреем Денисовым. Смирнов, не знавший о существовании двух редакций, Выразил сомнение в принадлежности трактата Перу Диакона Федора. Смирнов, страница 67. Аргументы Смирнова могут быть отведены, Но один главный сохраняет свою силу. Трактат весьма отличается от всего, Что писал Федор об антихристе И по идеям, и по манере изложения. Имя Федора в заголовке и даже в подписи Не может считаться полной гарантией его авторства. Средневековая традиция допускала Приписывание произведения писателю, Который был наделен большим авторитетом. Федор считался среди пустозерских отцов Специалистом по вопросам, Связанным с явлением антихриста. Этой теме посвящены части Ативета православных, Послания Иоанну, Некоторые фрагменты из послания Сыну Максиму и другие. Трактат по материалу, По избираемым для толкования Апокалиптическим образом, Связан со всеми этими произведениями, Но дает им новый смысл. Если в них Федор считает, Что антихрист еще не пришел, Хотя последние времена уже наступили, Призывает твердо держаться указаний, Данных в авторитетных источниках, И помнить, что антихрист Явится как человек от колена данного, То в трактате поэме Об антихристовой прелести Антихрист мыслится уже явившимся И отождествляется с дьяволом. Мистическая экзальтация, Определяющая дух трактата поэмы, Вообще не характерна Для сочинений дьякона Федора, Но особенности самого предмета, Антихрист, Последнее время, Таковы, что мнение о нем Может резко меняться у одного автора, И на смену рассудительности Может приходить мрачное вдохновение. Никаких указаний, Позволяющих датировать трактат, Точнее, чем в пределах Пустозерского периода, нет. Бубнов предполагает, Что трактат написан Федором Еще в Москве. Исследователь отмечает, В нем сильное влияние книги Старца Спиридона Потемкина. Бубнов, Спиридон Потемкин И его книга Ленинград, 1985 год, Страница 353. Вопросил Мяйси возлюбленнее О нынешней новоявленной прелести, Наставшей по знаменному числу лет, Вчиненных церкви святой чинов, Утверждающейся в державе Нашего христианского царства, Нареченного Богом Третьим Римом. И понудила есть святыня Твоя, Мое недостоинство изрещи Тебе, От грубого ми сердца, Боголюбезной Твоей души. Вопросил Ты меня, возлюбленный, О нынешнем новоявленном обольщении, Возникшем теперь, Когда настал предуказанный срок, Когда протекли годы, Определенные для мирного бытия Святой Церкви, Укреплявшейся под властью Нашего христианского царства, Нареченного от Бога Третьим Римом. И Твоя святость вынудила меня В моем недостоинстве ответить Тебе, Направив речь от грубого моего сердца К Твоей душе, любимой Богом. Обращение Святыня Твоя Принято для епископов. Это обращение вызвало сомнение Смирнова, заметившего, Что в тот период у старобрядцев Не было епископов. Однако в послании Иоанну, 1669 год, Федор называет Аввакума Святителем Христовым, Наименование, подобающее епископу. Возможно, что в опросившем Об антихристе был сам Аввакум, Если послание вообще принадлежит Федору. Но тогда послание датируется Временем до 40 лятв, То есть до 1670 года, И пишется почти одновременно С ответом православных Совсем другим по духу. Я, сгрешный, Воспещен многими В себе помышлений, В велицем недоумении Быв осем, Понеже вопрошения Постижимя Выше силы моей я. Но меня, грешного, Задерживали многие колебания. Я останавливался В растерянности, Ибо вопрос твой Был выше моих сил. А наипаче Удивительнее реку. Как обо невещественная душа У вещелюбивого человека Благоразумию Навыкнуть и хочет. И мудрозрительное Око имея У помраченного Тмою злострастия Свет видеть и желает, И весьма Несведящего Ничтоже благоразумие Вопрошает. И еще большее Выражу удивление. Как же хочет Невещественная душа Получить благие знания От человека, Приверженного материи, И как она, Имея око, Проникающее В глубины мудрости, Желает видеть Свету того, Кто помрачен Тьмой злых страстей, И как просит Благих знаний От незнающего И не мог Отложить Любовь твою Понуждаем Есмь Желанием Твоим, Презря Свое Всякое Недостоинство И противление, Дерзнув Ти мало Нечто Воспомянути О предлежащей Вине. Но я не мог Пренебречь Твоей любовью, Понуждаемый Желанием Твоим, Я преодолел Сознание Своей Неспособности И решился Кое-что Вспомнить По указанной Тобою Теме. Возлагая Все свое Недостоинство На Прибогаторе Щедроты Зиждителя Моего, Елика Он Ми, Создатель Мой Отверзит Недостойная Моя Уста Молитвами Твоими Вспомогающими Всячески Должен Изрещи. Я должен Высказаться И, Надеюсь, В моей Неспособности На безмерную Милость Создателя Моего, По силе Ее Он Откроет Недостойные Мои Уста, А Твои Молитвы Тому Помогут. Да Не зазри Моллюску Даумию Моему И Немованию, Да Исправише Благорассудством Своим Да По крыше Понеже Нехотящими А любовь Твоя Понудила К всему Дерзнутию О настоящей Прелести Антихристово Действо. И Не Осуждай Молю Мое С худоумие И немоту, Но помоги Своим Благоразумием И защити Меня, Ибо Не сам Я решился На дерзость Рассуждения О нынешнем Антихристовом Обольщении Но Любовь Твоя К всему Меня Принудила Многообразно Бо Есть И Всячески Пестра И Колеблющая Землю И Потрясающая Вся Основание Церковное И Потребляющая В души Вся Многоразличное Боговидение И Нужда Нам Осем Глаголоти И Всегда Подтверждатися Якодо Познавши Прелесть Истину Удоб Соблюдем И Неведяще Жию Погрешим В истине Это Обольщение Многообразно И Пестрое И Колеблет Землю И Потрясает Основание Церкви И Губит В душах Всякое Богоподобие И Надо Нам Осем Говорить И Укрепляться Ибо Познав Суть Обольщения Истину Лучше Сбережем А Не Зная Сути Погрешим Против Истины Антихрист Бо Он И Спадшая Деница Завомый Дьявол Темный Помраченный Языческий Бог Творец Изъеждитель Всякие Злобы Всякому Благу Противник Антихрист Это Спадшая С неба Утренняя Звезда Завомый Дьяволом Темный Помраченный Языческий Бог Творец И Создатель Всякой Злобы Всякому Благу Противник Испадшая Деница Понимание Антихриста Как падшей Звезды Своеобразно Оно Ведет К образу Звезды Раскрывающей Бездны Из Апокалипсиса Глава Девятая Стих Первый И вместе С тем Провоцирует Автора Надалии Следующее Отождествление Антихриста Сатаной Падшим Ангелом Поверженным Светом Нехарактерное Для понимания Антихриста У Отцов Церкви Наиболее Близко К такому Взгляду Стоит Ефрем Сирин В слове О втором Пришествии Господнем Кончине Мира Антихристе По опущениям Святаго Бога Первое Его Ангельское Сияние Ежеменно Небесех Дастся Ему И первый Его Гордостный Недуг Попустится Ему Восприятие Богом Ся Наречет И возглаголит Пригордое Навышнего И Святых Вышнего Оскорбит И Смирит Смиренных И Вознесет Гордые И Изблюет Свою Презлейшую Мучительную Горечь Яко Да тем Пречистый Владыка Искусит Весь Мир Да Явится Избрань И Нечествующие Да Покажется Рекше Да Явится Овы В смерть Овы В живот Ежда Сподобит Нас Господь Бог Избыти Смерти И Получите Живот Неизреченных Ради Своих Щедрот Молитвами Пречистая Своей Я Матери Преблагословенные Владычицы Нашей Богородицы И Преснодевы Марии И Всех Святых Аминь Попущением Святого Бога То Ангельское Сияние Которым Обладал Он На Небесах Вернется К Нему Вновь И Вновь Заразится Он Гордостью Первоначальным Своим Недугом И Богом Себя Назовет И Надменно Обратится К Вышнему И Святых Вышнего Оскорбит И Принизит Смиренных И Возвысит Гордых И Изрыгнет Злую Горечь Мучительства Чтобы Ею Пречистый Владыка Искусил Весь Мир Чтобы Объявились Избранные И Показались Бесчестны Иначе Говоря Чтобы Одни Достигли Смерти Другие Жизни Если Сподобит Нас Господь Бог Преодолеть Смерть И Обрести Жизнь Через Его Неизреченную Милость И Молитвы Пречистой Его Матери Преблагословенные Владычицы Нашей Богородицы И Вечно Девственной Марии И Всех Святых Аминь Изблевания Горечи Образ Из Слова Ефрема Сирина Настоящая Бо сия Вражия Прелесть Пача Жерещи Вкупе И Злоба Прелукавнейшее Обретается Римского Помрачения Или Тмы Понеже Глава Его Тогда Еще В смертном Заколении Бяше Рекше Духовным Оружием От Правоверных Духовных Отец Отлучением Верным Римское Неистовство Проклято Теперешнее Же Это Вражье Обольщение Более Того Можно Сразу Сказать Из Злоба Опасней Былого Помрачения Веры В Риме Ибо Владыка Мира Был Тогда Еще В смертном Плену И Римское Безумие Было Побеждено Духовным Оружием То есть Правоверными Духовными Отцами От Верных Отлучено Римское Помрачение Здесь Начинается Толкование На 20-ю Главу Апокалипсиса В Традициях 30-й Главы Книги О Вере И Кирилловой Книги Здесь Здесь И Ниже Много Образов Из Главы 13-й Апокалипсиса Ныне же при Исполнении Имени Его 666 лет Язва Смерти Его Исцеле Сирич Воедину Державу Нечестия Все Три Рима Совокупишися По Образу Августа Кесаря Ныне же Когда Исполнилось Имя Его 666 лет Рана Смерти Его Исцелилась То есть Под Единую Власть Нечестия Слились Все Три Рима Как Во Время Августа Кесаря Первее По Развязании Своим Дьявол Ишет Из Бездны Рим Нечестием Порази Со Всеми Западными Странами И Пошет До Нашего Царства На Пути Литву Отступлением Плени Прежде Всего Освободившись От Путы Выдя Из Бездны Дьявол Поразил Нечестием Рим Со Всеми Западными Странами И Пошел К Нашему Царству На Пути Пленив Литву Принудив Ее К Отступничеству Та И паки языческое богоненавидение, яко тернее процвете, паки по всей земле усадись, а мучительство немнее прежнего, яко же до Христова Рождества, наипаче зельнее, а семчтый доразумеет. И снова языческая ненависть к Богу проросла, как терновник, снова по всей земле распространилось мучительство, не только не слабее прежнего, бывшего до Рождества Христова, но гораздо сильнее, о чем речь читающий сам поймет. И сидя, каянный, не в капечном храме, но в Божьей Церкви, на месте святим, не идолом возглагола, но богомерзкими еретичествами и многообразными отступными иконами, некими труппами, мертвыми человеческими телесы, рекше нечестивыми людьми к разорению правдым учительством и богопротивством, возглагола к своему нечестию покоряющих, и ими на поклонение себе приведе, не покоряющихся же смертью осуди и сбивати. И сел каянный не в языческом храме, но в Божьей Церкви, на месте святом, и возвестил о себе не через идолов, а через богомерзкое еретичество, через многообразные отступнические иконы, через трупы, мертвые человеческие тела, иначе говоря, через нечестивых людей. К разорению правды, мучительством и богопротивством он призвал тех, кто покорялся его нечестью, и с их помощью принудил к покорности других, не покоряющихся же осудил на смерть. И на севере угнездился, на возлюбленном своем месте, я же с небеси падшая денница, восходящая за утро. И на севере угнездился, на любимом своем месте, как с неба упавшая утренняя звезда, на другое утро восходящее вновь. Речебо треклятый себе во уме, и взыди на святое церковное небо, и постави престол свой, выше звезд небесных, святых церковных учителей, и сидя на высокой горе, благочестием светящейся, в христианском на севере царстве, в российском государстве, и паки на горах высоких, в божиих церквах, на облацах небесных, на святой апостольской проповеди, подобием сравняяся вышнему. Ибо велел треклятый сам себе, и взошел на святое церковное небо, и поставил престол свой, выше звезд небесных, святых церковных учителей, и сел на высокой горе, благочестием светящейся, в христианском царстве на севере, в российском государстве, на горах высоких, в божиих церквах, на облаках небесных, на святой апостольской проповеди, внешне уподобляясь Всевышнему. Егда ищи бешено небеси, по мысли поставите себе престол на севере. Прежде, когда еще был на небе, он решил поставить себе престол на севере. Того ради Творец наш, Господь Бог, ведая его злоковарство, як отщица человеческий род весь погубить и в смерть, предвозвести во оберегание избранным своим, своими пророки, хотящие быть и на кончину времен, як от севера лукавство изыдет, и каверным глаголит, и соблюдутся от злых. Лжа от севера изыдет на вся живущая на земли, сирично вся мыслящая земная, и на небесех ни коего же блага помысла не имущая. И потому Творец наш, Господь Бог, ведая его злоковарство, зная, что пытается он весь человеческий род предать смерти, и дабы уберечь избранных своих, возвестил через своих пророков о том, что должно случиться в конце времен, что с севера придет соблазн. И верным он говорит, пусть берегут себя от злых, ложь распространится с севера на всех живущих на земле, то есть на всех мыслящих о земном, а на небо не обращающих благих помыслов. Идея, что Антихрист придет с севера, восходящая к пророчествам Иеремии, книга пророка Иеремии, глава 1 стих 14, глава 4 стих 6, глава 6 стих 1, была высказана Петром Дамаскиным. Девятнадцатый век Смотри, Перец, историко-литературные исследования, Санкт-Петербург, 1900 год, страница 10. Ее развивал инок Авраамий, прилагая к Никону. Смирнов, страница 18. Итак, о невидимый змей. Проклятый дьявол Входит в изобретенные своя сосуды, Водвоится окаянных человек, царя и патриарха, И бывает нечистая троица, Южа, видя богослов, в трех нечистых духах, Змия и зверя и лживого пророка. Итак, невидимый змей, проклятый дьявол, Входит в найденные сосуды, В окаянную пару царя и патриарха, И образуется нечистая троица, Та, что видел богослов, В трех нечистых духах, В змии, звере и лживом пророке. И полит же святые и прочие исповедницы Христовы Истолковаша змея в дьявола, Зверя же в антихриста, Сирич царь лукавый, Лживого же пророка, Духовного чина начальника, Рекше патриарха, И полит же святой и прочие исповедники Христовы Толковали змея как дьявола, Зверя как антихриста, То есть царя лукавого, Лживого же пророка, Как духовного чина начальника, То есть как патриарха. Слово Ипполита об антихристе Было напечатано в так называемом Иосифовом соборнике, Изданном при патриархии Иосифе В 1647 году. Смотри, Нево Струев, Слово святого Ипполита об антихристе, Москва, 1868 год. И так, обывай, троица превеззаконная, Пресвятой троица противница, И соисходящими из нея подобными себе Треми же духи нечистыми, Яко жабами, сирич какову жабу, Рекше хулу, Змий, и же есть отец лжи, И спустив на пренебесного Истинного Отца Света. Такову же гадину злохуленя отрыгну От всеядостного своего Богомерзкого сердца, И зверь, антихрист, Рекше сын беззаконный, На преблагословенного Агнца Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Подобне же и третий Злобесный лжепророк, И же есть дух лстечь, Рекше патриарх, Изблева от злаго Своего сокровища сердечного, Хулу на истинный И святый дух. И так образуется троица Пребеззаконная, Пресвятой троице противница, И из нее исходят Три же духа нечистых, Как жабы. То есть, какову жабу, Иначе сказать, хулу, Змий, то есть отец лжи, И спустил на пренебесного Истинного Отца Света, Таковую же гадину, То есть злобную хулу, Отрыгнул от всеядного Своего богомерзкого сердца, И зверь Антихрист, То есть сын беззаконный На преблагословенного Агнца Божия, Господа нашего Иисуса Христа, Подобно тому и третий Мерзкий лжепророк, То есть льстивый дух, Иначе сказать патриарх, Изрыгнул из греховных Тайников своего сердца Хулу на истинный И святой дух. И таков лепота, Ту наречется Совершенная Троица Пребеззаконная, Пресвятей истинней, Пресовершенней Живоначальной Троицы Противница И святей вере Разорительница. Ея же мрачнее Поклонницы, Окаяннее отступницы, Отторгают истинных Поклонников От истинные Святые Живоначальные Троицы, Ово многообразными Томлений и мучительствой, Ово же многообразными Лщеней и злохитрыми Ухищрениями, Еретическими Прелестами, И же сплетоша Яко некую сеть Своему нечестью Богомерзкую славу, На увязании Пагубу себе И прочим Пореченному В сети своей Увязи грешник, И теми Прославляют Отца своего Прельстившего Их дьявола, И же поисшествии Из бездны Глаголы им Живущим на земли И мыслящим Земная, А на небеси Ничтоже Имущим Сотворите Образ Зверю Сирич Отступление И зверообразное Мучительство И так вот Удачно названа Настоящая Троица При беззаконии При святой Истинной Пресовершенной Живоначальной Троице Противница И святой Вероразорительница Ее же Мрачные Поклонники Окаянные Отступники Отторгают Истинно Верующих От истинной Святой Живоначальной Троицы Одних Многообразными Терзаниями И мучительствами Других Многообразными Обольщениями И злохитрыми Ухищениями Еретическими Обманами Эти Обманы Своему Нечестию Богомерзкую Славу Сплели Как некую Сеть И увязают И гибнут Не и сами И других Губят Сказано В сети Свою Вяз Грешник И тем Прославляют Отца Своего Прельстившего Их Дьявола Ибо Дьявол Выйди Из Бездны Повелел Им Живущим На земле И мыслящим О земном А не о небесном Изобразить Зверя То есть Отступить От веры И предаться Звероподобному Мучительству И каков Образом Вепрь Польский Люд Бывает К растерзанию Плотскому Таковым Же Образом Сотворите Повеле Дьявол Своим Другом Окаянным Еретиком Зверя Антихриста Сугубо Убивательно Душу И тело Душу Мечем Нечести Отлучающей От Бога Тело Мечем Различающее От сия Тленная Жизнь И каков Вепрь Степной Люто Терзающей Плот Такого Зверя Повелел Дьявол Сотворить Друзьям Своим Окаянным Еретикам Но Зверя Этот Антихрист Вдвойне Убивает И душу И тело Душу Мечем Нечести Отлучает От Бога Тело Простым Мечем Разлучает С этой Тленной Жизнью И так Образ Зверя Всяк Помраченный Тмою Нечести Окаянный Еретик Носит В себе Зверину Злобу Изблевает На кроткое Христианское Стадо От Божественные Же Руки И Ограды Овец Приводящий К своему Богомерзкому Уставу И Нечестью И Так Вот Образ Зверя Всякий Окаянный Еретик Помраченный Тьмой Нечестия Носят В себе И Он Изрыгает Звериную Злобу На кроткое Христианское Стадо И Исторгает Овец Из-под Божественной Защиты И Уводит И К своим Богомерзким Порядкам И К Нечестию Нечестие Жи Его Удивительной Реку Запестрот На его И Залживое Злохитрство Яко Сплетение Нечестия С благочестием Клятву Жи С благословением Мучительство С щедротами Милость С немилосердием Кротость С зверством Бещине С благочинием Здравое С овредящим Смертное С пребывающим Волк С агнцем Благословенное Древо С проклятым Трисоставный С двучастным Церкви С костелом Попежники С освященники Западные С восточными Ляхи С иподьяконы Поляки С причетники Мощи Святых С еретическими Трупами Иконы Святые С богомерзкими Образы Искращение Рещи Каждого Святыня Нечестивая Близь себе Имеет Исквернение По образу Пестрого Зверя Рыся Разделите Жи лицемерие От лукавства Немощно Понеже Пестрота Зверина По существу Его Срослену И мать В себе Крепость И Сплетено Нечестие С благочестием Нечестие Жи его С удивлением Скажу Поражает Пестротой Своей И лживыми Ухищрениями Ибо он Сплел Воедино Нечестие С благочестием Проклятие С благословением Мучительство С милостью Милосердие С жестокостью Кротость С зверством Бесчинство С благочинием Полезное С вредным Смертное С нетленным Волка С агнцем Благословенное Древо С проклятым Трисоставный Крест С двухчастным Церкви С костелом Попежников С священниками Западных С восточными Ляков С иподьяконами Поляков С причетниками Дечками Звонарями Мощи святых С еретическими Трупами Иконы святые С богомерзкими Образами Короче говоря Всякой святыне Соположено Нечто Нечестивое И скверное Как пятна У пестрого Зверя Рыси Отделить же Лицемерие От лукавства Нельзя Ибо Пестрота Звериная На составные Части Неразложимо И неразрывно Сплетено Нечестие С благочестием Антихрист Бо есть Дьявол Ангел И бес Свет И тьма Деница И прелестная Звезда Лев И агнец Царь и мучитель Лжепророк И святитель Благ И гонитель Чиститель И сквернитель Пристанище И потопление Безбожным Бог Христианам Жи враг Миролюбцам Святитель Боголюбцам Жи мучитель Нечествующим Прибежище Благочестивым Жи пужалище Велик Злобою И высок Гордостью Страшен Мучительством Пестр Введением Осязанием Жи Тма Сатана И человек Дух И Плоть И паки Змей И зверь И лжепророк Их же Видя Богослов Антихри Жи есть Дьявол И бес Свет И тьма Утренняя Звезда И ложная Звезда Лев И агнец Царь и мучитель Лжепророк И святитель Благой И гонитель Очиститель И сквернитель Пристанище И потопление Безбожным Бог Христианам Жи враг Жизнелюбцем Святитель Боголюбцем Жи мучитель Нечестивым Прибежище Благочестивым Жи пужалище Велик Злобу И высок Гордостью Страшен Мучительством Пестр Видом Для сезания Жи тьма Сатана И человек Дух И плоть И снова Змей Зверь И лжепророк Которых Видел Богослов И всех Триех Вся злоба Нечестия Состоится И всякому Богу Лению Исполнение И всех Злых Совокупления И в них Троих Заключается Вся мерзость Нечестия И всякого Хуления Осуществления И всех Злых Соединения И вся Сичины И вся Его Держава И все Его Адово Царство Всих Содержится И весь Этот порядок И вся Его Власть И все Его Адово Царство В них Содержится И невозможно Мне Подробно Исчестия Вся Пестроты Его Бесчисленны Бо суть И пачи Песка Понеже Собраны Со Всея Вселенная Соблазны И всех Еретик Скверны И не могу Я подробно Перечислить Все его Пестроты Они Бесчисленны Их Больше Чем Песку Ибо Собраны Со Всей Вселенной Соблазны И всех Еретиков У Скверны И Подобно Кругам Исходящим С дымом Горким Нечестием Из гнест Своих Студенца Застужая Вся Благодеяния Из Бездны Нечестия Из Глубины Греховная А Мерцающая Умную Светлость Да Не зря Солнца Праведного Христа И Агры Небесные Не Смыслят Они Исходят Подобно Кругам Исходящим Рещи Австро И может Ли Вырваться Из Рук Твоих Тот Кто Захвачен Мирской Суетой Чей Ум Пригвожден К земле Воистину Нет Не Не Аз Не Аз Глаголю Исходящим Исходящим Глаголы Верным Игда Ещен Не вся Исполнится Земля Нечестием Тогда Сия Глагола Это Это Мои Слова На Божественной Милетии Говорил Так Об Ослепленных Обольщениям Римлянах И Поляках Обращаясь К Верным Когда Еще Не Вся Земля Наполнилась Нечестием Тогда Говорил Он Ныне же По Исполнении Языческого Нечестия Наипачи Лепы Рещи О Прелести Понежи Иси Пестра Зрим Церкви Стоящее Церковное же Развращение Всюду Стоящее Ныне же Когда Языческим Нечестием Заполнено Все Тем Более Подобает Сказать О Обольщение Ведь Ты Пестра Видим Церкви Крепко Стоящей И Разрушение Церкви Всюду Крепнущее О Прелести Понежи Иси Пестра Церковные Стены Созидаются Законы Же Я Раззаряются И Злохульно Укоряются О Обольщение Ведь Ты Пестра Церковные Стены Созидаются Законы Церковные Разоряются И Злой Хуле Предаются О Прелести Понежи Иси Пестра Иконное Поклонение Почитается Образы Святые Яко Непотребные Отметаются Обольщение Ведь Ты Пестра Почитание Икон Сохраняется Сами Же Образы Святые Как Непотребные Отметаются О Прелести Понежи Иси Пестра Причастия Тело И Кровь Христову Исповедуют Тайна Действа Же Я Еретичеством Отглаголуют О Прелести Понежи Иси Пестра Правоверием Нарицается Благоверные Же Побиваются О Обольщение Ведь Ты Пестра Причастия Тела И Кровь Христову Исповедуют Само Же Священодействие Еретичеством Повреждают О Обольщение Ведь Ты Пестра Правоверием Нарицается Благоверные Же Побиваются О Прелести Понежи Иси Пестра Еретики Проклинаются Благоверные Же Яко Враги Осуждаются О Прелести Понежи Иси Пестра Праздники Святые Празднуют Начальников Же Праздников Раскольниками Называют О Обольщение Ведь Ты Пестра Еретики Проклинаются Благоверные Же Как Враги Осуждаются О Обольщение Ведь Ты Пестра Праздники Святые Празднуют Основателей Же Праздников Раскольниками Называют Называют Прелести Понежи Иси Пестра Мученикам Христовым Память Творят Веру Же Их Прелестью Нарицают О Прелести Понежи Иси Пестра Евангелие Прочитается Благовести Же Тмою Нарицается О Обольщение Ведь Ты Пестра Мучеников Христовых Поминают Веру Же Их Обольщением Называют О Обольщение Ведь Ты Пестра Евангелие Читается Благовести Же Тимою Называется О Прелести Понежи Иси Пестра Идольского Поклонения Гнушаются Развращенные Же Образы Яко Святые Почитаются О Прелести Понежи Иси Пестра Церкви Украшаются Иконы Же Святые Яко Непотребные Из Церкви Износятся И В темные Хранилища Затворяются Обольщение Ведь Ты Пестра Идолам Поклониться Гнушаются Искаженные Же Образы Как Святые Почитаются Обольщение Ведь Ты Пестра Церкви Украшаются Иконы Святые Как Непотребные Из Церкви Выносятся И в Темных Хранилищах Запираются Имеются В виду Случаи Сокрытия Церковными Властями Икон На которых Изображалось Двоеперстие О прелести Понеже Иси Пестра Крест Христов Трисоставный Минуют А почитатели Его Яко Еретиков Погубляют О прелести Понеже Иси Пестра Римское Нечестие Проклинаемо Странное Пропятие Пропятие Христова На двух Древах Приемлемо О обольщение Ведь ты Пестра Крест Христов Трисоставным Минуют А почитатели Его Как еретиков Губят О обольщение Ведь ты Пестра Римское Нечестие Проклинаемо Нелепое Распятие Христова На двух Древах Принимаемо О прелести Понеже Иси Пестра Три Блаженное Древо Воспевается Крыш Желатынский Яко Истинный Почитается О прелести Понеже Иси Пестра Попы Поставляются Священники Же Яко Враги Сожигаются О обольщение Ведь ты Пестра Трижды Блаженное Древо Воспевается Крыш Желатинский Как Истинный Почитается О обольщение Ведь ты Пестра Попы Поставляются Священники Же Как Враги Сожигаются О прелести Понеже Иси Пестра Во Святую Троицу Глаголют Веровать И Правоверным Же Повелевают Глаголище Проклините Свою Древнюю Ересь Во что Вы Веровали О прелести Понеже Иси Пестра Знамением Крестным Знаменуются Истинное Же Таинство Сложения Перстов Армянским Называют О прелести Понеже Иси Пестра Духа Святаго Исповедует Быти Действа Же Святаго Духа Противного Духа Нарицают О прелести Понеже Иси Пестра Крещают В Троицу Богословцев Же Святые Троицы Яка Безбожных Огню Придают О обольщение Ведь Ты Пестра Верят Святого Духа Действия Же Святого Духа Относят К Духу Враждебному О обольщение Ведь Ты Пестра Крестят Во имя Троицы Богословов Же Святой Троицы Как Безбожных Огню Придают О прелести Понеже Иси Пестра Христову Воскресению Глаголят Праздновати Верующих Же Христу И Воскресению Его Ехидным Порождением Нарицают Окаяни О прелести Понежи Иси Пестра Апостольское Хождение Исповедают Проповедь же Апостольскую Содержащих Пагу Пагуба Пагуба Глаголевыми Волками Бледословят Зли О Обольщение Ведь Ты Пестра Велят Праздновать Воскресение Христова Верующих Поклоняющих Воскресение О Обольщение Верующих Христианам Армянами Называются Тех же Кто Следует Христианским Законам Армянами Называют И как Врагов Изгоняют О Прелести Понежи Иси Пестра Врагов Гнушаются Скверные же Поляки Богомерзкие Жиды И с Немцами Нечестивые Армяне И прочие Безбожные Языки Якоб Лагодеи Приемлются И честью Велиею Почитаются О Прелести Понежи Иси Пестра Монастыри Устрояются И монахи Собираются Иноческое Жительство Раззаряется И Отсюду Инки Изгоняются О Обольщение Ведь ты Пестра Врагов Гнушаются А Скверные Же Поляки Богомерзкие Евреи И с Немцами Нечестивые Армяне И прочие Безбожные Народы Как Благодетели Принимаются И с Великой Честью Почитаются О Обольщение Ведь ты Пестра Монастыри Созидаются И монахи Собираются Иноческое Жительство Разоряется И Отовсюду Иноки Изгоняются И сокращенно Рещи Кая Ждобо Их Злоба И Присаду И Мать В Себе Вечную И В Лепоту Сия Всех Прельщений Сильнее Пестро Для Пестроумных Ибо За Истину Почитают Его Безумны И Безумны Истинно Истинно Никто Видишь Ли Возлюбленные Прелесть Вражию Видишь Ли Возлюбленный Вражье Пренщение Зри Ли Боголюбче Злобу Дьяволю Как У Пестри Различ И Вооружил На Церковь Божию Хотя Погасите Семя Веры Верных Зри Ли Боголюбец Злобу Дьявола Как Он Все Упестрил Разнообразно Как Вооружил На Церковь Божию Хотя Погасить Семя Веры Верных Ведяще Бо Сие Да Никто же Приступит К Побежденным Осужденникам Окаянным Отступникам Прияти Некую Святыню Благословение Или Освящение Или Миропомазание Причастие Или Брак Вязание Или Грехов Разрешения И Прочую Которую Жда Святыню Понеже Мать Прияти Присажденный Им Зло Нечести И Ересь Як Жи Господь Рече От Нечистого Кто Очистится Знающий Осем Да Не Подойдет К Побежденным Осужденникам Окаянным Приотступникам Принять Какую Либо Святыню Благословение Или Освящение Или Миропомазание Причастие Или Брак Или Грехов Связывания И Отпущения И прочую Какую-нибудь Святыню Ибо 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 Может Вместе Собой И Ибо Сокрушит К Ногам Твоим Всякого Врага И Супостата Молитвами Богородицы И всех Святых Аминь Имя Писавшего Сие От Девятого Числа На Пятое От Пятого На Семьдесятое От Семьдесятого На Четвертое И Пакий На Семьдесятое От Семьдесятого Жена Сотое Во Славу Божию Воспеваемую Во Веки Аминь Имя Написавшего Это От Девятого Числа На Пятое От Пятого На Семьдесятое От Семьдесятого На Четвертое И Снова На Семьдесятое От Семьдесятого Жена Сотое Во Славу Божию Воспеваемую Вечно Аминь Семьдесятого